Глава десятая. Терминус эст. Сквозь строй. Прыжок в вихрь. Внизу поворачивался Истван-3, переходя от тусклого дня к свинцовой тьме ночи, и вместе с ним двигались корабли 63-й экспедиционной флотилии. Суда оставались на геостационарных орбитах, охватывая несчастный мир крепкими железными пальцами. С наступлением ночи стали видны дымные пожарища еще тлевших городов, уничтоженных огненным штормом, хотя мерцающий красноватый свет погребальных костров с трудом пробивался сквозь мрачные тучи. В атмосферу планеты было выброшено так много дыма и пепла, что небеса затянула плотной химической пеленой. Она еще долго будет задерживать тепло и свет Истванского солнца, и со временем климат начнет меняться. Если бы на поверхности остались представители местной флоры и фауны, некоторые из них не вынесли бы перемен. Но все, что было вызвано к жизни условиями Иствана-3, уже превратилось в пепел и пыль. Флотилия стояла на страже, направив все датчики на поверхность в поисках любых существ, переживших вирусную бомбардировку. И пока все внимание было сосредоточено на планете, Эйзенштейну представилась возможность потихоньку покинуть строй. Гаррия и его экипажу удалось поднять корабль на высокую орбиту и уйти от соседних боевых кораблей, но двигаться дальше, не возбуждая подозрений, было невозможно. Если Эйзенштейн собирается покинуть систему Иствана, сделать это тайком не удастся. Капитан Гаррия склонился к гололитическому контуру и через мерцающие символы посмотрел на Гарро, Лунного Волка и остальных воинов Гвардии Смерти. Пальцы его левой руки уже давно после несчастного случая, когда плазменное ружье разорвалось при выстреле, были заменены на механические манипуляторы. Внутри фаланг имелись тончайшие механизмы, которые, кроме всего прочего, позволяли манипулировать с виртуальными символами изображения, словно с реальными объектами. Голопроектор выдал схему строения системы Иствана с выделением окрестностей третьей планеты в большем масштабе. Гаррия показал на стилизованный крест, расположенный за пределами эклиптической орбиты Истванского Солнца. Волт при помощи системы корабельных регистраторов вычислил для нас минимальный вектор дальности. Если удастся добраться до этой точки, мы окажемся за пределами S-лимита и сможем осуществить переход в ВАРП. Флотская терминология никогда мне не давалась, проворчал Круз. — Простите, старого вояку, не объясните, пожалуйста, так, чтобы мог понять простой солдат. — Мы не сможем уйти в ВАРП, пока не выйдем за пределы зоны притяжения Солнца, — сжато пояснил Сэндек, указывая на Истванскую звезду. Об этом пороге и говорил капитан. Гаррия, слегка удивленный наличием у рядового космодесантника познаний в астронавигации, кивнул. — Верно. Зона охвата солнечной энергии может повлиять на модуляции ВАРПа. Чтобы с наибольшей степенью безопасности войти в Эматериум, надо покинуть область звезды. — Это слишком далеко, — заметил Гарро. — Чтобы туда добраться, нам придется пролететь несколько световых секунд при максимальной мощности двигателей, а их огонь точно укажет Хорусу направление бегства. — Круз наклонился над изображением. — Нас со всех сторон окружают тяжелые корабли. Стоит одному или двум нацелить на Эйзенштейн дула ласпушек, и с нами будет покончено. Мне почему-то кажется, что воитель вряд ли позволит нам уйти беспрепятственно. Верно? — Наши вакуумные щиты в полном порядке, — вмешался Гаррия. — Корабль сможет выдержать несколько непрямых попаданий. Кроме того, на нашей стороне внезапность. Дюциус невесело усмехнулся. — Как неприятно слышать, что наш добрый капитан уверен в своем корабле и его экипаже. Было бы глупо рассчитывать, что обстоятельства не обернутся против нас. — Я этого не отрицаю, — сказала офицер-адъютант. — Учитывая все обстоятельства, я оцениваю наши шансы на выживание как один к десяти, и это еще очень приближенно. В настоящий момент, — сдержанно продолжила Волт, — Эйзенштейн находится почти на самом заднем, краю флотилии. Я взяла на себя смелость доложить в управление движением о небольшой неисправности в одном из наших третичных плазменных генераторов. В данной ситуации для корабля вполне нормально держаться на некотором расстоянии от остальных судов на случай цепной реакции и взрыва плазменного ядра. — Сколько времени эта ложь сможет нас прикрывать? — поинтересовался Гарро. — До тех пор, пока не покажется огонь наших двигателей, — ответила женщина. Круз задумчиво подсокал языком. — Нам не удастся с боем пробить себе путь, и вряд ли мы сумеем сбежать. Этот маленький корабль способен увертываться и уклоняться, но как далеко он сможет уйти, пока один из этих монстров... Он приставил палец к изображению стоящего рядом крейсера. — Пока один из них не вцепится нам в горло. — Не слишком далеко, — угрюмо ответил Сэндек. Гаррия постучал металлическими пальцами по контрольной панели. — Все правильно. Эйзенштейну не хватит скорости, чтобы оставить позади всех преследователей. Но это если мы будем двигаться по прямому курсу. Он прочертил прямую линию от места положения корабля до светящегося креста, затем немного отодвинул линию курса в противоположном направлении. — Воут предлагает альтернативный вариант. Он не решен риском, но если все пройдет успешно, нам удастся избежать пушек воителя. Гарро присмотрелся к заново проложенному курсу и улыбнулся его дерзости. — Я согласен. Считаю решение принятым. — Смелый вариант, — вмешался Дёциус, — но у меня имеется одно небольшое уточнение. Космодесантник наклонился и показал нам массивный корабль, стоящий по левому борту. — Новый курс выводит нас точно в сектор обстрела орудий этого корабля. — Которым командует Тифан, — добавил Гарро. — Это терминус эст. Кало Стифан провел незащищенным пальцем по острию своего жнеца, погрузил тонкое лезвие в затвердевшую кожу и посмотрел на появившуюся струйку темной крови. Его душу раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, происходящее событие вызывали бурный восторг и ожидание грядущих перемен. Тифан радовался освобождению, если такое понятие можно было применить к космодесантнику. Ощущал холодное и жестокое ликование от мысли, что после долгих лет хранения в тайне своих знаний сможет открыто нести новое знание. То, что он узнал, — те слова, которые прочел в книгах, указанных его братом Эребом. Просвещение, принесенное капелланом несущих слова, навсегда изменило Тифана. Но вместе с тем он был в ярости. Да, он понимал, что, согласно указаниям воителя, его повелитель Мартарион медлил со вступлением на тот путь, по которому шел он сам. И еще он знал, что и воители, и примарх делали по пути просвещения только первые шаги. А вот Тифан, Эреб и другие, вот кто познал истинное просвещение и необходимость играть роль исполнительного первого капитана, когда он намного превзошел своих командиров на пути познаний, угнетало Тифана. «Придет время», — обещал себе Тифан, — «и ждать осталось недолго, когда он сможет выйти из тени Мартариона и действовать самостоятельно». При покровительстве темных сил Тифан станет провозвестником, перед которым будут трепетать все миры. Со своего командного трона гвардеец смерти окинул взглядом капитанскую рубку Терминус Эст, наблюдая за суетой слуг и космодесантников, трудившихся по его приказу. Они верны своему командиру. Это обстоятельство придавало Тифану еще больше сил. Затем его мысли обратились к Грульгору. Тифан нахмурился и потер черную щетину на подбородке. Уже несколько часов прошло с тех пор, как он послал Игнатию приказ устранить Гаро и присоединиться к атаке на Истван-3. И все это время обычно хвостливый командор хранил несвойственное ему молчание. Теперь, когда бомбардировка закончена и план Хоруса вступил в завершающую фазу, у Тифана появилось время для размышлений. Грульгор не тот человек, который будет молчать о своих победах. И Тифан знал, что Игнатий воспользуется случаем, чтобы приукрасить историю об убийстве Натанаэля Гаро. Инстинктивная неприязнь командора к боевому капитану за несколько лет переросла в откровенную ненависть, и Грульгор всегда избирал Гаро мишенью своего довольно грубого юмора и нападок. Тифан не имел представления, из-за чего все началось, но это его и не интересовало. Зато он обладал способностью отыскивать слабости других и использовать их в своих целях. Пламя ревности даже не надо было раздувать, и Тифан этим воспользовался. Душу Грульгора было довольно легко отравить ядом соперничества и натравить его на кого угодно. Кроме того, через Грульгора первый капитан имел возможность влиять на деятельность ложи, тайно организованной в 14-м регионе. Тифан жестом подозвал прислужника. «Эй ты, проверь принятое сообщение, было ли что-нибудь получено с фрегата Эйзенштейн?» Слуга моментально вернулся. Господин капитан, с этого корабля в адрес командования флотилии поступило сообщение о досадной неисправности орудий, а потом еще одно извещение о длительном ремонте энергетической системы фрегата. Последнее донесение помечено личной руной командора Грульгора. «Больше ничего?» «Нет, господин», — с низким поклоном ответил слуга. Тифан поднялся и положил жнец поперек трона. «Где сейчас находится Эйзенштейн?» «Движется по переходному вектору», — ответил офицер-навигатор. «Сейчас он в левом верхнем квадранте». «Куда это он направляется?» Тифан ощутил легкое беспокойство. «Вокс, вызови Эйзенштейн и обеспечь мне голосовую связь. Я хочу поговорить с Грульгором! Немедленно!» Маас внимательно слушал резкий металлический голос своего коллеги с борта Терминус Эст, монотонно диктовавший приказы капитана Тифана. Вокс-передатчик, зажатый в его руке, слегка дрожал. Маас искосо взглянул на Гаррию, Воут и космодесантников. Все они были поглощены разговором и внимательно наблюдали, как фрегат движется по курсу, проложенному адъютантом. От напряжения у Мааса пересохло во рту, и он облизнул губы. Он до сих пор никак не мог осознать всех событий, которые привели к сложившейся ситуации. Его совсем недавно перевели на Эйзенштейн, и Маас считал, что слишком долго этого дожидался. После долгих лет упорной службы на вооруженных транспортах и вспомогательных судах, он был вознагражден назначением на корабль, действующий в составе флотилии. И хотя подвиги Гвардии Смерти были не такими яркими и популярными, как у других легионов, в представлении Мааса это был шаг вверх по служебной лестнице. Он жаждал командовать, и не проходило дня, чтобы офицер-связист не представлял себя в будущем капитаном Тереном Маасом, восседающим на троне в рубке крейсера и управляющим кораблем, словно собственным королевством. И теперь всем его мечтам грозил крах. Назначение, еще недавно воспринимаемое им с восторгом, обернулось камнем на шее. Сначала этот высокомерный Гарро взял на себя командование и все перевернул с ног на голову, а теперь и Гарья следует безумным приказам этого глупца. Если все его догадки правдивы, этот гвардец смерти уже уничтожил несколько своих собратьев, позволил бежать другому мятежнику, да еще намеренно расстрелял десяток истребителей. Маасу казалось, что он единственный зрячий среди слепцов. Связист оглянулся, надеясь по выражениям лиц других офицеров, убедиться, что и они испытывают подобные чувства, но ничего не обнаружил. Гарья и этот надменный космодесантник всех заставили плясать под свою дудку. Немыслимо! Капитан корабля отказался выполнять приказы самого Хоруса, а потом еще Воут добавила сложности с ее ложными сигналами. Маас попытался возразить Гарье, и что получил в ответ? «Порицание и выговор!» Он покачал головой. Офицер-связист понимал, что оказался втянут в самое настоящее пиратство, и это его очень беспокоило. Они клялись в верности флотилии, а во главе флотилии стоял Хорус. Что с того, что приказы Воителя кому-то не нравились? Хороший капитан не должен задавать вопросов. Его дело – подчиняться, а после несомненного мятежа Гарьи Тирин Маас лишен такой возможности. Если они останутся в живых, Маас окажется замешанным в этом деле вместе с капитаном корабля. Его обвинят в измене и без сомнения казнят. Молодой офицер уставился на аппарат ВОК-связи. Надо что-то предпринять. Он и так уже нарушил правила, когда тайком разорвал цепочку уведомления, так что на мостике никто не узнает о поступающих сообщениях, пока этого не захочет сам Маас. Поступок грозил строгим взысканием, но он счел его необходимым. Ясно, что он может доверять только самому себе, а значит, именно ему надлежит известить остальные корабли флотилии о затевающемся на борту Эйзенштейна обмане. Маас поднес к губам микрофон и забился в самую глубину ниши. Он испытывал страх и не мог этого отрицать, но как только произнес осторожным шепотом первые слова, чувство долга придало ему новые силы. Когда все закончится, сам Хорус будет ему благодарен. Возможно, если Эйзенштейн за свой мятеж не будет уничтожен в назидание остальным, Маасу представится шанс просить воителя о командовании кораблем в награду за бдительность. — Повтори, что ты сказал! — потребовал Тиффан. Устрашающая темная массивная фигура первого капитана буквально нависла над сидящим за воксаппаратом-слугой. Связист попытался поклониться. — Господин, пришло сообщение от человека, называющего себя офицером-связистом Эйзенштейна. Он утверждает, что Грульгер пропал, а экипаж корабля поднял восстание. Он извещает об измене, сэр. Первый капитан выпрямился, и перед его мысленным взором возникла неприятная картина. — Самодовольный глупец подвел меня! Он выдал нас Гарро! Тиффан развернулся на месте и стал выкрикивать приказы экипажу корабля. — Объявить общую тревогу! Всю энергию на двигатели и носовые орудия! Вычислить курс перехвата Эйзенштейна! И немедленно! — Капитан, а что с этим связистом? — спросил слуга. — Что я должен ему ответить? Тиффан мрачно усмехнулся. — Пошли ему мою личную благодарность и одобрение воителя. А потом свяжись с духомщения и соедини меня с Малагарстом. Впереди на командном пульте прозвенел предупредительный сигнал, и Гарро заметил тень страха на лице Гаррии. Воут уже подбежала к пульту и набрала на клавиатуре команды. — Докладывай! — крикнул капитан корабля. Воут побледнела. — Сэр, автоматические датчики засекли отдаленный выброс тепловой энергии из блоков двигателей термину СЕСТ. Кроме того, имеются сведения о начале подготовки к стрельбе из носовых орудий. — Он узнал! — воскликнул Круз. — Тиф, он все знает! — Да, — согласился Гарро, переглянувшись с капитаном корабля. — Медлить больше нельзя. Отдать приказ! Гаррия с трудом сглотнул и кивнул Воут. — Ты слышала боевого командира? Всем палубам приготовиться к бою, открыть замки блокировочных щитов и набрать максимальную боевую скорость. Он обернулся к младшему офицеру. — Спускайся вниз и предупреди почтенного Севернаю, чтобы он приготовился к прыжку. Я хочу, чтобы он мог начать действовать в любой момент. Гаррия прочел вопрос в глазах Гарро. — Северная — наш навигатор, — пояснил он, указывая на палубу. — Размещается двумя уровнями ниже. Целые дни проводит в своей комнате, медитирует внутри воображаемой сферы. Могу поклясться, он и не подозревает о том, что здесь творится. Понимаете, для него имеют значение только варп-переходы. Гарро, понимающий, кивнул. — Варп штормит. Ты полагаешь, он может заартачиться, когда поступит приказ? — О, с ним все будет в порядке, — заверил Гаррия. — Вот только переживет ли он этот прыжок? В разговор вмешалась Воут. — А как насчет орудийных батарей, сэр? — звенящим от напряжения голосом спросила она. Гаррия покачал головой. — Пусть будут на готове, но я хочу, чтобы максимум энергии поступал на защитные экраны и двигатели. Устойчивость и скорость нам важнее огневой мощи. — Да, сэр, полный вперед, — ответила она и отправилась отдавать приказы. Гарро через подошвы сапог ощутил дрожь, означавшую, что палубы корабля отреагировали на резкое ускорение. Переход Эйзенштейна от состояния спокойного дрейфа к полной боевой скорости сопровождался звонками и гудками всех контрольных систем. — Терминус Эст снимается с орбиты, — доложил Сэндек, читая показания с ретранслятора данных. — Меняет курс и разворачивает орудия в нашу сторону. — Еще какие-нибудь корабли последовали его примеру? — спросил Гарро. — Этого я не вижу, — ответил Сэндек. — Только Тиффан. — Капитан Гарро, — окликнула Воут. — У нас нет сведений о вооружении этого корабля. Что может выставить против нас Тиффан? — Разрешите мне, — вмешался Сэндек. — Терминус Эст — это уникальное судно. Он не соответствует ни одному из принятых образцов, обладает отличной броней и очень массивен, но при всем при этом довольно неуклюж на поворотах. Гарри кивнул. — Мы сумеем использовать это преимущество. Однако у него мощные носовые батареи. В распоряжении Тиффана лазерные орудия, установленные в передней части корпуса, и пушки верхней надстройки, способные вести огонь с траверза. — Если он подойдет ближе, нам не сдобровать, — мрачно закончил космодесантник. — Значит, придется держать этого монстра подальше от наших щитов, — сказал капитан корабля. — Средите за температурой реактора. — Но как же он догадался? — сердито спросил Дёциус у командира. — Это не могло быть простым совпадением. Может, он просто переводит свой корабль на другую орбиту? — Он все знает, — повторил Гарро слова Сэндека. И это было неизбежно. — Но откуда? — настаивал космодесантник. — Или у него есть провидец, перехвативший твои намерения в эфире? Взгляд Гарро переместился вглубь связной ниши и встретился с глазами побледневшего и вспотевшего офицера. — Ничего сверхъестественного, — сказал боевой капитан, прочитав ответ на испуганной физиономии молодого связиста. Тремя быстрыми шагами он пересек рубку и рывком поднял Мааса на ноги. Офицер-связист был близок к истерике. — Ты! — рыкнул Гарро, гневно прищурив глаза. — Это ты! — предупредил Тиффона! Висящий в его руке Маас внезапно дернулся и набросился на Гарро, но его слабые кулаки просто отскакивали от силовых доспехов. — Проклятый изменник! — кричал он. — Вы все заговорщики! Своей лживостью вы всех нас погубите! — Глупец! — рявкнул Гарри. — Мы все слуги императора! Это ты, изменник и тупица! — Я принимал присягу на верность флотилии. Я служу воителю Хорусу! Вопли Мааса превратились в рыдания. — До самой смерти! — Это так! — согласился Гарро и резким движением запястья сломал шею офицера-связиста, а потом бросил его на пол. По капитанской рубке прошелестел молчаливый вздох, а потом раздался голос Уолт. — Сзади по левому борту зарегистрирован разряд! Атака началась! — Ослепительное копье белого света над кормой фрегата заставило всех отвернуться от обзорных иллюминаторов. Снаряд прошел мимо цели, но края энергетического ореола вызвали потрескивание наружной оболочки. Ударная волна не миновала контрольные системы, и несколько приборов на капитанском мостике тревожно замигало лампочками. — Мне кажется, он хочет заставить нас повернуть, — предположил Круз. И его просьба выражена довольно вежливо, — откликнулся Сэндек. — Вместо ответа мы пошлем ему струю выхлопных газов. — Смотрите в оба! — предупредил Гарро, отворачиваясь от только что казненного связиста. — Передайте Хакуру и остальным, чтобы готовились к ударам и возможной декомпрессии, и позаботьтесь о безопасности гражданских. Следующий удар попал в цель. Выстрел терминус эст был произведен на границе дальнобойности, и все же его энергии оказалось достаточно, чтобы причинить серьезные повреждения кораблю такого тоннажа, как Эйзенштейн. Защитные экраны, пробитые снарядами, замерцали. Удар по верхней части корпуса пришелся под острым углом, но обшивка нескольких палуб не выдержала, появились бреши в открытый космос, и, кроме того, со своих лафетов сорвались орудия левого борта. Клубы газа превратились в огненные шары и быстро опали, однако цепочка вторичных разрядов охватила коридоры, выводя из строя реле и вызывая новые возгорания. На некоторое время один из отсеков нижнего уровня охватил сплошной огненный вихрь, возникший после взрыва хранящихся там баллонов с дыхательной смесью. Несколько воинов-горо, оставленных там на страже, погибли в первое же мгновение, когда вместо воздуха их легкие наполнились огнем. Обратной тягой пламя прошлось по их телам и перебросилось на жилые помещения и зал, где собиралось немногочисленное общество остропатов. Терминус Эст продолжал погоню. Его грозная махина заполняла собой все экраны кормового наблюдения. Я требую объяснений, Тиффан! Доносился сквозь треск помех в окс-связи ворчливый голос Малагарста. Почему ты счел возможным оторвать меня от бел в самый разгар важнейшей операции? Первый капитан поморфился, втайне радуясь, что ему не пришлось встретиться с советником воителя лично. Между представителем сынов Хоруса и гвардейцем смерти никогда не было теплых отношений из-за одного инцидента, случившегося много лет назад, когда они сильно разошлись во мнениях по поводу вопросов боевого протокола. Тиффан с трудом переносил внешнее безразличие и едва скрываемое высокомерие Малагарста. И прозвище советника Хоруса, кривой, казалось Тиффану слишком мягким определением. Прошу прощения, советник, ответил он, но я считал необходимым информировать вас об опасности, грозящей планом твоего примарха. Не испытывай мое терпение, гвардейц смерти. Или мне надо вызвать на вокс-связь твоего примарха, чтобы он тебя приструнил. Твой корабль покинул строй. В чем причина? Пытаюсь устранить препятствие. Я получил от одного из боевых братьев предупреждение, что бесконечно консервативный капитан Гарро захватил контроль над фрегатом Эйзенштейн и в данный момент собирается покинуть пределы системы Иствана. Тиффан откинулся на спинку своего командного трона. Такое событие достойно твоего внимания, или я должен обратиться непосредственно к Хорусу? — Гарро! — повторил Малагарст. — А я считал, что Мартарион с ним разобрался. Тиффан усмехнулся. — Поверитель смерти проявил излишнюю снисходительность. Гарро следовало умереть от ран, полученных на Истване к Странусе. А Мартарион надеялся обратить его в нашу веру, за что нам теперь приходится расплачиваться. Малагарст немного помолчал. Тиффан представил себе, как скривилось от задумчивости его неприятное лицо. — Где он сейчас? — Я преследую Эйзенштейн и собираюсь уничтожить корабль, если сумею. Советник насмешливо фыркнул. — И куда это Гарро собирается бежать? Буря в Варпе с каждым часом становится все сильнее. У такого маленького судна нет никакой надежды преодолеть имматериум. Его разорвет на части. — Может быть, — признал Тиффан. — Но я предпочел бы полную уверенность. — Твой курс отпечатан на моем электронном планшете, — сказал советник. — На своей неповоротливой громадине тебе его ни за что не догнать. — Вас разделяет слишком большая дистанция. — А мне и не требуется его догонять, Малагарст. Я хочу только подбить корабль. — Тогда действуй, Тиффан, — последовал ответ. — Если мне придется докладывать воителю, что известие о его планах ушло без нашего ведома, ты будешь вторым после меня, кто испытает неудовольствие Хоруса на своей шкуре. Первый капитан провел ладонью по горлу, и связист-помощник отключил вокс-связь. Тиффан с высоты командного трона взглянул на согнувшегося в поклоне капитана корабля. Человек осмелился заговорить. — Господин Тиффан, Эйзенштейн изменил курс. Он на полной скорости движется к спутнику Иствана-3, Белой Луне. — Значит, переходи на тот же курс. — Отрезал Тиффан и поднялся. — Определи курс Эйзенштейна и вычисли направление стрельбы. Капитан корабля нерешительно замер. — Господин, притяжение спутника, об этом я не спрашивал, — проворчал первый капитан. — Все еще идет за нами. Воут всмотрелась в показания, выведенные на пик-экран. — Смену курса подтверждаю. Терминус Эст продолжает преследование. Других признаков погони нет. — Ладно, — кивнул Гаррия. — Продолжаем двигаться зигзагами. Не стоит облегчать работу артиллеристам Тиффана. Пусть снова подсчитывают угол стрельбы. Гаров встал позади капитана корабля и взглянул в иллюминатор поверх его головы. Застывшая меловая поверхность самого крупного спутника Эст-2Ана-3 постепенно увеличивалась, и стали видны кратеры и горы, лишенного атмосферы планетоида. Неискушенному наблюдателю могло показаться, что фрегат вот-вот столкнется с Луной. — Скажи честно, — негромко заговорил Гарро, так что услышать его мог только Гаррия. — Какова вероятность ошибки в вычислениях Воут? С муглолицей капитан повернулся к космодесантнику. — Она отличный офицер, капитан. Единственной причиной, по которой она до сих пор не стоит во главе с собственным кораблем, являются некоторые разногласия с командованием флотилии. Я верю в нее. Гарро вновь взглянул на Луну. — Я верю в крепкую броню корабля и силу гравитации. Сказал он, но даже ему самому эти слова показались пустыми и бессмысленными. Гаррия посмотрел на боевого капитана с любопытством, возможно, ощутив его беспокойство. — Вселенная велика, сэр. Каждый может обрести веру в любой момент и где угодно. — Приготовиться к первой корректировке курса, — скомандовала Воут. — На всякий случай держитесь крепче. — Принято. Безучестным голосом отозвался сервитор. — Выполняю маневрирование. Палуба фрегата качнулась, и Гарро ощутил пустоту в животе. Максимальный поток энергии был направлен к двигателям, и гравитационные компенсаторы немного запаздывали, так что поворот ощущался сильнее, чем обычно. Гарро вцепился в поручни и перенес вес тела на органическую ногу. — Терминальный выброс по носу преследователя, — доложил Сэндек, добровольно взявший на себя обязанности члена экипажа у пульта датчиков. — Разряд! Кораблю угрожают множественные заряды! — Ускорить поворот! — закричал Гаррия. Он произнес что-то еще, но слова потонули в грохоте настигших Эйзенштейн энергетических снарядов. Удар подтолкнул фрегат в корму и подбросил вперед, словно гребень попутной волны. Компенсаторы снова опоздали. Рука Гарро сорвалась и угодила в капитана, опрокинув его на командный пульт. На тоннель услышал, как в запястье Гаррии что-то щелкнуло. — Мощность третьего двигателя падает! — крикнула Волт. — Охлаждающая система дала течь на седьмой и девятой палубах! Гаррия выпрямился и кивнул Гарро. — Увеличить мощность выбросов из соседнего сопла, чтобы восполнить потерю. Нельзя позволить им пристреляться! Корабль задрожал всем корпусом. Машинное отделение работало в режиме, близком к критическому. Сэндекс снова доложил последние данные. — Капитан, мы входим в область притяжения Белой Луны. Скорость возрастает! Гаррия вздохнул и резким движением вставил механическую кисть на место. — Мы достигли точки невозвращения, Гарро! — сказал он. — Если она ошиблась в расчетах больше, чем на несколько градусов, от нас не останется ничего, кроме нового кратера и россыпи обломков! — мрачно заметил Дёциус. Спутник заполнил весь передний иллюминатор. — Надо верить! — ответил ему Гарро. — Господин, корабль захвачен силой притяжения спутника! — доложил Тиффону капитан корабля. — Наша скорость увеличивается. Смиренно прошу разрешить попытку уклонения. — Если мы сейчас прекратим погоню, Эйзенштейн ускользнет! — равнодушно откликнулся первый капитан. — У этого корабля хватит мощности, чтобы нас вытащить, не правда ли? — Ты применишь её только по моему приказу, и не секундой раньше. — Как прикажете. Тиффон перевёл взгляд на офицера-артиллериста. — Ты! Где результаты? Я требую уничтожить этот корабль. Выполняй! — Господин, корабль слишком подвижен, а наши орудия надёжно закреплены. — Мне нужны результаты, а не извинения! — гневно крикнул Тиффон. — Исполняй свой долг, иначе я найду другого на твоё место. На гигантском пиктокране были видны струи выхлопных газов и вылетающие из Эйзенштейна обломки. Глядя на них, Тиффон холодно улыбнулся. Ракель Уоуд смахнула подсолба и прижала ладони к панели контрольного пульта. Отражённый мертвенно-бледный свет белой луны заливал капитанскую рубку резким сиянием. Это траурное освещение, лишённое всяких признаков жизни, казалось, вытягивает все силы. Уоуд порывисто вздохнула. Сейчас жизни всех, кто находится на корабле, были в её руках, зависели от тонкой цепочки чисел, поспешно написанных, пока Истваантри умирал на её глазах. Она боялась на них взглянуть из опасения, обнаружить какую-то чудовищную ошибку. Лучше не знать об этом, лучше продолжать держаться за хрупкую уверенность, которая и вывела фрегат на этот опасный курс. Если Уоуд ошиблась в вычислениях, у неё уже не будет времени, чтобы об этом пожалеть. В верности теории она была твёрдо убеждена. Притяжение плотной и массивной белой луны уже охватывало Эйзенштейн и увлекало его к изломанной поверхности спутника. Если она не вмешается, мрачный гвардеец смерти окажется прав, и от фрегата останется только погребальный кратер. План Уоуд основывался на математических уравнениях орбиты и физической природе силы гравитации, знаниях, относящихся к периоду первых шагов человека в космос, когда топливо, создававшее реактивную тягу, ценилось на вес золота. Сейчас, в 31-м тысячелетии, когда мощные двигатели были способны забросить звёздные корабли в любую точку Вселенной, эти знания применялись нечасто, но сегодня они могут спасти им жизнь. Ракель оглянулась через плечо и встретила взгляды капитана и гвардейца смерти. Она ожидала прочесть на их лицах строгое осуждение, но обнаружила лишь молчаливую поддержку. Они верили, что Уоуд выполнит своё обещание. Ракель кивнула в ответ и снова вернулась к своей работе. Завывание клаксонов известило о новом залпе снарядов. Уоуд выбросила их из головы и сосредоточилась на лежащей перед ней сложной траектории и маршруте полёта. Ошибки быть не может. Когда Эйзенштейн начнёт падать на планетоид, двигатели изменят его курс, используя силу притяжения спутника, проведут мимо Белой Луны по касательной и разовьют скорость, близкую к скорости света, чтобы достичь намеченной точки для варп-прыжка. Тер-минус эст ни за что не сможет их догнать. На последнем участке перед рывком дрожь фрегата заметно усилилась. «Приготовиться к корректировке курса!» – приказала Уоуд, перекрикивая поднявшийся шум. «Выполнять!» С левого борта автономные двигатели Эйзенштейна выбросили струи пламени и принялись оттаскивать фрегат от спутника. Корма от резкого толчка, менявшего направление полёта, вильнула, словно подброшенная невидимой рукой. Два вектора – природные силы притяжения спутника и искусственно создаваемые на корабле тяги – теперь действовали в противоположном направлении. Заклёпки корпуса величиной с человеческое туловище не выдержали, и пластины обшивки начали деформироваться и отрываться. Перегруженные до предела электрические цепи от перегрева дымились и выбрасывали в воздух ядовитые пары. Эйзенштейн стонал, как раненое животное, но поворачивал, мучительно преодолевая метр за метром, уходя в узкий спасительный коридор, ведущий фрегат прочь от системы Истваана. «Тефан!» Капитан корабля, забыв обо всех протоколах, осмелился окликнуть космодесантника без упоминания его ранга. «Мы должны повернуть! Нельзя дальше следовать за фрегатом, иначе нас приянет к спутнику! Наша масса слишком велика!» Гвардеец смерти в ярости подскочил к офицеру флотилии и резким ударом швырнул его на палубу, так что тот разбил лицо, и из ран хлынула кровь. «Тогда поворачивай!» закричал первый капитан. «Но, варп, тебя побери! Я хочу бросить в этот прокатый корабль все снаряды, прежде чем дам ему уйти!» Все члены команды мостика бросились исполнять его приказы, оставив стонущего капитана на полу. Тефан, охваченный неудержимым гневом, схватил жнец и крепко сжал древко. В среду скользающему из его хватки фрегату и непокорному горо, понеслись проклятия. Терминус эст, разбрасывая из двигателей фейерверки искр, летел вниз, словно акула, преследующая мелкую рыбешку. Но вот корабль застонал от мощного рывка двигателей, вырывающих его из опасных объятий гравитации белой луны, и острый как нож-нос судна пересек след Эйзенштейна. В это мгновение все пушки боевого крейсера Тифана выстрелили одновременно, посылая сгусток смертоносной энергии в сред удалявшемуся фрегату. «Внимание! Залп!» — крикнул Сендек. «Приготовиться к удару!» Гарро услышал предупреждение, но в следующее мгновение палуба уже ушла из-под ног, и он взлетел в воздух. Гвардеец смерти кувырком пролетел через всю рубку, взбил несколько опор и ударился о потолок. Только когда энергия удара рассеялась, он со всего размаху грохнулся на контрольный пульт. Стряхнув шок, Натанаэль с трудом поднялся на ноги. Сразу в нескольких местах в рубке полыхало пламя, но сервиторы уже суетились, стараясь восстановить на мостике хоть какое-то подобие порядка. Он увидел Гаррию, распростертого на командном кресле, а рядом с ним уже была Воут. Женщина получила жестокую рану на голове, но, казалось, не замечала струящейся по лицу крови. Где-то в отдалении послышались проклятия на языке хтонии. Это поднимался с палубы Яктон Круз. «Доложить о повреждениях!» — приказал Гарро, чувствуя на языке резкий привкус металлического дыма. С противоположного конца зала откликнулся Сэндек. «Тэрминус эст прекратил преследование, но последний залп нанес значительное разрушение. Несколько палуб разгерметизировалось, в реакторах двигателей наблюдается утечка, есть опасность остановки». Он немного помолчал. Маневр прохода по касательной прошел успешно. Фрегат следует курсам на точку перехода в варп. Дёцу с сворчанием отбросил упавшую секцию потолочных панелей и перешагнул через безжизненное тело одного из младших офицеров. «Что в этом хорошего, если мы взорвемся раньше, чем туда доберемся?» Гарро не стал обращать внимания на его брюзжание и подошел к Гарри. «Он жив?» «Да», — кивнула Воут. «Просто оглушен». Капитан корабля махнул рукой. «Я уже могу стоять на ногах сам. Уходите». Не обращая внимания на протесты, Гарро поднял его и крикнул. «Дёциус! Вызови в рубку апотекария!» Гарри покачал головой. «Нет, еще не время. Мы далеко не закончили». Он, прихрамывая, шагнул вперед. «Ракель, в каком состоянии навигатор?» Воут пригнулась к вокс-передатчику и прислушалась. Гарро даже издали услышал крики и причитания, доносившиеся из крохотного прибора. «Северная жив, но его адъютанты запаниковали. Они там мечутся по стенам и рыдают о состоянии варпа. Я слышу их вопли о тьме и бурях». «Если он не погиб, значит, может выполнять свою работу», — мрачно заметил Гаррия, превозмогая боль. «Это относится и к каждому из нас». «Верно», — кивнул Гарро. «Прикажи экипажу готовиться к варп-переходу. У нас не будет второго такого шанса». «У нас может не быть даже первого», — пробормотал себе под нос Дёциус. Гарро, нахмурившись, обернулся. «Брат, ты выводишь меня из себя своими горестными предсказаниями. Если ты ничем больше не в состоянии нам помочь, отправляйся вниз и помоги остальным справиться с повреждениями». «Я говорю то, что чувствую», — возразил Дёциус. «Ты сам сказал, что хочешь услышать от меня правду, капитан». «Я хочу, чтобы впредь и до окончания миссии ты держал свои комментарии при себе, Дёциус». Натане Эль ожидал, что молодой космодесантник спустится вниз, но тот лишь подошел вплотную и понизил голос, чтобы его больше никто не слышал. «Я не пойду. Ты выбрал самоубийственный курс, и лучше, если бы ты просто подставил наши глотки Тиффону». Он показал пальцем на Воут. «Ты слышал, что сказала женщина. Навигатор едва не сошел с ума от твоего приказа. Я знаю, ты не можешь не знать о рапортах относительно турбулентности варпа в последнее время. Десятки кораблей сберись с курса еще на пути к Истваану». «Все это слухи и ересь», — бросил подошедший Круз. «Ты уверен?» — настаивал Дёциус. «Говорят, что варп потемнел от бури, кишмя кишит странными созданиями. А мы сидим на корабле, который держится только на ржавчине и нашей надежде, и собираемся погрузиться в это море безумия». Гару колебался. В словах Дёциуса была доля правды. Он еще до атаки на город Харал действительно знал о циркулирующих по флотилии слухах. Рассказывали об отдельных случаях, когда навигаторы и остропаты лишались разума, едва прикоснувшись мыслями к имматериуму. Океан варпа всегда был изменчивым и опасным пространством для путешественников, и, как утверждалось в донесениях, быстро становился и вовсе непроходимым. «Мы уже испытали себя и корабль при запредельных нагрузках», — шипел Дёциус. «Если приблизимся к варпу, это станет нашим последним шагом. Мы не выдержим странствия по эмпериям вслепую». Угоро стало покалывать кожу на затылке. Внутреннее чувство, бывшее неотъемлемым свойством каждого космодесантника, заставило его обернуться к входным створкам. На пороге, окутанной клубами серого дыма, стояла Кииллер и молча смотрела на него. Боевой капитан моргнул и на мгновение испугался, что утратил рассудок, и снова подвергся нашествию видений, но потом понял, что Дёциус тоже видит женщину. Кииллер пробралась через завалы обломков и остановилась прямо перед ним. «На тоннель, Гаро, я пришла, потому что тебе необходима помощь. Ты примешь ее?» «Но ты всего лишь летописец!» — вмешался Дёциус, хотя даже его раздражение улеглось под спокойным, пристальным взглядом женщины. «Какую помощь ты можешь предлагать?» «О, ты еще удивишься ее способностям!» — тихонько пробормотал Круз. «Долговечность корабля измеряется мгновениями», — продолжала Кииллер. «Если мы останемся здесь, то непременно погибнем. Мы должны совершить прыжок, опираясь на веру, Натанель. Если мы верим в волю Императора, то обретем спасение». «Ты толкуешь о слепой вере в иллюзии!» — не сдавался Дёциус. «Ты не можешь знать, останемся ли мы в живых!» «Могу!» — ответ Кииллер был преисполнен такой спокойной уверенности, что заставил космодесантника умолкнуть. От пульта управления донесся голос Воут. «Капитан, поле Геллера вокруг корабля не поддается стабилизации. Возможно, нам придется прервать в арт-прыжок. Если мы войдем в Имматериум, оно может окончательно исчезнуть, и корабль останется без защиты». «Натанель, у тебя нет другого выбора», — негромко сказала Кииллер. «Мы не будем прерывать операцию, офицер!» Гаро заметил, как от потрясения изменилось лицо Дёциуса. «Продолжаем переход!» Глава одиннадцатая. Хаос. Видения. Ожившие мертвецы. Эйзенштейн нырнул. Врата варпа распахнулись перед ним рваной раной на ткани космоса и втянули в себя поврежденный корабль. Воображаемые потоки энергии сталкивались и уничтожали друг друга. Вместе со слепительной вспышкой радиации фрегат оставил реальность позади. Для человека с неприспособленным разумом было невозможно постичь природу пространства варпа. Имматериум был в такой же мере продуктом психики того, кто на него смотрел, как и самостоятельным и весьма своенравным объектом. Один из философов Древней Земли предупреждал, что если человек смотрит в бездну, он должен знать, что и бездна смотрит на него. И для варпа это утверждение являлось как нельзя более подходящим. Имматериум был зеркалом эмоций каждого живого существа, бушующим океаном отзвуков мыслей, темного осадка тайных желаний и сломленного подсознания, смешанных в беспорядочную, неукротимую массу. Если задаться целью описать природу варпа одним единственным словом, то это будет слово «хаос». Навигаторы и астропаты знали варп настолько, насколько его могло знать человеческое существо, но даже они сознавали, что бредут лишь по мелководью бескрайнего океана. И они затруднялись донести до обычных людей вразумительное описание варпа. Некоторые воспринимали это пространство как царство вкусов и запахов, другие видели смятый занавес, затканный математическими теоремами и плотными строчками уравнений. Кое-кто представлял варп в виде музыки с реверсивными симфониями, представляющими миры, энергичными струнными партиями для умозрительных моделей, трубными военными сигналами побудки для солнц, а духовые и ударные инструменты выводили мелодии кораблей, пересекавших нереальный ландшафт. Но сама природа варпа исключала его осмысление. Варп был воплощением перемен. Он воплощал полное и абсолютное отсутствие причин, иногда тихий и спокойный, иногда вздымающий неудержимые волны ярости. Варп, словно мифическое существо медуза, мог убить беспечного человека, который осмелился в него заглянуть. В этот океан и был брошен сильно поврежденный фрегат Эйзенштейн, едва прикрытый мерцающей и неустойчивой оболочкой поля Геллера, прогибающийся от попыток безумия запустить внутрь свои когти. В первое же мгновение перехода на обзорные иллюминаторы опустились стальные щиты. Горо это обрадовало. Знакомое ощущение неустойчивости, всегда сопровождавшее варп-переход, заставило гвардейца смерти поморщиться. Адские отцветы варпа будили беспокойство где-то в самой глубине его существа, на примитивном уровне сознания, и Натанель был доволен, что во время перехода ему не придется с ними мириться. «Конец!» — вздохнула Воут. «Мы сумели уйти!» Круз похлопал ее по плечу. Экипаж откликнулся сдержанными возгласами, только капитан мрачно оглянулся на горо. «Еще рано радоваться успеху, парни!» — сказал он, обращаясь к команде, но глядя в глаза гвардейцу смерти. «На данный момент мы только сменили одну опасность на другую». Тряска и качка при движении Эйзенштейна нисколько не уменьшались. Недавнее плавное скольжение в космическом пространстве осталось только в воспоминаниях, и качающаяся под ногами палуба уже стало привычным явлением. «Сколько потребуется времени, чтобы добраться до безопасных мест?» — спросил Гарро. Гаррия тяжело вздохнул, и усталость, которой он так давно не желал замечать, затуманила его лицо. «Это варп, сэр!» — сказал он, словно это все объясняло. «Мы можем оказаться в Тенитерре через день, а можем через сотню лет оказаться на противоположном конце галактики. На этой территории нет карт. Мы просто ждем и представляем навигатору везти корабль так, как он может». Фрегат качнулся, и по всей длине капитанской рубки прокатилась волна дрожи. «Это старый добрый корабль», — печально добавил Гаррия. «Он не привык сдаваться». Гарро отыскал взглядом Дёциуса, внимательно слушавшего вокс-передатчик. «Господин!» — окликнул он командира, позабыв о недавних разногласиях. «Хакур докладывает с нижних палуб. Он говорит, что на борту захватчики». Рука Натанеэля метнулась к офезу меча. «Как это может быть? Мы не засекли ни одного челнока с корабля Тифона!» «Не знаю, сэр. Я только передал слова сержанта». Гарро включил устройство вокс-связи на вороте доспехов и на общем канале услышал характерный шум. Он различал резкий грохот болтеров и вопли, не имеющие ничего общего с человеческими голосами. На мгновение он вспомнил Деву Битвы и ее странное пение. «На нижних уровнях сработала тревожная сигнализация», — доложила Воут. «Это опять адъютанты Северная собрались в своем святилище». «Хакур тоже там», — добавил Дёциус. «Дёциус, со мной! Сэндек, останешься здесь!» — приказал Гарро. «Скажи Хакуру, что мы идем к нему, и пусть все люди будут на чеку!» «Да, сэр», — кивнул Сэндек. Гарро повернулся к старому лунному волку. «Капитан Круз, если ты не против, займи командный пост в рубке». Ягтон четко отдал честь. «Парень, это твой корабль. Я выполню все, что ты прикажешь. Надеюсь, мой опыт будет полезен этой молодежи». Гарро повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что киллер все еще стоит рядом с ним. «Тебя ждет испытание», — сказала она без всяких предисловий. Он шагнул мимо нее к выходу. «В этом я ничуть не сомневался». Анду Сухакуру в своей жизни приходилось много убивать. Бесчисленные враги, павшие от его ружей, клинков и кулаков, слились в бесконечную вереницу быстрых и целенаправленных убийств. На службе в 14-м регионе ему довелось сражаться с орками и эльдарами, с йорголами и гекоси. Он воевал с животными и людьми, но таких противников, с которыми он столкнулся сегодня, Хакур еще не встречал. Первое предупреждение появилось в тот момент, когда одна из помощниц Севернаяи с криками выскочила из дверей святилища и продолжала рыдать и бессвязно причитать. Женщина свернулась в клубок из тонких рук и ног и из смятой одежды. Руки порывисто дергались и показывали в конец коридора, словно их хозяйка там что-то видела, но Хакур и остальные космодесантники никого не заметили. Сержант подошел ближе и дотронулся до нее. Кожа оказалась холодной, будто женщина выскочила из морозильной камеры. А потом он разглядел. Всего лишь на краю зоны видимости мелькнуло странное изменение цвета, словно бабочка в темноте. Все произошло так быстро, что Хакур принял заявление за сбой в зрительной системе или посредствия стресса и усталости. Сержант все еще обдумывал непонятное явление, когда первое существо появилось из дымного воздуха и убило стоящего к нему спиной гвардейца смерти. У Хакура создалось впечатление, что он видел вращающийся диск, широкое пурпурное лезвие с тонкими жалами по краям, а в следующее мгновение тело космодесантника оказалось рассеченным. Из раны хлынула кровь, показались внутренности. Хакур, мгновенно поняв, что боевому брату уже ничем нельзя помочь, открыл огонь и послал в призрачную тень три болта. Существо пронзительно вскрикнуло и погибло, но его вопль послужил призывом остальным, и внезапно из стен и пола стали появляться новые, самые разнообразные существа. Вместе с ними появилась ужасная зловония, от которого Хакура замутила, и во рту появился резкий привкус желчи. Помощница Северная уже поднялась на колени и извергала на пол содержимое желудка. «Кровавая клятва!» — воскликнул один из людей Хакура. «Гниющие мертвецы!» И он оказался тысячу раз прав. Средом за появляющимися существами тянулись насыщенные бактериями гниения зловонные струи, расползавшиеся по всему коридору. Где бы они ни коснулись поверхности, появлялись пятна плесени и ржавчины, но все это было лишь прелюдией появления все новых и новых кошмарных захватчиков. Они вызывали у Хакура такое сильное отвращение, что он немедленно бросился в атаку. Создания казались столь гнусными, что одна мысль об их дальнейшем существовании вызывала тошноту. Облик мерзких существ очертаниями отдаленно напоминал человеческую фигуру, но только намного крупнее. Угрожающие конечности тряслись, словно в параличе, и норовили зацепить черными, покрытыми гнилью когтями. Бесформенные наздреватые копыта стучали по палубе и оставляли следы едкой слизи и экскрементов. Все они появлялись на гиме. Торсы и животы пучились раздутыми опухолями, а из разверстых ран вытекал густой гной. Со скаленных черепов свисали лохмотья сморщенной кожи. И за каждым тянулся жужжащий шлейф насекомых, бутылочно-зеленых мух, беспрепятственно влетавших в открытые раны налетчиков. Болтерные снаряды, попадая в монстров, вырывали и разбрасывали окровавленные куски зловонной плоти. Беспрестанно бормотавшие существа легко скользили в воздухе и набросились на гвардию смерти несметной толпой, так что потери воинов все возрастали. Хакур видел, как упал второй боевой брат, потом еще двое, несмотря на то, что все они не переставали посылать во врагов снаряд за снарядом. Но вот в противоположном конце коридора показался Горо в сопровождении Дёциуса и еще нескольких космодесантников. Зажатые между двумя отрядами воинов чудовище дрогнули, и боевой капитан немедленно бросился в самую гущу врагов. Его вольнолюбец взлетал и падал, распространяя чистое сияние клинка. Дёциус прихватил огнемет и поливал чудовищ строями пламени. Хакур, воспользовавшись замешательством противника, поднял помощницу навигатора и убрал ее с линии огня. Женщина продолжала размахивать руками и стучать по его нагруднику. Теперь Хакур смог рассмотреть ее окровавленные руки и заметил, что женщина сама себя расцарапала. «Глоса и кровь!» – причитала она. «А внутри чума!» Горо затоптал последнего врага и морща сбил с подметок останки. «Утихомирь ее!» – крикнул он. Дёциус непроизвольно поднес руку к забралу. «Великая Терра! Как они смердят!» Хакур передал женщину одному из своих воинов и доложил боевому капитану обо всем, что произошло. Горо внимательно выслушал. «Есть сведения, что по всему кораблю творится то же самое. Материализуются чудовища-мутанты и заражают гнирью все на своем пути». «Это варп!» – угрюмо произнес Дёциус. «Все знают о хищниках, нападающих на слабые или отбившиеся корабли». Он показал на стены. «Если поле Гейдлера не выдержит, эти твари нас одолеют». «Я верю, что мастер Гаррия и его экипаж не допустят этого», – ответил Горо. «А мы тем временем будем уничтожать эту нечисть повсюду, где только обнаружим». «Нечисть, нечисть!» – запричитала женщина, вырываясь из рук воина. «Я видела их этими глазами!» Быстрым движением она до крови разодрала себе лицо. «Вы тоже их видели?» Женщина с неимоверным проворством бросилась к Гарро, и не успел он её задержать, как помощница наткнулась на шипящее остриё энергетического меча. Гарро отпрянул, но было поздно. Третья помощница из штата-навигатора Северная наколола себя на меч и царапнула окровавленными ногтями под доспехом Гарро. «Ты видел!» – прошепела она. «Скоро придёт конец! Всё пропадёт!» «Придёт конец!» Опять! Опять эти слова Ёргольского младенца пронеслись у него в голове предсмертным криком умирающего зверя. Кожа Гарро вспыхнула с жаром от резкого притока крови. Горло сжало, как после отравленного зелья, выпитого из чаши мартариона. Он внезапно вздрогнул и лишился дара речи. Лицо женщины, побелевшее, как бумага, старое и сморщенное, повернулось в его сторону. Тело соскользнуло с клинка вольнолюбца, превратилось в груду плоти и тряпок, потом в пепел, потом в ничто. «Господин!» Голос Хакура звучал глухо, словно пробивался через жидкость. Гарро повернулся к своему доверенному сержанту и содрогнулся. Ползучая гниль охватила Хакура и всех остальных тоже, но никто из них этого не замечал. Блеск мраморно-белых доспехов померк и сменился тусклым зеленоватым налетом смерти. Керамид покорежился, покрылся трещинами, солился с плотью людей, местами порвался, местами стал пульсировать. Изнутри показались гнезда паразитов и внутренние органы. Кое-где красными ртами открылись раны, из которых высунулись языки кишок и сосудов. Вязкий густой гной, в перемешку с потеками ржавчины и струйками черной крови, потек из каждого сустава и каждого отверстия. Над головами обезображенных заразой космодесантников взвились раи мух. При виде столь омерзительного зрелища, Гарро словно врос в пол. Неузнаваемые фигуры сгрудились вокруг него, роняя непонятные слова с потрескавшихся губ. Гарро увидел, что черепа и звезды гвардии смерти исчезли с их доспехов, а вместо них появились темные тройные диски. За спинами космодесантников появилась призрачная фигура, слишком высокая, чтобы поместиться в коридоре, но все же она стояла перед ним и манила костлявыми пальцами. «Мортарион?» — спросил он. Искаженный образ его примарха кивнул, его черный капюшон качнулся в медлительном приветствии. Насколько мог видеть Гарро, доспехи примарха больше не сверкали бронзой и сталью, а покрылись блеклым налетом, как старая медь, отдельные части были связаны грязными лентами и покрыты ржавчиной. Это существо больше не было повелителем смерти. Оно стало воплощением полного разложения. «Иди на тоннель!» — голос напоминал ветер в умерших деревьях, звучал могильным вздохом. «Скоро все мы познаем объятия повелителя распада!» Придет конец. Эти слова колоколом звенели в голове, и Гарро перевел взгляд на свои руки. Ватные перчатки обратились в прах, плоть стекала с пальцев, обнажая кости, черневшие на глазах. «Нет!» — с трудом выдавил из себя боевой капитан. «Не бывать этому!» «Господин!» Хакур, всем своим видом выражая беспокойство, похлопал его по плечу. Гарро моргнул и увидел, что тело женщины, ничуть не изменившееся, все еще лежит у его ног. Он огляделся. Ужасное видение пропало, лопнуло, словно мыльный пузырь. Дёциус и остальные воины смотрели на него с тревогой. «Ты как будто ненадолго ушел от нас, капитан!» — сказал Хакур. Гарро попытался унять сумятицу мыслей. «Это еще не конец!» — ответил он. «Худшее впереди!» Дёциус постучал пальцем по своему шлему. «Сэр, я получил сообщение от воена. Что-то происходит на оружейных палубах!» Говорили, что в Варпе находит отклик все, что существует в материальном мире. Чувства людей, их желания и стремления, жажда перемен и циклы жизни и смерти. Логисты и мыслители всего империума ломали головы над неустойчивой и непостижимой природой имматериума, отчаянно стараясь загнать его в клетки слов, превратить в нечто, что можно было бы, если не понять, то хотя бы исследовать. Кое-кто осмеливался предполагать, что в Варпе есть что-то вроде жизни, даже своего рода разум. Находились даже такие, кто собирался в потаенных местах и разговаривал приглушенным шепотом. Они имели смелость высказывать идеи, что эти темные силы, возможно, превосходят человечество. Если бы эти люди могли узнать правду, они бы сломались. В облаке призрачного света, поглотившем крошечную серебристую черточку, бывшую Эйзенштейном, обширный и полный ненависти интеллект обратил на корабль ничтожную часть своего внимания. Неуловимое прикосновение — вот все, что было нужно, но оно занесло сквозь защитную сферу фрегата неудержимую силу распада. Она сквозь щели условности проникла внутрь, обнаружила покинутые мертвые тела и возрадовалась начавшемуся разложению отравленных и убитых людей. Таким образом, здесь создались условия для развлечения, возможность немного позабавиться и поэкспериментировать, чтобы потом, позже, повторить маневр в большем масштабе. Осторожно, не отвлекаясь на другие вещества, сила распада проникла в свои находки и установила между ними тонкую связь. Герметичные двери, закрывшие отравленный отсек оружейной палубы, так и остались закрытыми. Экипаж фрегата с момента бегства от Иствана был занят более важными делами, и очищение мертвых тел было отложено. Вирус истребителя жизни давно исчез. При всей своей опасности смертоносные микробы были очень недолговечны. Действия капитана Гарро, приказавшего выпустить атмосферу отсека в открытый космос, предотвратили распространение заразы по кораблю. Вирус не мог существовать и размножаться без воздуха, и бактерии погибли, но последствия, причиненных ими разрушений, остались. По всему помещению тела космодесантников и рабочих лежали там, где микробы прорвались сквозь защиту их организмов, и все они находились в той или иной стадии разложения. Космический холод законсервировал останки вскоре после смерти, и некоторые тела еще разевали рты в бесконечном крике, а иные уже успели превратиться в слизистую массу из размягченных костей и жидкостей человеческого организма. В таком состоянии и обнаружило их прикосновение варпа. Гниение, вызванное вирусами, прервало в них жизнь, но тому, кто был рожден в вечно меняющемся варпе, было нетрудно исказить и переделать реальность. Достаточно было поставить несколько меток и впрыснуть колонии вирусов, более опасных, чем творение человеческих рук. Смерть превратилась в новую форму жизни, хотя и очень неприглядную с точки зрения людей. И вот в космической безвоздушной тишине согнулись и зашевелились примерзшие к полу пальцы, тела стряхнули оцепенение холода. Поток разложения налетом ржавчины коснулся механизма запоров герметичных заслонок и сделал его хрупким. Те, кому довелось снова встать на ноги, избежали смерти ради искаженного существования. Горо издали увидел уродливый борт. Горо издали силуэты и решил, что перед ними снова возникли те же сеющие распад существа, с которыми они столкнулись у дверей святилища навигаторов. Но капитан быстро понял, что ошибся, поскольку эти пораженные болезнью фигуры своими размерами напоминали космодесантников. Едва они вошли в полосу света, Горо в шоке остановился и непроизвольно поднес свободную руку к рту. — Во имя императора! — сдавленным шепотом прохрепел Хакур. — Что это за ужас? У Горо кровь застыла в венах. Внезапно ожило кошмарное видение, посетившее его в момент смерти адъютанта-навигатора. Перед ним возникли те же мутанты, когда-то бывшие гвардейцами смерти, такие же поблекшие, тронутые зеленой плесенью доспехи, те же дряблые лица, из которых торчат сломанные зубы и кости, и плоть также выпирает из лад и кишит паразитами. Из конца коридора Горо подошел воен, и даже апотекария, привыкшего к самым разным проявлениям болезни и ран, едва не стошнила при виде извращенных людских образов. Горо понял, что видение было послано ему в качестве предупреждения, чтобы показать, кого ему предстоит встретить и, возможно, предотвратить грозящую неудачу. У ног аномальных космодесантников ползали существа, когда-то бывшие командой Эйзенштейна, не до конца разрушенные отравой истребителя жизни и теперь превратившиеся в лохмотья плоти и одежды, из которых свисали вываливающиеся внутренности. Эти несчастные с громкими криками бросились в атаку на Горо и его воинов. Дёциус первым открыл огонь, и остальные поддержали его огнеметами и болтерами. Оборванное чучело с изъеденным проказой лицом и торчащими из-под кожи костями с тоскливым воем метнулось вперед. Зловонное дыхание окатило воинов удушливой волной, когда оно попыталось говорить. «Господин!» Горо узнал одежду и металлический обруч на шее. «Калеб!» Он содрогнулся, узнав слугу и представив, насколько могущественными были силы, превратившие его дёнщика в жалкое подобие человека. Капитан без всяких колебаний взмахнул вольнолюбцем и обезглавил отталкивающее существо. Горо очень надеялся, что второй смерти будет достаточно. И ещё он надеялся, что друг сможет его простить. «Будьте начеку!» — предупредил капитан своих воинов. «Это отвлекающий манёвр!» Потрёпанные останки корабельных работников должны были отвлечь внимание от стоявших позади космодесантников-мутантов. Чудовища бросились вперёд по прогулочной палубе, выплёвывая залпы разъедающих газов и стреляя из заряженных слизью ружей. Среди неумерших братьев появилась фигура, ковыляющая на металлических копытах. Этот монстр был высок, как космодесантник в терминаторских доспехах, и, казалось, с каждой секундой становился всё больше. Неестественно выпирающие кости, обесцвеченные гниением, выгибали и ломали металл. Выдающийся вперёд комок разрыхлённый, покрытый шрамами плоти, казался чудовищной пародией на беременность. На животе громоздились наросты кладок насекомых. Надо всем этим из остатков керамита, ещё напоминавшего доспехи космодесантника, торчала морщинистая шея с луковицеобразным черепом. Налитые кровью, срезящиеся глаза, повернувшись, отыскали горо и моргнули. «Ноттенвейль, тебе не понравился мой новый облик?» — пробулькал омерзительный голос. «Я оскорбляю твои утончённые чувства!» «Грульгар!» — имя, словно проклятие, сорвалось с губ горо. «Во что ты превратился?» Грульгар-оборотень выгнул шею, помотал головой, и над его бровями высунулся мокрый и скользкий рог, точно такой же, как на шлеме бывшего командора. «Лучше, недалёкий глупец! Я стал намного лучше! Первый капитан был прав! Скоро развернутся невиданные силы!» Он снова покачнулся, плоть на спине раздалась, высвободив почерневшие кости. Гарос сплюнул на палубу, чтобы избавиться от осевшего в горле смрада. Воздух вокруг Грульгара и его гниющей орды загустел от микробов, стал намного хуже, чем едкая атмосфера мира бутылки ксеносов, хуже, чем отравленная поры сотен мёртвых миров. «Какие бы силы не сочли нужным тебя оживить, они просчитались! Я буду убивать тебя столько раз, сколько потребуется!» Раздувшийся монстр поманил его искривлённой рукой. «Давай, попробуй, тиранец!» Боевой капитан ринулся вперёд, одновременно действуя и болтером, и мечом, описывая угрожающие дуги, распарывая заражённую распадом и паразитами плоть, прорываясь к сердцу чудовища. В ходе сражения мысли Гаро вернулись в привычное русло боевых навыков, внедрённых в мышцы и сухожилия за тысячи часов тренировок. В таком состоянии ему было легче стряхнуть оцепенение леденящего ужаса, порождённого созданиями варпа. Он мог сосредоточиться на одной только битве. Однако грозная реальность не отступала. Гаро сам видел, как вирус поразил этих людей. Всего несколько часов назад он слышал их предсмертные крики из-за герметичной переборки, и вот они снова стоят перед ним, превращённые в живое олицетворение заразы, и невозможно представить, что поддерживает подобие жизни в этих ходячих мертвецах. Может, это колдовство? Неужели такое возможно в подвластном императору космосе? Тщательно сооружённый мир, основанный на непреложных истинах и чётких граних реальности, с каждым часом давал всё больше трещин, словно вселенная подвергала сомнениям всё, во что верил Гаро, и показывала лживость его недавних убеждений. Гвардеец смерти почти физическим усилием заставил замолчать встревоженные мысли и снова сосредоточился на схватке. Рядом с ним, в наплечник доспехов военно, угодил болтерный снаряд и забрызгал густой жижей блестящий керамид. Апотекария развернула, и ему удалось избежать удара необычного звёздчатого кинжала из окаменевшей кости. Оружие пронеслось мимо и угодило в горло стоящего позади молодого воина. Тот рухнул, едва успев поднести руку к образовавшейся злокачественной ране. Гаро зарычал от ярости, и болтер вторил его гневным криком, посылая в убийцу разрывные снаряды. Но, увидев, что враг вздрогнул, а потом двинулся дальше, разбрызгивая по полу кровь и внутренности, выругался с досады. Болтерный снаряд должен был сразить его на повал. Капитан кинулся вперёд и снес голову монстра, завершая уничтожение. И всё же ковыляющие, покрытые грязью чудовища продвигались, разделяя напором своих тел шеренги воинов горо и стараясь окружить их по отдельности. А Гарульгар метался взад и вперёд, избегая ближнего боя. Вряд ли нужно было удивляться тому, что уничтожить мутантов оказалось нелегко. Их движения в точности копировали общую доктрину боя, принятую в 14-м регионе. Неустанное и упорное движение вперёд являлось основой основ для пехоты Гвардии Смерти. Несомненно, им оказывалось сильное сопротивление. Но воины горо были всего лишь космодесантниками, а капитан мог поклясться с самим императором, что не понимает природы своих врагов. Он твёрдо знал только то, что ими овладела отвратительная ненависть, и что мерзкие подобия его собратьев должны быть уничтожены. В ходе битвы Дёциус остался один на один с бандой погибших рабочих из корабельной команды. И эти ходячие трупы набросились на него с дубинками, сделанными из бедренных костей и черепов. Заряд огнемёта уже был исчерпан, и теперь молодой космодесантник сражался громко жужжащим цепным мечом, помогая мощными разрядами силового кулака. Бронированная перчатка Дёциуса обрушилась на головы сразу двух сошедшихся матросов и превратила их в жидкое месиво расползшегося мяса и обломков костей, а торсы он, развернувшись, рассёк мечом. Движущиеся керамитовые зубья цепного меча оставили в телах мутантов чёрную расщелину, и из зловонной раны на сапоги Дёциуса хлынул поток извивающихся червей. Он снова повернулся и с громким треском разрубил чью-то шею. Кишащий червями монстр не упал, он всего лишь пошатнулся, а потом на глазах у поражённого космодесантника свёл вместе разошедшиеся края бескровной раны. Мухи и блестящие, похожие на скоробеев насекомые, облепили разрез, и в лучах неприятного и неровного света варпа из оконных проёмов стало видно, что они сцепили плоть живыми стежками. «Что за силы покровительствуют этим чудовищем?» — удивился Дёциус. Ему ни разу не приходилось слышать о возможности реанимировать мёртвые тела, и вот он воочию видит свидетельство загадочного оживления, и они шипят и машут на него своими когтями. Казалось, что раненый им матрос греется в лучах имматериума, проникающих сквозь бронированные стёкла иллюминаторов прогулочной палубы. Переменчивое сияние придавало раздутой заражённой плоти самые причудливые формы. Где-то в самой глубине души Дёциус восхищался способностью к восстановлению и ужасающей мощи этих кишащих паразитами и наполовину сгнивших мертвецов. Они несли в себе сонмище смертельных болезней и служили пристанищем для самого примитивного и, вместе с тем, наиболее опасного оружия. За несколько мгновений рассеянности Дёциус поплотился взрывом боли в силовом кулаке, охватившим всю кисть. Он слишком поздно заметил грозящий удар и не успел увернуться. Громоздкая фигура Грульгора двигалась быстро, даже слишком быстро для такого тучного и поражённого разложением тела. Причудливый боевой нож бывшего командора описал в воздухе тусклую дугу. Как и его хозяин, совсем недавно бывший отличным космодесантником, Кинжан сохранил отдалённое сходство с прежним своим обликом, но обоюдоострое лезвие из блестящей лунной стали превратилось в тронутую ржавчиной затупленную полоску металла. Бросок был нацелен в плечо Дёциуса. Кинжал должен был проникнуть сквозь доспехи и рассечь надвое основное сердце. Но космодесантник повернулся и сумел уклониться от стремительного броска. Однако его ловкости не хватило, и оружие пробило брешь в керамитовой перчатке. От сильнейшего толчка Дёциус упал на пол и закричал. Боль пронзила каждый нерв в теле, а силовой кулак после касания ножа уже не действовал. Широко раскрыв глаза, молодой космодесантник увидел, что ржавчина и гниль распространяются по треснувшему металлу, словно при замедленной съемке. Ощутил мучительную боль в венах и спинном мозге. Все тело покрылось испариной, поскольку имплантированные органы заработали на предельной мощности, чтобы остановить распространение инфекции. Распад! Он уже видел, как кожа вокруг нанесенной зараженным ножом раны вздувается гнойными пузырями. Едва представив, что невидимые вредители, попавшие в кровь с кинжала Грульгера, размножаются в его теле, Дёциус почувствовал тошноту. Но вдруг над ним нависла уродливая фигура бывшего командора гвардии смерти, и он проглотил желчь. «Ни один человек не может пережить вмешательство!» — крикнул Грульгер. «Метка великого разрушителя остается навеки!» У Дёциуса вспухли и зажглись болезненным огнем все суставы. Неимоверным усилием он сжал рукоять цепного меча и поднял оружие. Громадный мутант отступил на шаг, ожидая последнего броска молодого космодесантника. Но вместо нападения Дёциус резко опустил клинок над свою руку чуть пониже локтевого сгиба. С яростным криком он отсек собственную кисть, отбросив прочь зараженную плоть и уже разъеденной коррозией метал перчатки. Организм молодого космодесантника и так работал на пределе, стараясь справиться с раной и заражением. И теперь его зрение затуманилось, и сознание отключилось. Веки дрогнули и опустились, и обмякшее тело повалилось на палубу. Грульгар злобно фыркнул и сплюнул с густок едкой слюны, а потом нагнулся, чтобы подобрать отравленный нож, лежавший рядом с неподвижным телом Дёциуса. В этот момент тяжелые болтерные снаряды ударили в его спину и вырвали клочья мертвой плоти. Потеряв на мгновение равновесие, Грульгар так и не успел нанести решающий удар. Прицел Гаро был точен, и выстрел заставил Грульгара покачнуться и отбросил его назад к стене, подальше от тела Дёциуса. Натанель хотел бы взглянуть на парня и убедиться, что тот еще жив, но его старинный соперник был только ранен, а капитан уже убедился, что оживленные воины излечиваются почти с такой же скоростью, с какой он стреляет. Все вокруг, Ваен, Хакур и остальные космодесантники, были заняты своими схватками. Гаро постарался выбросить из головы все почему и сосредоточился только на одном вопросе. Как его убить? Грульгар, повернувшись, разбрызгал дугу темной с прозеленью крови и испустил громогласный рев. Бывший соперник бросился в атаку с отравленным ножом и зараженными когтями, но промахнулся. Гаро снова нажал на курок, однако звонкий щелчок возвестил об опустевшей обойме. Немедля, ни мгновения, он обеими руками схватил рукоять вольнолюбца. «Я знал, что этот момент когда-нибудь настанет», пробулькал мутант. «Я его дождался. Моя ненависть сильнее смерти». Гаро поморщился. «Ты всегда был недалеким хвостуном, Игнатий. На полях сражений ты служил общей цели, а теперь стал просто омерзителен. В тебе воплотилось все, против чего выступают космодесантники. Ты — полная противоположность гвардейцу смерти». Грульгар снова сплюнул и провел неуклюжий, но яростный выпад, который Гаро парировал быстрыми движениями меча. «На тоннель, как ты слеп! Ты — жалкий неудачник, а я — предвестник будущего!» Он приложил к заржавленному нагруднику скрюченную ладонь. «Прикосновение варпа — это возможность шагнуть вперед. Если бы ты не был так ограничен и сентиментален, ты бы и сам это понял. Силы, существующие в варпе, далеко превосходят могущество твоего императора». Грульгар указал лезвием ножа на пульсирующий красноватый свет за иллюминаторами корабля. «Мы станем бессмертными и будем властвовать вечно!» «Нет!» — отрезал Гаро и выбросил вперед меч. Вольнолюбец описал невысокую дугу, ударил в огромный белесый, как у рыбы, живот Грульгара и погрузился в изъеденную заразой плоть. Но затем Натанаэль с тревогой осознал, что клинок замер. Вместо того, чтобы рассечь рыхлую массу, меч застрял в ней и погружался все глубже, словно в зыбучий песок. Поток энергии, искрящийся на лезвии, уменьшился, а потом совсем иссяк. Грульгар удовлетворенно заворчал и выпятил бочкообразную грудь, еще больше втягивая оружие. «Тебе не добиться здесь победы!» — прошипел он. «Ты тоже заразишься и будешь мучиться в агонии. Я превращу этот корабль в жертвенник с кричащей плотью!» «Хватит!» Гаро не мог вытащить свой меч, и тогда он решил продолжить удар. Боевой капитан изо всех сил нажал на рукоять, включил режим полного разряда в кристаллической решетке стали и рассек живот мутанта. Он даже зарычал от гнева, вспарывая неохватную тушу, но вольнолюбец снова оказался на свободе. Из раны показались и начали вываливаться на палубу мокрые, покрытые жиром кольца кишок. Бывший космодесантник взвыл и попытался поймать их руками, чтобы запихнуть обратно в недра необъятного живота. Гаро отпрянул. Гнилостный запах из вздувшегося чрева оказался таким сильным, что у него перехватило дыхание и стали слезиться глаза. Палуба Эйзенштейна под их ногами вздрогнула, и внимание капитана на мгновение привлекли цепочки разрядов, протянувшиеся по борту фрегата. Затем раздался крик Хакура. «Оля Геллера! Оно исчезает!» Гаро не стал обращать внимания на торжествующий хохот Грульгора. Он увидел, как в сгустившемся воздухе над их головами начали образовываться мерцающие облачка светящихся точек, и подумал о несущих смертельные болезни гомункулах и разящих летающих дисках, с которыми столкнулся у дверей святилища навигаторов. Если все это придет на помощь Грульгору и его изменившимся бойцам, перевес будет не на стороне людей. Гаро ощутил, как исход сражения склоняется в пользу врага. Точное пророчество результата боя отчетливо проявилось в его мозгу, как это было в Йоргольском мире, как было и много раз в сотнях других ситуаций. До окончательного поражения оставалось лишь несколько мгновений. Грульгору видел выражение его лица и снова рассмеялся. Космодесантник-мутант протянул руки к бурлящему вихрю дьявольского света за иллюминатором и с видимым наслаждением окунулся в поток чужеродной энергии. Мембрана искусственного поля, отделявшая фрегат от безумия варпа, заметно истончилась. Она уже была ослаблена вторжением тлетворного прикосновения, давшего новую жизнь Грульгору и его воинам, и атаками порождений варпа. А теперь поле Геллера под воздействием жестокой радиации разворачивалось слой за слоем, словно слезающая с костей плоть. В голове Гарро созрело отчаянное решение, и он закричал в Окс. Кросс, слушай меня! Выводи корабль из варпа! Прерывай перемещение! Искорее! Сквозь шум помех и грохот сражения он услышал возбужденные голоса экипажа, повернутого в шок его необычным приказом. Лунный Волк тоже забеспокоился. Гарро, повтори, что ты сказал! Выходите из-за материума! Варп каким-то образом поддерживает этих захватчиков! Если мы останемся здесь, они овладеют всем кораблем! Мы не можем прервать перемещение! Это послышался голос Волт, звенящий нотками паники. Мы не имеем представления, где окажемся! Можем выпрыгнуть в центре какой-нибудь звезды! Выполняйте приказ! Во весь голос закричал Гарро. Есть, капитан! Кросс больше не колебался. Держитесь! Нет, нет, нет! Грульгар с поднятым ножом бросился к Гарро через коридор. Ты не можешь лишить меня удовольствия! Я должен убедить тебя мертвым, Гарро! Я тебя переживу! Боевой капитан взмахнул мечом и заставил Грульгара отступить. Пошел прочь, смердящий мерзавец! Убирайся назад в свою бездну и сдохни там! Возникшие за бронированными стеклами яркие белоголубые вспышки энергетических разрядов свидетельствовали о создании врат Варпа, и в следующее мгновение фрегат пронесся через ревущую пасть, и снова оказался в реальном мире. Грульгар и его отвратительные сородичи испустили общий отчаянный крик, а потом исчезли. Гарро видел все это собственными глазами, но не мог объяснить. Он видел, как ревущий, мерцающий фантом оторвался от плотной туши и унесся прочь, словно гонимый ураганом листок. На долю секунды Натанель увидел сразу и мутанта, и тело человека, бывшего Игнатием Грульгаром, а потом визжащая тень пропала. Призрак исчез с корабля вместе с десятками других оживленных энергии Варпа гвардейцев смерти. Души. Разум Гарро не мог отыскать ничего кроме этого, самого мистического и нереального объяснения. Их души были захвачены Варпом. Объятый языками пламени, оставляя после себя тучи обломков, расходящиеся волны радиации и клочья поля Геллера, окончательно рассеявшегося в результате насильственного прерывания перемещения, крошечный фрегат вернулся к обычному состоянию в темном и почти необитаемом квадранте космоса. Вокруг не было видно ни звезд, ни миров, только пыль и безвоздушное пространство. Эйзенштейн лег в дрейф. Глава двенадцатая. Бездна. Церковь людей. Потерянные. Запах больных и раненых с мрачной отрешенностью произнес воен. Им пропитался весь корабль. Гарро, осматривая внутреннее устройство изолятора Эйзенштейна, не ответил ему даже взглядом. Лечебница фрегата была заполнена до отказа, и во избежание перекрестного заражения, при помощи металлических листов в длинном узком зале были устроены временные отдельные палаты. В дальнем конце, за толстыми матовыми стеклами и стальными дверями, располагался изолятор. Гарро сразу направился туда, пробираясь мимо сервиторов медиков и практикантов. Апотекарий от него не отставал. Останки были пропитаны жидким прометием и горели большую часть дня, продолжал воен. Потом при помощи сервиторов все выбросили в открытый космос. Хакур для пущей уверенности демонтировал задействованные механизмы. Останки. Именно этим словом они предпочитали обозначать зараженные тела, оставшиеся от Грульгора и его людей. Безличный термин позволял думать о них, как о лужицах, сгнившей плоти и обломках костей, от которых надо было избавиться. Ни Гарро, ни кто-либо из его людей были не в силах вспоминать о том, кем были они при жизни и во что превратились после смерти. Воен переживал особенно тяжело. Кроме того, что, как и Гарро, он был воином, он еще принимал присягу в качестве лекаря и вид поднявшихся мертвецов, да еще представляющих собой реальную угрозу, угнетал космодесантника больше, чем он мог бы признаться. Гарро видел тревогу в его глазах и читал в них отражение своих собственных мыслей. Сейчас корабль дрейфовал, поскольку после смерти навигатора полет был прерван и адреналин, вызванный боями и преследованием, рассеялся. Возбуждение сменилось воспоминаниями о том, что произошло, и осознанием мрачного смысла событий. Если смерть не означала конец всему, если случившееся с Грульгаром происходило на самом деле, а не было наведенными варпом галлюцинациями, тогда, возможно, подобная судьба ожидает каждого из них. При мысли о возможной цели Хоруса и его сговоре с темными силами у Гарро все внутри холодело. Воен заговорил снова. Сэндек добился какого-нибудь прогресса со звездными картами. Гарро покачал головой, не видя причин скрывать от него правду. Эта женщина, Воут, тоже работает вместе с ним, но результаты не обнадеживают. По самым приблизительным расчетам, корабль вернулся в реальное пространство где-то за пределами провала Персея, но даже это всего лишь научная догадка. В этой зоне никогда не появляются ни купцы, ни исследователи. Гарро тяжело вздохнул. Как долго они тут болтаются? Несколько дней или недель? На корабле всегда царит ровный сумрачный свет, и от этого трудно уследить за временем. Воен нерешительно замялся, проходя мимо морозильных камер, во множестве висевших на массивных стальных опорах. Вскрытие навигатора Северная проведено, и я сам за ним наблюдал. Он показал на одну из заиндевевших камер. Внутри капсулы Гарро смог рассмотреть изможденное посеревшее лицо. Как и подозревал мастер Гаррия, навигатор был ранен во время сражения, но умер от психологического шока при внезапном прерывании перемещения. Подобный удар унес жизни его адъютантов и слуг. В его ослабленном состоянии это было неизбежно. С таким же успехом я мог бы приставить к его голове болтер и спустить курок. Гарро нахмурился. Я должен был это предвидеть. При такой волне безумия, прокатившейся по кораблю, я должен был сообразить, что он не перенесет внезапного прыжка. Воен ничего не ответил и отвел взгляд. А какой у меня был выбор? Спокойно спросил Натанеэль. Поле геллера свернулось бы через несколько секунд, и нас разорвали бы силы варпа или уничтожил взрыв двигателей. Ты сделал то, что считал нужным. Ответил воен не в силах скрыть оттенок упрека. Сначала меня мучил своими сомнениями Деоциус. Теперь ты? Ты мог бы предложить что-то другое? Я не боевой капитан, сказал Апотекарий. Я могу только наблюдать последствия выбора моего командира. Наш корабль беспомощно дрейфует в неизведанном пространстве без всяких средств спасения. Остропаты и навигатор мертвы, так что мы даже не в состоянии позвать на помощь или снова попытать удачи в Варпе. Глаза военно вспыхнули едва сдерживаемым гневом. Мы избежали уничтожения на Иства не только ради того, чтобы погибнуть здесь. Нашего предупреждения никто не услышит, и воитель сможет добраться до Терры раньше, чем туда придут вести о его предательстве. Отчаяние крадется по коридорам этого корабля, а оно опаснее любых мутантов. Мерик, как и всегда, я благодарен тебе за откровенность, сказал Гаро, поборов искушение сделать апотекарию выговор за высказывание, граничащее с неповиновением. Они двинулись дальше. Расскажи мне об остальных убитых. Многие офицеры и простые члены экипажа получили ранения, и среди них было несколько смертей от вторжения. А наши боевые братья? Воин вздохнул. Все, кто пострадал во время битвы с теми существами, мертвы, господин. Все, кроме Дёциуса, но и он с трудом цепляется за жизнь. Апотекарий кивком указал на изолятор. Инфекция в его теле стремится одержать верх над организмом, и я сделал все, что в моих силах при имеющемся оборудовании и лекарствах. Должен признать, моих знаний недостаточно против такой болезни. «Какие у него шансы выжить? Не надо ни темнить, ни осторожничать. Скажи, он будет жить?» «Я не могу ответить на этот вопрос, господин. Он борется изо всех сил, но его организм постепенно будет слабеть, а о болезни, поселившейся в его теле, я даже не слышал. Она постоянно принимает разные формы и понемногу изматывает его сопротивляемость». Воен мрачно посмотрел на Гарро. «Ты должен подумать о том, чтобы даровать ему освобождение». Глаза Гарро потемнели. «Так сложилось, что я уже отнял жизнь у многих своих братьев. А теперь ты предлагаешь перерезать горло тому, кто лежит больной и не может себя защитить?» «Это было бы актом милосердия». «Для кого?» воскликнул Гарро. «Для Диоциуса или для тебя?» «Я вижу твое тщательно скрываемое раздражение, воен. Ты бы с радостью избавился от всех свидетельств тех кошмаров, которые на нас обрушились, не так ли? Тебе легче было бы игнорировать их последствия и возможные связи с деятельностью проклятых лож». Апотекарий, шокированный взрывом эмоций командира, пораженно молчал. Гарро увидел его реакцию и тотчас пожалел о своих словах. «Прости, Мерик, я сказал, не подумав. Огорчение господин, я должен сделать кое-какие дела. Увидимся позже». Апотекарий ушел, а вместо него приблизился Круз. Пожилой космодесантник внимательно посмотрел на Гарро. «Нам кажется, что мы все уже повидали, и всегда приходит день, когда Вселенная наказывает нас за высокомерие». «Да», протянул Гарро. Круз задумчиво кивнул. «Капитан, я взял на себя смелость составить для тебя сводку сражений, прошедших после бегства из системы Истваана». Он протянул электронный планшет и Гарро просмотрел списки имен. «Более сорока рядовых космодесантников и в половину меньше тех, кто имеет звание не ниже ветерана, включая меня самого. Пятеро воинов получили жестокие ранения, но при необходимости в состоянии принять участие в битве. В расчете не учтены ты и апотекарий». «Я не вижу здесь имени Дёциуса». Капитан сердито стукнул кулаком по бедру своей ауметической ноги. «Кое-кто говорил то же самое и обо мне, но я доказал, что они ошибались. Пока Дёциус жив, он останется одним из моих воинов. Допиши его имя в список, а если что-то изменится, я тебе сообщу». «Как пожелаешь», согласился Круз. Гарро взвесил планшет на руке. «Семьдесят человек, Яктан, из тысяч космодесантников, бывших в районе Истваана, только мы еще живы и вне досягаемости изменников воителя». Ему все еще трудно было произносить эти слова вслух. Игарро заметил, что Крузу так же трудно их слышать. «Должны быть еще», настаивал лунный волк. «Тарвиц, Локен, Варен, все это отличные люди, прекрасные воины, которые не будут равнодушно наблюдать за мятежом». «В этом я не сомневаюсь», ответил гвардеец смерти. «Но стоит мне подумать, что они остались там, пока мы прятались в арпе». Горло сдавило, и он умолк. Воспоминания о вирусной бомбардировке все еще причиняли слишком сильную боль. «Знать бы, сколько их осталось после этой чумы и огненного шторма, если бы нам удалось спасти побольше наших собратьев». Горро подумал о Сауле Тарвице и Улисе Тимитере и понадеялся, что смерть его друзей была быстрой. «Этому кораблю отведена роль посланника, а не спасателя. Кто знает, может, еще какие-нибудь корабли ускользнули в космос или спустились на поверхность. Флотилия огромная, и воитель не в состоянии иметь глаза повсюду». «Возможно», кивнул Горро, «но я не могу смотреть на своих людей и не видеть перед собой лица тех, кто остался противостоять Хорусу». Капитан стоял, прижав к толстому стеклу изолятора латную перчатку и, вглядываясь в бледное лицо Диоциуса, лежавшего в окружении вспомогательных медицинских приборов и устройств. «Я чувствую, что за несколько дней постарел на сотни лет», признался он. Круз сухо рассмеялся. «И это все? Поживи с мое, и ты поймешь, что считать надо не прожитые года, а пройденные расстояния». Горо отвернулся от раненого товарища. «Если так, то я еще старше. При всем уважении к боевому капитану, ты еще подросток Горо». «Ты так думаешь, лунный волк?» усмехнулся тот. «Ты забываешь о природе преодолеваемых нами пространств. Могу поспорить, что если сравнить наши даты рождения по имперскому календарю, я окажусь таким же старым, как и ты, брат, а может и еще старше». «Это невозможно», фыркнул Круз. «Разве? Время на терре и нахтонии течет по-разному. В арпе оно становится растяжимым и непредсказуемым. Когда я думаю о годах, проведенных в странствиях через дьявольское пространство или в состоянии малой смерти во время путешествий с околосветовой скоростью, я вряд ли могу поспорить с тобой в количестве прожитых дней, но в отношении хронологии другое дело». Он снова оглянулся на Дёциуса. «Я смотрю на этого несчастного парня и думаю, сможет ли он прожить и увидеть столько, сколько и я. Сегодня я чувствую себя усталым, как никогда раньше. Прошедшие дни и недавние смерти давят на меня. Их тяжесть грозит меня раздавить». Выражение беспредельного терпения, бывшее постоянной маской Круза, на мгновение покинуло его лицо и старый солдат положил руку на плечо Гарро. «Брат, эту тяжесть мы должны нести всю свою жизнь. Эту ношу возложил на нас император. Мы должны нести на своих плечах будущее человечества и империума, хранить его и держать на высоте. Сегодня ноша стала тяжелее, чем прежде, и мы видим, что нашлись такие, кто не хочет ее больше терпеть. Они предпочли...» Он сделал и стал клетво преступником, а потому мы должны его заменить. Ты должен выдержать, Натанаэль. Тревожная весть, которую мы несем, не может затихнуть в этой темноте. Ты должен сделать все, что необходимо, чтобы предупредить Терру. Все остальное, наши жизни и жизни наших братьев, перед этой миссией отступает на второй план. «Да, через некоторое время согласился Гарро. Ты сказал в слух те слова, которые я таил в своей душе, но то, что их произнес кто-то еще, придает мне сил». В полуха был наконец услышан, не так ли? Жаль, что для этого пришлось пережить так много печальных событий. «Я принимаю стоящую передо мной задачу», заметил Гарро, прикасаясь к свитку с особым обетом, приколотым на его энергетических доспехах. «Но не совсем понимаю ее суть». «А понимание не требуется», процитировал Круз старую аксиому. «Только повиновение». «Не совсем так», возразил Гарро. «Повиновение, слепое послушание привело бы нас в ряды последователей Хоруса, под его знамена против императора». «Яктон, но я хотел бы понять, почему, почему он сделал это, почему пошел против своего отца, против людей?» «Этот вопрос встает снова и снова». По лесу лунного волка пробежала тень. «Будь я проклят, Натанээль, будь я проклят, если не видел, что надвигается беда, но был слишком горд, чтобы это признать». «Ложи, и не только», сказал Круз. «В прошлом я стал свидетелем тривиальных событий, не имевших тогда никакого значения. Обороты речи, взгляды моих собратьев, теперь, после всего, что произошло, они встают передо мной в совершенно другом свете». Некоторое время он молчал, вспоминая прошлое. «Гибель к Савьеджу была на 63-19, сожжение Интерексов, Давин, именно после Давина, когда трещина добежала до самого верха, все пришло в движение. Хору спал, а потом восстал, исцеленный колдовством. Тогда я уже знал, хоть и не хотел признаваться даже самому себе. Они воспользовались добротой и открытостью нашего братства и стали медленно поворачивать его в своих целях. Сердца космодесантников, которых я знал, которые у меня на глазах вырастали из мальчиков в отличных воинов, преданных и верных, стала постепенно затягивать пелена тьмы. Когда я наконец заговорил об этом, они сочли меня старым глупцом, помешавшимся на рассказах о былых сражениях и превратили в мишень для насмешек». Лунный волк отвел взгляд. «Это моя вина, брат. Я виноват, что отступился от них. Я выбрал легкий путь». Горо тряхнул головой. «Если бы это было так, тебя бы здесь не было. События последних дней меня кое-чему научили, и я понял, что для каждого рано или поздно наступает день испытания». Едва он произнес эти слова, как в памяти всплыл облик эуфратии Киилер. «То, что происходит в этот момент, и определяет, чего мы стоим, Круз. Мы не можем сдаваться, старина. Если мы отступим, будем прокляты». Круз сдержанно улыбнулся. «Как странно, что ты выбрал именно это слово. Термин относится скорее к религии и святому учению, чем к земным истинам, которым мы поклялись служить». «Вера не всегда связана с нижней уровне и посетить пустое водохранилище на 49-й палубе, чтобы поделиться своей точкой зрения с теми, кто там собирается». Гарон охмурил брови. «Я тебя не совсем понимаю. Я узнал, что на борту твоего корабля есть церковь, капитан», сказал Ягтон, «и число ее прихожан с каждым днем увеличивается». Мерсади коснулась его плеча, и Зиндерман поднял голову. Отложив электроперо и блокнот, он увидел, что за ее спиной стоят двое мужчин, два молодых офицера в форме инженерного отделения. Литописец нерешительно молчала, и тогда заговорил один из них. «Мы пришли повидать святою». Кирилл искоса бросил взгляд в дальний конец импровизированной часовни. Там он увидел Эуфратию, она разговаривала и улыбалась. «Конечно», ответил он, «только вам придется немного подождать». «Все в порядке», кивнул второй. «Мы не на дежурстве, не могли раньше посетить проповедь». Итератор слегка улыбнулся. «Вряд ли это можно так назвать, просто разговаривали несколько единомышленников». Он кивнул темнокожей женщине. «Мерсадди, почему бы тебе не усадить этих молодых джентльменов?» Он похлопал себя по карманам. «Думаю, я мог бы найти им трактаты». «У нас уже есть один», сказал мужчина, заговоривший первым. Он показал Зиндерману потрепанную брошюру с грубым шрифтом, явно отпечатанную на старом заржавленном станке. Буклет был не похож на те, что Зиндерман видел раньше на Духе Мщения. Значит, Божественное Откровение уже распространилось на Эйзенштейне задолго до его появления на борту. Олитон увела мужчин к скамьям, и Зиндерман проводил ее взглядом. Как и все они, Мерсаде лишь недавно стала понимать, что за путь ей предназначен. Итератор понимал, что она хранит верность своему призванию документалиста, но в сведениях, хранящихся в ячейках памяти ее аугментированного черепа, не было больше легенд о великом крестовом походе и подвигах Хоруса. Мерсаде постепенно превращалась в летописца их зарождающегося учения. Теперь она писала преимущественно о новой вере, фиксировала все факты и сплетала их в единое целое. Кирилл опустил взгляд на блокнот, где он сам пытался привести в порядок собственные мысли и впечатления. Мог ли он ожидать, что когда-нибудь станет частью всего этого? Рядом с ним возникла новая церковь, она набирала мощи, привлекала все новых последователей, и все это на фоне восстания Хоруса. Как странно распорядилась судьба, что Кирилл Зиндерман, главный итератор имперских истин, обрел совершенно новую роль. И проповедуя слова Кииллер, вливая их в уши людей, он нашел свое призвание. Рядом с ним всегда стояла Мерсаде, движением глаз запечатлевая каждый шаг Эуфратии. Не в первый раз он вспоминал цепь событий, приведших его в новую веру, и каждый раз не мог не гадать, как все сложилось бы, если бы он думал и говорил иначе. Кирилл не сомневался, что был бы давно мертв, застрелен вместе с основной массой элитописцев на борту корабля Хоруса. Только вмешательство друга Локина, Яктана Круза, помогло им сохранить жизнь. Отголоски ужаса от вирусной бомбардировки Иствана-3 снова и снова леденили кровь. Смерть была совсем рядом, но Эуфратия, казалось, не видела ее. Она знала, что выживет, и смогла направить их к фрегату, на котором они спаслись бегством. Когда-то Зиндерман отвергал любые идеи о проявлениях божественности и существовании так называемых святых. Эуфратия Кииллер своей спокойной убежденностью рассеяла его скептицизм и заставила сомневаться в чистоте непреложных истин, которым он служил всю свою жизнь. Все они сильно изменились после того дня на шепчущих вершинах, когда Ксавьеджубал превратился в нечто неподдающееся мысленной классификации Зиндермана. В демона? В конце концов, Кирилл не смог подобрать более подходящего определения. Свет логики померк для него, драгоценные имперские истины стали постепенно отдаляться. Потом снова нахлынул ужас, на этот раз грозящий уничтожением всем им. Но они жили, они остались в живых благодаря Эуфратии. Зиндерман собственными глазами видел, как она отвела мощный удар посланного варпом чудовище, не имея ничего, кроме маленькой серебряной аквилы и своей веры в императора человечества. Его желание все отрицать в тот день испарилось вместе с ненавистным монстром, и Итератор постиг истину, настоящую истину. Кириллер была инструментом воли императора. Другого объяснения не было. Император в своем величии, нет, в своей божественности даровал летописцу малую талику своего могущества. Да, все они изменились, но больше всего Эуфратия Кириллер. Дерзкая и безбашенная молодая женщина, чьи пикты запечатлевали творящуюся на их глазах историю, исчезла. Вместо нее появилось новое существо, женщина, отыскивающая и одновременно прокладывающая дорогу для всех них. Кирилл должен был бы ощутить страх. Он должен был ужаснуться, грозящей отовсюду смерти во время бегства от Хоруса. Но страх отступал при одном только взгляде на Кириллер. Он посмотрел, как Эуфратия разговаривает с двумя инженерами, как она кивает и улыбается, и в груди разлилась теплота. Вот что значит вера, и насколько чудесно это ощущение. Неудивительно, что верующие всех миров, чувствующие то же самое, оказывали такое отчаянное сопротивление великому крестовому походу. И теперь в божественном откровении Кирилл Зиндерман черпал новые силы. Его преданность и любовь к империуму ничуть не уменьшились. Теперь, если это было возможно, он ощущал еще большую преданность повелителю человечества, не только в сердце и мыслях, но всем своим телом и душой. И он был не одинок. Культ Терры, как его иногда называли, разрастался и креп. Брошюра в руках инженера, легкость, с которой Эуфратии удалось отыскать неиспользуемый резервуар, все это свидетельствовало о распространении божественного откровения на борту фрегата. А ведь это был небольшой, ничем не примечательный корабль, и возможно, он тоже был не одинок в громадной флотилии Хоруса. А может быть, где-то далеко, в других мирах, есть еще такие же корабли, несущие в себе веру по всему Империуму. Вера уже почти окончательно оформилась стараниями самих людей, и все, что было еще необходимо, это икона, которую бы несли впереди. Или живая святая. Эуфратия сотворила знамение Аквилы, и оба инженера ответили ей тем же. Растерянность и нервозность, еще совсем недавно заметные на их лицах, исчезли, и они выходили из помещения уверенными шагами, обретя решимость. Император защитит, произнес один из молодых инженеров, проходя мимо итератора и кивая в знак благодарности. Кирилл тоже кивнул ему вслед. Девочка укрепила их веру и успокоила страхи, как это было с десятками других людей. Ручеек мужчин и женщин, отыскавших дорогу к этой наскороустроенной часовне, сначала был незначительным, но теперь приходило гораздо больше людей, желавших послушать или поговорить, а больше всего просто побыть рядом с молодой женщиной. Зиндерман не уставал изумляться тому, как быстро распространяются слухи о Киилле. Кирилл! Он обернулся и увидел, что к нему спешит Мерсади, и на ее прекрасном лице безошибочно читается страх. «Кто-то идет!» Нескрываемый ужас, прозвучавший в словах Олитон, напомнил ему о тайных собраниях на борту духомщения и о людях, что по приказу воителя приходили с болтерами и дубинками, чтобы их разогнать. «Дозорный только что передал, что сюда идет один из них, один из космодесантников!» Зиндерман поднялся. Он уже и сам услышал тяжелые шаги бронированных сапог, раздававшиеся из-за технологической задвижки резервуара. Грохот быстро приближался. «Дозорный видел оружие? Космодесантник вооружен?» «А когда они ходили без оружия?» воскликнула Олитон. «Даже не будь у них мечей и ружей, разве нам с ними справиться?» Ответ Зиндермана заглушил стук отодвигаемой задвижки, а гул корпуса от сильного удара вытеснил все остальные звуки. Высокая фигура в светло-мраморных доспехах нагнулась, чтобы пройти в помещение, и на плечах блеснуло бронзовое изображение орла с одной головой. Итератор выступил вперед и, с трудом сдерживая страх, слегка поклонился гвардейцу смерти. «Добро пожаловать, капитан Гарро! Ты первый из космодесантников, посетивший это место!» Гарро сверху вниз посмотрел на хрупкого человечка. Итератор казался худым и изможденным, а хапка костей в потрепанной форменной одежде, но взгляд его оставался твердым, и голос не дрожал. «Зейндерман!» проронил Гарро. Он накинул взглядом внутренность резервуара. Большое цилиндрическое пространство, высотой в две корабельные палубы, по стенам на разных уровнях пересекали решетчатые переходы, и целая сеть труб и вентиляционных каналов выходила через потолок. Высокие металлические листы при заполнении емкости водой служили перегородками, но теперь, когда резервуар был пуст, они придавали помещению вид часовни, построенной из состарившейся гладкой стали. Грузовые поддоны, принесенные из вспомогательных отсеков, были расставлены рядами, словно скамьи в настоящей церкви, а из пустого топливного контейнера получилось нечто вроде алтаря. Это ты все здесь устроил? Я всего лишь итератор, ответил старик. Чем вы здесь занимаетесь? Резко спросил Гарро, ощущая, как в его душе разгорается гнев. Чего вы надеетесь добиться? А это я хотел спросить у тебя, Натанаэль. Летописец-фотограф, женщина, которую они называли святой, вышла под лучи биоламп. Киллер, сдержанно произнес Гарро, нам нужно с тобой поговорить. Она кивнула и жестом пригласила пройти. Конечно, поговорим. Ты не посмеешь причинить ей зло? Набросилась на него еще одна женщина, тоже летописец, которую Круз представил как Мерсади Олитон. В ее словах звучала не столько угроза, сколько отчаяние, и Гарро приподнял бровь, удивляясь ее безрассудной смелости. Киллер вновь заговорила, и ее голос прозвучал для каждого из собравшихся. Натанаэль пришел сюда, поскольку он ничем не отличается от любого из нас. Мы все пытаемся отыскать свой путь, и, возможно, я смогу ему помочь. После чего святая и солдат отыскали затененный уголок и уселись друг напротив друга, вдали от резких лучей искусственного света. У тебя есть вопросы? Начала разговор Эуфратия, наливая для себя и для него по чашке воды. Если смогу, я постараюсь на них ответить. Капитан поморщился, но принял в руки крошечный сосуд. Этот культ противоречит законам Империума. Тебе не следовало приносить с собой свою веру. Это для меня так же невозможно, как для тебя отказаться от верности своим братьям на тоннель. Горо заворчал и с угрюмым видом осушил чашку. Но многие могут сказать, что именно это я и сделал. Я сбежал с поля боя, и ради чего? Хорус и мой собственный примарх за такой поступок назовут меня дезертиром. Люди, которым я поклялся в верности, остались одни, и их судьба неизвестна, и даже в бегстве я потерпел неудачу. Я просила тебя спасти нас, и ты спас. Киилер ласково заглянула в его лицо. И ты снова нас спасешь. В тебе воплотилось название твоего легиона. Ты охраняешь нас от смерти. В этом нет никакой неудачи. Боевой капитан хотел опровергнуть слова женщины и назвать их инсинуацией, но неожиданно для себя ощутил, что благодарен ей за похвалу. Он постарался выбросить странные мысли из головы и достал из кармана бумаги калиба и бронзовую икону с намотанной на ней цепочкой. Что значит эти вещи, женщина? Император могущественнее всех ложных богов, и все-таки в вашей доктрине его называют богом. Как это может быть? Ты сам ответил на свой вопрос Натанаэль? Ответила Киилер. Ты сказал ложных богов, разве не так? Истина, настоящая имперская истина заключается в том, что император человечества не какое-то мнимое божество. Он настоящий. Если мы это принимаем, он нас защитит. Гарро презрительно фыркнул, но Эуфратия продолжала говорить. В прошлом священник потребовал бы от тебя веры, основанной только на словах, написанных в книге и больше ни на чем. Она прикоснулась к свернутым бумагам. А разве император так поступает? Ответь на мой вопрос, космодесантник. Разве ты не ощутил в себе его дух? Гарро было нелегко отвечать. Я ощутил или мне это только показалось. Я не уверен. Киллер наклонилась вперед и вся ее менторская поучительная манера испарилась. В глазах сверкнул сосредоточенный вызов, а не сердечность святой, которой он от нее ожидал. Я тебе не верю. Мне кажется, что ты уверен, но так убежден в обратном, что боишься это признать. Я космодесантник, буртнул Гарро. Я ничего не боюсь. Так было до сегодняшнего дня. Она не сводила с него пристального взгляда. Истина пугает тебя своим величием, поскольку признав ее, ты должен будешь полностью измениться. Киллер положила руку на его латную перчатку. Но ты не понимаешь, что уже изменился. Только разум все еще сдерживает порыв твоей души. Она вновь заглянула в глаза Гарро. Во что ты веришь? На этот раз он не сомневался в ответе. В своих братьев, императора, империум, но кое-что у меня уже отняли. Киллер постучала его по нагруднику. Но здесь все осталось. Она нерешительно помолчала. Я знаю, что у космодесантников два сердца, но ты меня понимаешь. То, что я видел, голос капитана смягчился. Это потрясло меня до самой глубины души. Младенец Ксенос, Псайкер, проник в мой разум и насмешливо предсказал будущее. Грульгар, уже погибший, вернулся к жизни под действием какой-то ужасной инфекции. И ты, ты видениях, пока я лежал в коме. Он покачал головой. Я дрейфую так же, как этот корабль. Ты сказала, что я уверен, но я не ощущаю уверенности. Я вижу перед собой только дорогу разрушения и туман сомнений. Женщина вздохнула. Я знаю, что ты чувствуешь, Натанаэль. Ты думаешь, я хотела всего этого? Она подергала свое одеяние. Я была фотографом и запечатлевала историю, которая вершилась на моих глазах. Мои пикты стали известны в тысячах миров. Ты думаешь, я хотела ощутить на себе руку Бога, мечтала стать проповедником? Нашу сущность определяет не только пройденный нами путь, но и то, как мы его преодолеваем. На губах Киилер мелькнула улыбка. Я завидую тебе, капитан Гаро. У тебя есть то, чего нет у меня. И что же это? Долг. Ты знаешь, что ты должен делать. Ты можешь обрести ясность видения, можешь определить миссию и бороться за ее выполнение. А я? Каждый последующий день моего служения отличен от предыдущего. Мне приходится каждый день бросать вызов и отыскивать верный путь. Все, в чем я уверена, это мое стремление, но я до сих пор не в состоянии определить его очертания. Тебе предстоит достигнуть цели. Нам обоим, поправила его киллер, и мы должны это сделать. Потом она вытянула руку и коснулась щеки горо. От прикосновения пальцев к огрубевшей, покрытой шрамами кожи, импульсы прошли по каждому его нерву. Когда ты освободил этот корабль от захватчиков варпа, кое-кто из членов команды мог поклясться, что нас спасло чудо. Они спрашивали меня, почему я не присоединилась к ним в молитвах императору о спасении корабля, но я ответила, что в этом нет необходимости. Я сказала, он уже спас нас, нам остается только ждать его воина, чтобы получить все необходимое. И я тоже, воскликнул Гарро, я тоже обличенная вплоть воля императора. Киллер снова улыбнулась и выражение ее лица оживило нахлынувшее чувство, испытанное во время исцеления. Дорогой Натанаэль, разве ты мог быть кем-то другим? Состояние, потребовал информации Круз, перехватывая взгляд Сендека на мгновение поднятый от контрольной панели. Гвардеец смерти, не скрывая усталости, кивнул лунному волку. Не изменилось, ответил он, оглядываясь на остальных офицеров капитанской рубки в надежде, что им есть что добавить. Гаррия уловил его вопрос и тихо покачал головой. Ввиду того, что корабль оказался в совершенно пустынном месте, большей части команды, включая Воут, был предоставлен временный отдых, и в рубке остались постоянно бодрствующие космодесантники, заменившие уставших членов экипажа. Автоматические устройства продолжают передавать сигналы в коротковолновом диапазоне, хотя по самым приблизительным подсчетам в ближайшие тысячелетия они не достигнут ничьих ушей. Старый воин нахмурил брови. У тебя есть более конструктивное предложение? Сэндок кивнул. В интересах будущих поколений я начал составлять карту этого сектора космоса. Если когда-нибудь в будущем этот корабль обнаружат, сведения могут им пригодиться. Круз тихонько присвистнул. В гвардии смерти все такие пессимисты. Мы же еще не превратились в трупы. Я предпочитаю смотреть на жизнь реалистично, ответил Сэндок. Оба космодесантника обернулись на шипение входных створок, пропустивших апотекария воена. Сэндок, до сих пор не простивший воену его участие в деятельности секретных лож, отвел глаза. При этом от него не укрылся любопытствующий взгляд, которым Круз отреагировал на проявление отчужденности между двумя боевыми братьями. А где боевой капитан? спросил воен. На нижних палубах, ответил лунный волк. Управление передано мне, так что можешь обращаться, сынок. визию корабельных ресурсов и съестных припасов. Если мы перейдем на ограниченные пайки, то у команды Эйзенштейна по моим подсчетам в запасе около пяти с половиной месяцев. Гаррия подошел ближе и выдвинул предложение. Нельзя ли часть команды временно освободить от работы и тем самым уменьшить расходы? Воен кивнул. Такая возможность есть, но это продлит наше существование еще на месяц от силы на два. Я также рассматривал возможность применения некоторых экстренных мер, как, например, отбраковка, но это не слишком влияет на общие результаты. Капитан корабля поморщился. Если ты говоришь о намеренном уничтожении людей, то такие меры неприемлемы на моем корабле. За семь месяцев пути при суп световой скорости мы недалеко отсюда уйдем, заметил Сэндек, оглядываясь на вновь открывшиеся створки. Хорус все равно нас опередит, и Терра ничего не успеет узнать о его предательстве. Широкими решительными шагами в центр рубки прошел Гарро. Мы этого не допустим. Не для того мы зашли так далеко, чтобы сидеть здесь и ждать смерти. Мы должны действовать. Он повернулся к Гарри. Капитан, отдайте приказ инженерным службам запустить варповые двигатели на полную мощность. Капитан, если только у святой, что распевает гимны внизу, не прорезался третий глаз, и она не обрела способность прокладывать путь в варпе, у нас нет шанса осуществить межзвездное перемещение. Голос военно зазвенел от напряжения. Сэр, у нас нет навигатора. Если мы войдем в варп, то затеряемся там навеки. У тех монстров, что нас атаковали, будет достаточно времени, чтобы разорвать всех нас в клочья. Гарри, сколько нужно времени для запуска двигателей? Офицер взглянул на контрольную панель. Несколько мгновений, господин. Он нерешительно помялся. Сэр, ваш апотекарий абсолютно прав. Я не вижу никаких причин разогревать двигатели. Гарри не стал отвечать на подразумевавшийся вопрос. Я хочу, чтобы субсветовые двигатели были готовы к запуску на полную боевую мощность по моему приказу. Отдайте приказ о полной готовности корабля и приготовьте к активации космические щиты. Зазвенел сигнал тревоги и воен нервным жестом обвел рубку. Двигатели и щиты на полную готовность? Это что, учение на тоннель? Способ заставить экипаж работать и отвлечь внимание людей? Или эта проповедница предупредила о готовящемся нападении? Следи за своими словами, предупредил его Гарро. Мое терпение имеет пределы. Двигатели ждут вашего приказа, доложил Гарри. Щиты готовы к активации. Так держать, приказал боевой капитан. Круз, стоя у противоположной стены рубки, задумчиво потер подбородок. Парень, может, ты изложишь нам причину такой бурной деятельности? Я понимаю не больше, чем твой костоправ. Гарри поднял голову от контрольного пульта. Варповые двигатели полностью заряжены, энергетические батареи заполнены до отказа, господин. Что мне теперь с ними делать? Открыть выходной туннель и включить расщепляющие механизмы на варповых моторах. По моему приказу, ты отключишь систему управления и выбросишь блок варповых двигателей. Потом поднимешь щиты и запустишь двигатели на псуб световую скорость. Круз невесело усмехнулся. Ты настолько же смел, насколько безумен. Выбросить варповые двигатели? Едва не задохнулся Сэндек. При всей набранной энергии они взорвутся словно сверхновая звезда. Гаро серьезно кивнул. Вард вспышка. Взрыв отзовется как в материуме, так и в реальном пространстве. Это послужит маяком для любого корабля на расстоянии сотен парсеков. Нет! На всю рубку закричал воен. Ради терры не надо! Это чрезмерный риск, капитан! Это смертельная опасность! Гаро окинул его суровым взглядом. Опомнись, Мерик! С тех пор, как мы пошли против воли воителя, каждый шаг грозил нам смертью, и все же мы еще живы. И теперь, когда этот полет нам так дорого стоил, я не могу отказаться от цели. Он протянул руку и коснулся плеча воена. Поверь мне, брат, мы переживем и это. Нет, повторил воен, и неуловимым движением, выхватив болт-пистолет, приставил его к лбу Гаро. Я не позволю тебе это сделать. Ты погубишь всех нас, и все наши жертвы будут напрасны. Его голос от страха стал глухим. Скажи, Гарри, отменить приказы, или я пристрелю тебя на месте. Сэндок и Круз схватили за оружие, но Гаро остановил их покриком. Не двигаться! Это дело касается только нас с Мериком, и мы разберемся сами. Он смотрел прямо в глаза апотекарию. Капитан Гарри, продолжил Гаро, ты выполнишь все мои приказы через 60 секунд. Начинай отсчет. Есть, сэр! За пинкой откликнулся офицер. Как и все остальные в капитанской рубке, он понимал опасность предпринятого Гаро Шага. Ветеран был прав. Подобные действия грозили фрегату полным уничтожением, если двигатели Эйзенштейна не успеют оттолкнуть корабль на безопасное расстояние от зоны взрыва Варблока. Воен взвел курок. Капитан, пожалуйста, не испытывай меня. Я выполню любой твой приказ, только не этот. Ты позволил пророчиться, затуманить твой разум. Черная дула болтера не дрогнула перед лицом Гарро. На таком расстоянии даже единственный выпущенный снаряд превратит его незащищенную голову в кровавые брызги. Мерик, если ты меня убьешь, ничего не изменится. Приказы будут исполнены, корабль спасут, и наше предупреждение будет доставлено императору. Я этого не увижу, но умру с уверенностью, что так и будет. У меня есть вера, брат. А что есть у тебя? «Тридцать секунд!» доложил Круз. «Расщепляющие механизмы включены, управляющая система заблокирована, в арб-двигателях зарегистрирована нарастающая перегрузка». «Ты сам меня к этому принуждаешь!» кричал воен. «Смерть, смерть, снова смерть! Братья идут против братьев! Откуда тебе знать, может мы заражены так же, как и Грульгар и его люди? Мы все станем такими, не станем! Я нисколько в этом не сомневаюсь!» «Откуда ты знаешь?» закричал космодесантник, качнув пистолет. Гарро осторожно поднял руку и взял у него оружие. «Инператор защитит!» только и сказал он. «Пуск!» скомандовал лунный волк. Глава тринадцатая Безмолвная стража Бесстрашные обнаружены Сотни разрывных болтов вокруг выхода нижнего кормового туннеля вспыхнули в безмолвии космоса и отбросили наружу толстые листы корабельной обшивки. По рельсам выкатились цилиндры блоков межзвездных двигателей и рухнули в бездну, обрывая искрящие электрические кабели и расплескивая фонтаны охлаждающей жидкости. Внутри сброшенных варп-двигателей крутились и бились со стены потрескивающие шары сконцентрированной энергией. Мощность, которая в обычных случаях направлялась на пробой врат в материюм не имела выхода и вращательные движения уплотняли и нагнетали носитель энергии, быстро подводя его состояние к критической точке. Эйзенштейн выбросил длинные реактивные струи и устремился вперед, подальше от только что сброшенного за борт груза. Под действием сил гравитации модули варп-двигателей сошлись ближе и между ними заметались ослепительные нити бело-голубых разрядов, вслепую ударивших по корме фрегата. Защитная оболочка вспыхнула, но выдержала натиск. Настоящее испытание должно было последовать через несколько секунд. Стержни двигателей начали плавиться и деформироваться. Концентрация энергии достигла такой степени, что началась самопроизвольная реакция, подпитываемая разницей состояний между варпом и обычным вакуумом реального космоса. Из деформированного соединения материи и энергии вырвались кольца неуправляемой радиации, видимой в любом спектре. Слишком скоро варп-двигатели прорвали грань между реальностью и материумом. Слишком быстрой и мощной оказалась освобожденная разрушительная волна. Реакция захватывала все большие области, и выброшенные части обшивки, оплавленные куски металла, пыль и отдельные молекулы водорода, даже само пространство послужили топливом для финального взрыва. Если бы существовал глаз, способный увидеть настолько аномальное явление, или прибор, регистрирующий процесс, происходящий за гранью реальности, наблюдатель мог бы заметить визжащее и бьющееся существо в самом центре ядра, но уже через мгновение последовала детонация. На границе двух измерений катастрофическое разрушение варп-двигателей породило сферу излучения, осветившую космос силой умирающего солнца. В эмпиреях явление вызвало неистовый виск, вспышку мертвенно-синего света, взрыв необузданной паники и миллион других вещей. В реальном мире за взрывом последовала потрескивающая разрядная волна, с убийственной мощью ударившая вслед убегающему Эйзенштейну, так, что он перевернулся кормой вперед. В глубине темноты эмпиреев рваный край взрывной волны затронул сверхъестественные чувства совершенного разума. В одно мгновение болезненное и грубое вмешательство спутало все мысленные образы. Оно вызвало вспышки безумия, коснувшиеся разума и нарушившие его сосредоточенность. Удар потряс и отшвырнул разум, и несколько бесконечно долгих секунд он следовал в потоке налетевшей волны. Затем вспышка погасла, воздействие уменьшилось и исчезло, оставив после себя лишь порожденное им эхо. Там, где только что бушевали бури и стоял туман, все прояснилось и успокоилось. Разум, вернувшись в первоначальное состояние, пронзил взглядом имматериум в поисках источника возмущения. Как вспышка молнии может осветить ночной ландшафт, так и взрывная волна сделала видимыми просторы варпа, придала им определенность, чего не могли добиться никакие иные методы исследования. Внезапно проявились и стали заметными все скрытые ранее тропы. Неожиданно открылся путь, и на неимоверно большом расстоянии можно было различить еще тлеющий эпицентр взрыва. Разум с величайшей осторожностью стал рассчитывать маршрут, чтобы добраться туда, и в каждой его мысли искрилось любопытство. Гаро отложил электропюро и пробежал взглядом текст, изложенный на блестящей и гладкой поверхности электронного планшета. Затем он глубоко вздохнул, выбросив в холодный разреженный воздух обсерватории облачко белого пара. В помещении все было покрыто тонким налетом инея, стальную поверхность опор и обширные обзорные иллюминаторы украшали белые морозные мазки. Во время взрыва варповых двигателей многие системы, уже изрядно изношенные длительным бегством от Иствана, отказали совсем, и теперь условия жизни не поддерживались сразу на нескольких палубах Эйзенштейна. Гаррия запер надстроенную капитанскую рубку и перевел командный состав ко второму пульту управления, оставив верхнюю палубу на волю тьмы и холода. Фрегат медленно, шаг за шагом, превращался в замерзающую гробницу. Капитан! Под свет далеких звезд, пробивавшийся сквозь замерзшее бронированное стекло, вышел Яктан Круз. Ты меня звал? Гарро показал ему планшет. Я хотел бы, чтобы ты это засвидетельствовал. Натанээль снял латную перчатку и прижал надетую на левый указательный палец командирскую печатку к сенсорному устройству на корпусе планшета. Прибор пискнул, узнавая уникальный рисунок кольца и гинокод его владельца. Гарро протянул планшет лунному волку и старый воин немного помедлил, читая то, что там написано. Хроники? Мне кажется, точнее это можно было бы назвать завещанием, выражением последней воли. Я описал здесь все заметные события, предшествующие нашему бегству из флотилии и все, что случилось после. Необходимо оставить нашим собратьям подробные свидетельства, даже если мы не доживем до того момента, когда сможем передать все лично. Круз фыркнул, но повторил все манипуляции Гарро и подтвердил записи в планшете прикосновением своей печатки. Готовишься к худшему. Сначала этот парень, Сэндек, теперь ты гвардеец смерти, строгий и непреклонный, не так ли? Гарро забрал у него планшет и спрятал в бронированный сейф. Я только хочу исключить все случайности. Этот ящик переживет любой взрыв и вакуум, даже уничтожение всего корабля. А как же твои слова в капитанской рубке? Твое заявление, адресованное Апотекарию? Или все это было игрой, капитан? Ты говорил, что мы выживем, а сам тем временем готовился совершенно к другому исходу. Я не лгал, если ты на это намекаешь, вспыхнул Гарро. Да, я верю, что мы увидим Терру, но от такой предосторожности никому не будет вреда. Таков обычай гвардии смерти. И все же ты предпочитаешь заниматься этим вдали от своих людей и доверился только лунному волку. Наверное, для того, чтобы не подрывать веру, посеянную тобой же в душах твоих воинов? Гарро отвел взгляд. Возраст ничуть не притупил твою проницательность, Яктон. Ты прав. Я все понимаю. В такие времена человеку не остается ничего, кроме надежды. До... до Истваана мы могли искать поддержку у своих легионов, у своих примархов. Сейчас каждый утешается, чем может. Вера в императора по-прежнему остается неизменной, сказал Гарро, отворачиваясь от звезд. В этом у меня нет никаких сомнений. Крус кивнул. Да, наверное, ты прав. Ты сделал из нас верующих на тоннель. Кроме того, эти хроники бесполезны. Как это? История рассказана лишь наполовину. Иссеченное шрамами лицо Гарро осветилось улыбкой. Верно. Интересно, чем все это закончится? Он прошелся по залу, хрустя тонкими пластинками льда. А твоя святая ничего тебе не говорила? Спросил Крус с легким оттенком осуждения в голосе. Она не моя святая, отрезал Гарро. Киллер, у нее бывают видения. Это возможно. Что ж, большая часть команды согласна с ней. Все больше и больше людей посещают ее проповеди на нижней палубе. Я думаю, итератор Зиндерман не зря перенес их импровизированную церковь в более просторное помещение, неподалеку от оружейных залов. Туда легче добираться. Гарро обдумал его слова. «Это ближе к внутренним помещениям. Там теплее и безопаснее». «Капитан, там были замечены и космодесантники. Похоже, что твои отношения с этой женщиной придают законность ее деятельности». Гарро посмотрел ему в глаза. «Ты этого не одобряешь. Идолопоклонничество не в обычаях Империума. Ягтон, я не вижу идолов. Я вижу лишь людей, которые посвятили свою жизнь службе Императору, как ты или я. цели», вздохнул лунный волк. «Вот чем все определяется, разве не так? В прошлом нам никогда не приходилось задаваться подобными вопросами. Перед нами всегда ставили определенную цель, исходящую от Императора, через Примарха, к каждому космодесантнику. Теперь обстоятельства требуют от нас определяться самим. И мы раскололись. Хорус нашел свою цель в колдовстве, а мы, мы ищем ее в божественности». Он невесело рассмеялся. «Вот уж не думал, что доживу до этого. Если твоя нажитая с годами мудрость поможет отыскать другой путь, скажи мне об этом», твердо произнес Гарро. «Мне пока помогает только этот способ». Круз склонил голову. «Я бы не осмелился, боевой капитан. Я поклялся тебе в верности и впредь буду следовать твоим приказам. Даже если ты с ними не согласен, я видел неодобрение в твоих глазах тогда, на мостике. Ты позволил апотекарию уйти безнаказанным после всего, что он натворил». Круз покачал офицера, и оно заслуживает взыскания. Гарро, он в гневе поднял на тебя оружие. «В страхе», поправил его Гарро. «Он на мгновение позволил эмоциям овладеть разумом. Он сам наказан своим поступком. Я не могу подвергать его еще одному наказанию». «Твои воины вряд ли с тобой согласятся», настаивал пожилой космодесантник. «Сейчас они видят в твоем поведении проявления снисходительности, но кое-кто может посчитать это слабостью». Гарро отвернулся. «Пусть считают. Брат воен, лучший апотекарь из всех, кто у нас есть. Он мне нужен. Он нужен Дёциусу». «А-а-а-а-а», кивнул лунный волк, «теперь мне все ясно. Ты хочешь, чтобы парень выжил?» «Я больше не хочу терять своих братьев из-за этого безумия!» запальчиво воскликнул Гарро. «Остальная часть моего региона может погибнуть из-за предательства, но только не эти люди, не мои!» Дыхание вырывалось из его рта плотными облачками. — Попомни мои слова, Яктон Круз. Я не допущу, чтобы Гвардия Смерти стала жертвой предательства и распада. Старый воин посмотрел на свои силовые доспехи, до сих пор несущие на себе цвета сынов Хоруса, и в его словах прозвучала неподдельная горечь. — Удачи тебе в этом, брат! — тихо произнес он. — Что до меня, боюсь, этот момент уже наступил. — Поток энергии, направляемый в лазарет из других частей корабля, свидетельствовал о том, что изолятор продолжает функционировать. Гаро знал, что военно стоял на перемещении почти всех раненых, кроме самых тяжелых больных, вглубь корабля, ближе к центру, где было более безопасно. Боевой капитан, проходя через палаты, не заметил присутствия апотекария и ощутил некоторое облегчение. Несмотря на сказанные Крузу слова, поведение военно на капитанском мостике все еще отзывалось болью в его душе, и пока он не испытывал желания снова встретиться с ним. Апотекарию было бы лучше некоторое время держаться на расстоянии. Гаро прошел мимо раненого офицера, который дышал только при помощи механического устройства, и остановился у стеклянной стены изолятора. Соблюдая предосторожность, он надел шлем. На нем еще были видны следы ремонта, и кое-где требовалась покраска, и пристегнул его к шейному кольцу лад. Затем, тщательно проверив все соединения и узлы, он закрыл все замки боевых доспехов, чтобы предотвратить любую возможность проникновения внутрь опасной инфекции. Наконец, Гаро прошел через герметичный шлюз и попал в изолированное помещение. За Дёциусом осторожно и неторопливо ухаживал медицинский сервитор. Капитан тотчас заметил, что органические участки машины-слуги уже стали серыми от таинственной болезни. Согласно рапортам воена, от смертельного яда, попавшего в рану молодого космодесантника Снажа Грульгера, два сервитора уже погибли. Дёциус давно бы умер, если бы не усиленная природа организма-космодесантника. Гаро в наглухо застегнутых боевых доспехах был недосягаем для инфекции, а строгая система очистки на выходе из палаты-изолятора не даст микробам выйти за ним следом. Конечно, возможность заразиться наверняка оставалась, но он решил рискнуть. Он должен был взглянуть парню в глаза. Солун Дёциус, освобожденный от своих силовых доспехов, лежал на специальном ложе, опутанной целой сетью проводов металлических датчиков и автоматических игол Нортесуума. Вокруг раны, нанесенной отравленным ножом Грульгера, образовались гнойные язвы, а сама плоть приобрела синевато-багровый оттенок и была на грани полного отмирания. Рана никак не хотела закрываться, и сочилась кровавогнойной жидкостью, стекавшей в сосуд под кроватью. Там, где медики вводили питательные трубки и механоруки для доступа непосредственно к нервной системе, на теле Дёциуса недоставало нескольких кусочков кожи. Целый лес тонких стальных игол образовывал над его торсом подобие темного панциря. С губ молодого космодесантника стекала струйка белой слюны, а через ноздри гибкие трубки механического насоса ритмично вдували воздух. От Дёциуса осталось лишь жалкое подобие воина. Общий его вид напоминал труп недельной давности, и если бы Гаро увидел его на поле боя, он без колебаний отправил бы Солуна гореть на погребальном костре. Рука Гаро на мгновение прикоснулась к офесу вольнолюбца, а в памяти всплыли слова воена. «Ты должен подумать о том, чтобы даровать ему освобождение». «Тогда мои слова, сказанные Крузу, станут ложью», — произнес он вслух. «Нам остается только бороться. Только усилия определяют нашу сущность, брат». «Брат...» Голос был настолько тихим, что поначалу Гаро принял его за плод своего воображения. Но, опустив взгляд, заметил, что веки Дёциуса дрогнули, и глаза чуть-чуть приоткрылись. «Солун, ты слышишь меня, мальчик?» «Я слышу тебя». Слова едва пробивались через накопившуюся в носоглотке слизь. «Я слышу это, капитан. Оно внутри стучит в моей крови». Меч Гаро внезапно стал в десятеро тяжелее. «Солун, чего ты хочешь?» Дёциус моргнул, и даже это незначительное движение исказило его лицо болью. «Ответов, господина...» Он хватал ртом воздух. «Зачем ты нас спасал?» Гаро от неожиданности отпрянул. «Это мой долг», — выпалил он. «Ведь вы мои боевые братья. Я не мог позволить вам погибнуть». «Разве это лучший путь?» Прошептал раненый воин. «Бесконечная война между братьями. Мы видели их, капитан. Если таково будущее, может, лучше ты бы предпочел объятие смерти?» Гаро покачал головой. «Брат, я знаю, что боль твоя велика, но ты не должен ей поддаваться. Мы не можем признать свое поражение». Он положил руку на грудь Дёциусу. «Только в смерти мы освобождаемся от своих обязанностей перед Императором. И только Император может даровать нам освобождение». «Император...» Слово прошелестело далеким эхом. «Покинуты. Мы покинуты, мой господин. Потеряны и забыты. Это существо, бывшее Грульгаром, сказало правду. Мы остались одни». «Я не могу этого признать!» Голос Гаро сорвался на крик. «Мы обретем спасение, брат. Обязательно обретем. Ты должен верить». Дёциус закашлялся, и в отводящих трубках забулькала красно-зеленая жидкость, стекавшая в отдельный сосуд. «У меня остались только боль и чувство утраты». Налитые кровью глаза, отыскали лицо Гаро и замерли. «Капитан, мы потерялись. Мы не знаем, где мы находимся и в каком времени. Варп поиграл с нами и выбросил в эту бездну». «Нас найдут», — возразил Гаро, но его словам недоставало уверенности. «Кто, господин? А вдруг... Вдруг мы провели в империях не часы... Ах, тысячелетия. В предупреждении уже нет никакого смысла...» Он снова кашлянул, напрягся всем телом. «Мы можем опоздать на несколько тысячелетий. Галактика сгорит и обратится в хаос». Разговор лишил космодесантника последних сил, и он неподвижно замер на своем ложе. Сервитор, шаркая, устремился к больному, растопырив веером скальпери и шприцы, заменявшие ему пальцы. Гаро увидел, как дрогнули и опустились веки Диоциуса. Сознание снова покинуло измученного воина. Окинув его долгим печальным взглядом, боевой капитан вернулся в шлюст стерилизации и начал сложную процедуру очистки доспехов, чтобы не вынести заразу наружу. За наружными дверями изолятора Гаро увидел спешившего к нему навстречу Сэндека. Лицо космодесантника выражало крайнее беспокойство. «Капитан, я не смог с тобой связаться и решил, что-то случилось!» Гаро ткнул пальцем в толстые стены палаты. «Защитная пуля не пропускает никаких электромагнитных сигналов. Вокс-связь внутри не действует». Он нахмурился, услышав тревогу в голосе Сэндека. «Что произошло, если потребовалось мое срочное присутствие?» «Сэр, решетки датчиков Эйзенштейна сильно пострадали во время варп-прыжков и обстрела Тиффона, так что мы получаем только отрывочные сведения». «Выкладывай!» — оборвал его Гаро. Сэндек набрал в грудь воздуха. «Появились корабли, капитан. Мы засекли множественные варповые врата менее чем в четырех световых минутах отсюда. Похоже, что суда движутся нам наперерез». Он должен был ощутить радость. Можно было надеяться на спасение, но вместо этого дурное настроение Гаро нарисовало ему картины грозящих ужасов, предвещавших дальнейшее несчастье. «Как много судов! Какого они класса и тоннажа!» «Датчики дают лишь приблизительные результаты, но это целая флотилия, сэр! Большая флотилия!» «Хорус!» — выдохнул Гаро. «Неужели он преследует нас?» «Неизвестно. Внешний ВОХС-передатчик фрегата бездействует, так что мы не в состоянии определить ни одного опознавательного сигнала». Сэндек немного помедлил. «Это может быть кто угодно. Возможно, союзники, возможно, корабли, спешащие присоединиться к мятежу Хоруса или даже к Сеносы. А мы встречаем их слепыми и почти безоружными». Гаро помолчал, обдумывая ситуацию. «Если у нас нет возможности взглянуть в лицо прибывшим, значит, надо заставить их открыться. Вероятно, их привлек взрыв. Любой командир, достойный своего ранга, вышлет на разведку десантный отряд. Мы примем его и будем действовать, исходя из обстоятельств». «Они настолько близко, что у нас почти не осталось времени на подготовку», — заметил Сэндек. «Согласен», — кивнул Гаро. «Слушай мои приказы. Раздай оружие всем членам команды, кто умеет им пользоваться, и собери их во внутренних помещениях. Сооруди для них хоть какую-то защиту. У всех входных шлюзов расположи космодесантников, готовых дать отпор пришельцам. Но никто не должен проявлять и тени враждебности до моего приказа». «Оружейная палуба лучше всего подойдет для этой цели», — предложил Сэндек. «Она хорошо защищена, и многие члены экипажа уже собрались там с этой женщиной». Губы Гаро изогнулись в улыбке. «Убежище в новой церкви. Звучит подходяще». Он вынул из кабуры болтер. «Тогда поспеши. Мы должны наилучшим образом подготовиться к встрече наших спасителей или наших убийц». Корабли собрались вокруг фрегата, словно стая волков вокруг раненого животного, оценивая его состояние и возможную опасность. Приемные тарелки сенсоров и прослушивающее устройство — все было направлено в сторону дрейфующего космического корабля, и ученые головы попытались восстановить цепь событий, приведших судно к такому состоянию. Нависшие над имперским фрегатом корабли повернули в его сторону дуло заряженных орудий, а артиллерийские расчеты подсчитывали траекторию стрельбы и готовились уничтожить незнакомца по первому же знаку командования. Даже одного залпа и то неполной мощности хватило бы, чтобы покончить с Эйзенштейном. Достаточно было одного слова приказа, одного нажатия кнопки, одного спущенного курка. Флотилия медленно перемещалась. Некоторые настаивали на немедленном уничтожении изгоя на том основании, что произведенный им взрыв, скорее всего, был хитрой уловкой. Даже такой небольшой корабль, как обычный фрегат, грамотно заминированный и направленный, мог стать летающей бомбой, способной вывести из строя боевой крейсер. Другие были склонны уступить любопытству. Как управляемое людьми судно могло добраться сюда, так далеко от окраин разведанного космического пространства? Какие причины заставили его экипаж отказаться от двигателей, дававших единственную надежду на спасение? И что за враги разукрасили его корпус вмятинами и трещинами? В конце концов, военные корабли расступились, представив возможность разобраться с Эйзенштейном самому большому судну флотилии. Если по сравнению с боевыми кораблями фрегат представлялся лисицей в стае волков, то перед этим судном он казался насекомым у подножия колосса. Этот гигант своей массой мог поспорить с некоторыми из спутников. Он представлял собой сжатый кулак, высеченный из астероидной глыбы, никелево-железный монстр, поверхность которого была усеяна кратерами и утыкана массивными башнями. На большом расстоянии очертания корабля напоминали голову булавы, украшенную блестками золота и черного железа. Вблизи вырисовывался силуэт целого города с башнями и огромными комплексами, где в тысячах иллюминаторов горели огни или таились гнезда орудий, способных снести с лица планеты целые континенты. По окружности колосса располагались защищенные клыками доки, где стояли корабли размерами с фрегат. По мере приближения неимоверная масса колосса начала притягивать Эйзенштейна, постепенно изменяя его курс. Автономные радиоуправляемые орудия торчали из множества конических выступов, опоясывавших громадный корабль. Все они одновременно направили на сильно пострадавший корпус фрегата мощные прожектора и пришпилили Эйзенштейн к черной завесе космоса, ослепляя белыми лучами. Название, все еще хорошо различимое на изумрудном изгибе носовой части, ярко засияло отраженным светом. Внутри горстка душ ожидала решения своей судьбы. Хакур вышел из коридора с заряженным и взведенным болтером, висевшим на широком плечевом ремне. «Почти вся наружная палуба пусты, капитан», — доложил он Гарро. Волт перенаправила воздушный поток в резервное хранилище и в центр корабля. «Необходимые для жизни условия поддерживаются меньше, чем в третьем помещении корабля, но недостатка в воздухе для дыхания быть не должно». «Хорошо», — принял капитан рапорт сержанта. «Люди с прогулочной палубы выведены?» Ветеран кивнул. «Да, господин. Я позволил им оставаться там так долго, как шел возможным, но теперь все переведены внутрь. Я приказал им вести наблюдение через иллюминаторы. Это лучше, чем кричать и причитать, и я подумал, что глаза не хуже, чем отсутствие всякого наблюдения». «Хорошо придумано. И что они увидели?» Хакур нерешительно помялся, как поступал всегда, когда не имел определенного ответа на вопрос командира. Гаро давно это заметил. Андуз Хакур гордился собой, когда предоставлял точные сведения своим боевым братьям и огорчался, имея в запасе лишь половинчатые факты. «Сэр, там очень много кораблей, и, похоже, они принадлежат имперскому флоту». Натанеэль поморщился. «После иства она. Такая информация меня скорее беспокоит, чем радует. Что еще?» Флотилия собрана вокруг огромного сооружения размером со звездный форт или даже больше. Брат, который первым его заметил, сказал, что никогда не видел ничего подобного. Он сравнил ее с чудовищами орков, но этот колосс имеет не такие грубые формы. В памяти Гаро что-то шевельнулось, какое-то полузабытое определение, похожее на приведенное сравнение. «А что с Воксом?» Хакур покачал головой. «По твоему приказу мы поддерживаем тишину на всех каналах связи. Если те, кто находится снаружи, пользуются близкими частотными каналами, они предпочитают этого не показывать». «Продолжай», — кивнул в ответ Гаро. «Нам остается только ждать». Отпустив сержанта, боевой капитан прошел в огромное помещение оружейного зала. По всей длине помещения были спешно удалены все перегородки, чтобы собравшимся там защитникам было легче определить возможные цели. И Гаро со своего места от входа увидел море людских фигур, освещенных неярким светом биоламп. Многие из них были вооружены, и на всех лицах читалось отчаяние. Соблюдая осторожность, Гаро вошел в зал и прошел между рядами людей, встречаясь взглядом с каждым матросом, как он делал это со своими братьями-космодесантниками. Кто-то из людей дрожжал от страха, пока он проходил мимо, а другие, отвечая кивком, становились как будто выше. За все время своей службы Гаро всегда считал армию людей такими же воинами, как и космодесантники, но никогда не ощущал такого единения с ними, как в этот момент. Сегодня они объединены одной миссией, думал он. Сегодня нет барьеров между людьми и воинами легионов. Он подошел к капитану Гаррия и заметил в руке смуглого мужчины тяжелый плазменный пистолет. «Господин капитан», приветствовал его Гаррия, сдавленным из-за незаживших шрамов, полученных во время бегства, голосом. «Уважаемый мастер», ответил ему Гаро, «я должен перед вами извиниться». «Вот как?» Гаро обвел рукой помещение. «Ты предоставил мне такой превосходный корабль, и вот во что я его превратил». «Можете не продолжать, мой господин», рассмеялся Гаррия. «Я прослужил под командованием ваших собратьев несколько десятилетий Великого Крестового Похода и до сих пор не научился вас понимать. Иногда вы так высокомерны с людьми вроде меня, а иногда...» Он нерешительно замолк. «Продолжайте», сказал Гаро. «Высказывайте свои мысли, Барик. Я думаю, все пережитое дает нам право на откровенность». Капитан корабля похлопал его по налокотнику. «Иной раз вы похожи на несдержанных ревнивых детей, которые жаждут найти свое место, ищут братских отношений, но в то же время испытывают друг другу ревность. Как и все люди, вы стремитесь выйти из тени своих отцов и вызвать у них гордость». «Иногда я задаю себе вопрос, что произойдет с бравыми благородными парнями, если больше не будет воин?» Гаро ничего не ответил, и Гарья помрачнел. «Извините, капитан, я не хотел вас оскорбить». «Вы не оскорбили», ответил Гаро. «Ваши проницательные наблюдения кажутся несколько вызывающими, но и только». На мгновение он задумался. «А что касается вашего вопроса, я не могу на него ответить. Если не будет воин, какой толк от оружия?» Он показал на пистолет Гаррии, потом на себя. «Возможно, мы затеем новые воины или выступим друг против друга». «Как сделал Хорус?» У Гаро похолодело на сердце. «Возможно». Мысль легла на его душу тяжелым грузом, и он отвернулся, стараясь ее изгнать. Затем Гаро увидел, что Сэндек и Хакур пристально смотрят на экран Ауспекса. С помощью ВОУТ они сумели подсоединить устройство к одному из внешних датчиков Эйзенштейна. «Капитан, есть данные!» Гаро выбросил слова Гаррии из головы и вновь сосредоточился на боевой ситуации. «Докладывай!» «Нарастание энергии!» сказал Хакур. «Сначала я решил, что производится глубокое сканирование корпуса, но это что-то другое». На экране Ауспекса появилась какая-то сложная фигура. «Сканирование?» Гаро взглянул на Сэндека. «Разве можно обнаружить нас здесь, через все слои стали и железа?» «Это возможно», ответил космодесантник. «Если на корабле достаточно мощные источники энергии, лучи могут пробиться сквозь любые экраны». «На корабле, похожем на космопорт», добавил Хакур. Догадка окатила Гаро ледяной волной, и он выхватил сканер из рук Сэндека. «Изображение!» Он понял, что оно означает. «К оружию!» закричал Гаро, и его голос эхом прокатился по всему залу. «К оружию!» «Они идут!» Забыв об ауспексе, Сэндек и Хакур направили стволы в противоположный конец зала. Команда Гаро вызвала в зале панику. Он увидел, как капитан Гаррия отрывистыми приказами заставил людей опомниться и взять в руки оружие. «Сэр, что это?» «Сэндек», спросил Сэндек. «Смотри туда!» Гаро показал в центр зала, где оставалось пустое пространство, за которым Хакур соорудил ступенчатую баррикаду. Послышался низкий гул, словно где-то в глубине заработал электромотор, и статические разряды стали пощипывать кожу боевого капитана. По залу заплясали изумрудно-зеленые лучи, на мгновение напомнив странных чудовищ варпа, наводнивших корабль в глубине эмпереев, но на этот раз причина оказалась другой. Гаро уже знал, что последует дальше. «Никому не открывать огонь до моего приказа!» крикнул он. И вот они и появились. С оглушительным ревом расщепленных молекул воздуха, в ослепительных вспышках зеленых молний, сверкавших прямо посреди зала и отбрасывающих на стены и потолок резкие тени. Гаро поднял руку и прикрыл глаза, чтобы не получить временную слепоту. Но вот шум и вспышки утихли, прозвучал хлопок смещенной атмосферы, и процесс телепортации завершился. Посреди пустого участка палубы, где прежде валялись только обломки демонтированного оборудования, возникла группа массивных фигур в бронированных доспехах, вставших правильным кругом. Восемь космодесантников стояли плечом к плечу, сверкали в свете ламп своими боевыми латами и держали на готове болтеры, охватывая прицелами весь зал. Один из них заговорил отчетливым и громким голосом офицера, привыкшего к беспрекословному повиновению. — Кто здесь командует? Городер жаболтер на бедре, а палец на спусковом крючке шагнул вперед. — Я! Теперь он рассмотрел говорившего воина с непокрытой головой. Он заметил суровое, неулыбчивое лицо, а позади... Кто же стоял за его спиной? — Ты должен подойти и назвать себя! Возникшее в его телескованность мгновенно исчезло. Высокомерный тон вызвал в душе горо бурю протеста. Он усмехнулся в ответ и отрезал. — Нет! Это мой корабль, и вы высадились, не имея на то моего разрешения! Внезапно все напряжение и гнев, которые он сдерживал последние несколько дней, вырвались наружу, и все свои чувства до последней капли капитан вложил в негодующий ответ. — Ты должен подойти и ты должен представиться и ответить на мои вопросы! В наступившей тишине он уловил отрывистое бормотание и дуло всех болтеров прибывших воинов медленно опустились к полу. Говорившись, горо поклонился и отступил в сторону, давая возможность выйти вперед другому человеку, тому, кто до сих пор оставался в центре группы. В лучах ламп появился величественный силуэт в золотисто-желтых доспехах, и у горо перехватило дыхание. Даже при слабом свете высоких ламп появление новой фигуры осветило зал. Жесткий, бескомпромиссный взгляд с обрамленного копной белоснежных волос хмурого лица прожег встречавших. Лицо казалось таким же твердым и неподатливым, как гигантские пластины золоченой брони, придававшие человеку сходство со статуей. Впрочем, не человеку. «Примарх!» сорвался шепот с губ Хакура. Все слова мгновенно вылетели из головы горо. Он обнаружил, что не может оторвать взгляд от доспехов военачальника. Как и у горо, его латы были украшены орлами на груди и плечах. Поверх одного наплечника сиял диск из белого золота, на котором из пластин черно-синего сапфира было выложено изображение угрожающе сжатого кулака. Наконец, алмазно-твердые глаза отыскали горо и остановились на его лице. «Прости наше вторжение, собрат!» произнес полубог сильным и твердым, но не раздраженным голосом. «Я ругалдорн, командир седьмого легиона космодесантников, сын императора и примарх имперских кулаков». Горо вновь обрел способность говорить. «Я Горо, господин, боевой капитан гвардии смерти на тоннель Горо, командир космического фрегата Эйзенштейн». Дорн сдержанно кивнул. «Прошу позволения взойти на борт, капитан. Возможно, я смогу оказать тебе помощь». Часть третья Несломленные Глава четырнадцатая Ярость Дорна, божественность Ктерри По приказу примарха люди на артиллерийской позиции встали по стойке смирно. Затем, склонив головы, они сотворили знамение Аквиллы, приложив руки к груди, а командир носовой батареи космической крепости вышел на позицию стрельбы. Помедлив несколько мгновений, он передвинул массивный рычаг. Четыре высокоэффективные торпеды класса «Корабль-корабль» отжили в выходных каналах. Реактивные двигатели выбросили огненные струи и вытолкнули их на короткую дистанцию, разделяющую крепость и фрегат. Каждая из торпед была снабжена компактной, но мощной ядерной боеголовкой. Для выполнения задачи хватило бы и одного снаряда, но после перечисления всех ужасов, что творились на палубах Эйзенштейна, было решено произвести полное уничтожение. Корабль выполнил свой долг, а его служба заканчивалась только в момент гибели. Фаланга неподвижно замерла, наблюдая за последними секундами жизни корабля. Массивное сооружение, родовое обиталище региона имперских кулаков, он был скорее планетоидом, чем космическим кораблем. Этот колосс молчаливым свидетелем провожал младшего собрата в последний путь. Торпеды ударили в нос, корму и через равные промежутки по длине сильно поврежденного корпуса. Детонаторы были запрограммированы безукоризненно, и все четыре боеголовки одновременно выбросили беззвучные вспышки света и радиации. Отблеск взрывов осветил собравшиеся вокруг корабли флотилии Астартес, и через иллюминаторы проник белыми колоннами в самую высокую башню фаланги, где находились личные покои Рогала Дорна. Гарро отвернулся от ослепительного света и тутчас ощутил странное сожаление, словно подвел корабль, отказавшись наблюдать за последними моментами его службы империуму. Дорн, стоявший неподалеку у самого высокого окна, не шелохнулся. Ядерная вспышка залила фигуру примарха ослепительным светом, но он даже не вздрогнул. Когда убийственный свет померк, командир имперских кулаков медленно кивнул. «Все кончено», услышал Гарро за своей спиной слова Яктона Круза. «Если там и оставалась какая зараза колдовства Варпа, теперь она превратилась в пепел». После того, как его доспехи были перекрашены в былые цвета лунных волков, пожилой воин как будто стал немного выше. Дорн отреагировал на перемену поднятием брови, но ничего не сказал. Гарро беспокоился о стоявшем рядом Гарри. Лицо капитана корабля оказалось изможденным и болезненным, и космодесантник испытывал к этому человеку искреннее сочувствие. Такие капитаны, как Гарри, были неотъемлемой частью своих кораблей, как сталь опорных балок, и трагический конец судна тяжело подействовал на офицера. Он до сих пор сжимал в пальцах бронзовую табличку, которую Гарро видел привинченной у основания командирского пульта Эйзенштейна. «Корабль достойно закончил свои дни», сказал гвардеец смерти. «Мы обязаны ему своими жизнями и даже больше». Гарри взглянул в его лицо. «Господин капитан, теперь я понимаю, что вы должны были чувствовать на Истване три, утратить свою семью, свою цель». Гарро качнул головой. «Барик, железо и сталь, плоть и кровь, все это недолговечно. Наша цель важнее всего, и ее невозможно утратить». Капитан корабля кивнул. «Спасибо за эти слова, капитан Натанель». Он посмотрел на примарха и согнулся в низком поклоне. «Могу ли я уйти?» Адъютант Дорна, тот самый капитан из десантной группы, ответил на его просьбу. «Вы свободны». Гарри поклонился космодесантникам и покинул просторный овальный зал. Гарро проводил его взглядом. «Что с ним теперь будет?» спросил Круз. «Для тех, кто выжил, будут подобраны новые места службы», ответил капитан имперских кулаков. Этого сильного коренастого человека с темно-пепельными волосами звали Сигизмундом, а его благородное лицо повторяло строгие черты верховного командующего легиона. «У имперских кулаков огромная флотилия, и способные специалисты всегда пригодятся. Возможно, этот человек станет неплохим инструктором». Гару нахмурился. «Такому офицеру, как Гаррия, необходимо управлять кораблем. Все остальное будет пустой тратой сил. Если бы ему можно было подобрать фрегат...» «Твои рекомендации будут учтены, боевой капитан», отдаленным раскатом грома пророкотал Дорн. «Я нечасто лично даю объяснение своим подчиненным офицерам, но поскольку ты служишь в легионе моего брата, а ваши порядки отличаются от обычаев моих сынов, я сделаю исключение». Он повернулся и окинул гвардейца смерти изучающим взглядом, так что Гарро пришлось приложить все усилия, чтобы не отпрянуть. «Мы не привыкли тратить время на поврежденные корабли, которые не в состоянии угнаться за фалангой. Только во время этого путешествия из-за штормов в Варпе я лишился уже трех «К Терри!» выдохнул Гарро. «Верно. Мой отец предложил мне вернуться вслед за ним на Терру, чтобы взять в свои руки сооружение укреплений вокруг его дворца и присмотреть за формированием претерианской гвардии. Но последствия Уланора и все, что происходило позже, нас задержали». Гарро чувствовал, что прирос к полу. То же самое благоговейное восхищение что охватывало его в присутствии Мартариона и позже в совете Луперкаля снова тесными объятиями сдавило грудь. Ему казалось удивительным, что этот могучий воин может говорить о повелителе человечества, как обычный сын говорит о своем родителе. Тем временем Дорн продолжал. «Мы оцениваем гвардии закончили свою миссию в Йоргольском мире». За годы службы в легионе ему ни разу не приходилось делить поле боя с сынами Дорна, и он знал их только по рассказам воинов других легионов. Имперских кулаков называли «отважными бойцами» и «мастерами осады». Еще говорили, что они могут не только овладеть любой крепостью, но и сделать ее неприступной для самого искусного противника. Гаро сам видел плоды их труда в сооружениях, построенных на Хейлике и в Мерезафор. Теперь он мог согласиться со всем, что о них услышал. И Дорн и его воины казались крепкими, как крепостные стены. «Эти шторма», заметил Натанаэль, «и нас чуть не загнали до смерти». Сигизмунд кивнул. «Если позволите высказать мое мнение, господин, ничего подобного мы еще не встречали. Буря налетела на флотилию в тот самый момент, когда мы пересекли границу эмпиреев, и все тщательно составленные навигаторами маршруты оказались бесполезными. Любые ориентиры, какими бы они ни были, рассыпались горстками песка. Самые опытные представители навис на Белете в этой безликой пустыне могли ориентироваться не лучше слепых детей». Дорн отошел от улюминатора. «Вот так мы на тебя и вышли, Гарро. Шторма загнали нас в эту загадочную зону варпа и оставили в неподвижности среди бушующего безумия. Фаланга вместе со всей флотилией попала в полный штиль. Все суда, которые пытались выйти сквозь шторм, были разбиты в щепки». Мимолетная тень мрачной иронии скользнула по лицу Примарха. «Имматериум нас блокировал». «И вы увидели устроенную им вспышку», сказал Круз. «На таком огромном расстоянии все же увидели свет». «Это был рискованный поступок», кивнул Примарх. «Ты не мог знать, окажется ли кто-то в пределах видимости». «У меня была вера», возразил Гарро. Дорн с любопытством посмотрел на него, словно хотел уточнить слова капитана, но затем продолжил. «Ударная волна после детонации двигателей разрушила штормовые барьеры. Энергия взрыва позволила нашим навигаторам снова приступить к своим обязанностям». Он чуть-чуть наклонил голову. «Так что мы у тебя в долгу, гвардец смерти. После спасения тебя и твоей команды его можно считать оплаченным». «Благодарю вас, господин». От напряжения Гарро едва мог говорить. «Единственное, чего я хочу, чтобы события, приведшие нас сюда, не прошли понапрасну». «Ты опережаешь мои вопросы, Гарро. Теперь, когда ты понял, как я смог прийти тебе на помощь, твоя очередь объяснится. Я бы хотел узнать, как получилось, что одинокий военный корабль гвардии смерти оказался на этой удаленной территории. Почему на его корпусе следы обстрела имперских орудий, и почему один из твоих боевых братьев лежит сейчас в моем лазарете с болезнью, которая ставит в тупик лучших апотекариев моего легиона?» Гарро взглядом обратился к Крузу за поддержкой и ветеран кивнул ему в ответ. «Лорд Дорн, то, что я должен сказать, вряд ли вам понравится, а к концу рассказа вы можете пожалеть о том, что спросили меня». «Вот как?» Примарх вышел на середину зала, вынуждая всех собравшихся следовать за ним. «Ты считаешь, что лучше меня знаешь, что может мне не понравиться? Возможно, мой брат Мартырион в Гвардии Смерти и позволяет такую самонадеянность, но у имперских кулаков это не принято. Ты расскажешь мне всю правду, ничего не утаивая. А потом, прежде чем отправиться к Терре, я решу, как поступить с тобой и остальными семью десятками заблудившихся Астартес». Дорн ни разу не повысил голоса, ни разу не показал ни малейшего намека на раздражение, но его приказы были исполнены такой спокойной силы, что Гаро не мог им не повиноваться. Кроме того, он знал, что Сигизмунд и отряд его воинов со всех сторон зала внимательно наблюдают за ним и Крузом и не пропустят ни малейшего намека на неповиновение. «Хорошо, мой господин», ответил он. Гаро набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать о событиях В любой другой ситуации разговорчивый Яктон Круз захотел бы сам поведать историю и высказать собственный взгляд на события, произошедшие с космодесантниками. Но как только Гаро начал излагать их приключения, лунный волк мгновенно успокоился. Прислушавшись к самому себе, он понял, что ничего не может добавить к конкретному и сжатому повествованию. И только кивал, когда Гаро взглядом просил подтвердить мелкие детали. Тишина, установившаяся в покоях Дорна, встревожила Круза. Сигизмунд и все остальные имперские кулаки в желтых с черной отделкой доспехах первой роты замерли словно статуи и с непроницаемыми лицами слушали продолжающийся рассказ. Единственное движение исходило от самого Рогова Дорна. Примарх, погрузившись в раздумья, медленно ходил взад и вперед по залу останавливался, сосредотачивая на горо все свое внимание. Так продолжалось до тех пор, пока боевой капитан не дошел до приказов Эйдована убить Саула Тарвица и до своего отказа выполнить это распоряжение. Тогда Дорн прервал рассказ. «Ты не повиновался прямому приказу старшего офицера», произнес он и в его интонации не было вопроса. «Да, сэр». «Какие у тебя в тот момент были основания считать Тарвица не тем, кем его считал Эйдолон, изменником и перебежчиком?» Гарони решительно помолчал и неловко переступил аугметической ногой. «Никаких господин, кроме моей веры в названного брата». «Опять это слово», проронил примарх. «Продолжай, капитан». Но проронил примарх. О перестрелке на артиллерийской палубе Эйзенштейна Круз узнал из разговора с Хакуром, но только теперь, после изложения истории Гаро, он понял ее истинный смысл. Гвардеец смерти намеревался пропустить оскорбительные высказывания Грульгера, а когда Дорн приказал привести все подробности, и Гаро все же процитировал их, напряженность в зале усилилась. Круз заметил, как у Сигизмунда от ярости задрожали губы, и в конце концов капитан не выдержал. «Я не могу просто стоять и слушать это! Если все это правда, тогда скажи, как воитель позволил Гвардии смерти вкупе с детьми Императора провернуть такое дело под самым его носом? Несанкционированная вирусная бомбардировка целого мира, истребление гражданских лиц? Неужели он внезапно ослеп, Гаро? «Он не ослеп», угрюмо отвечал Натануэль. «У Хоруса отличное зрение». Гаро посмотрел в глаза примарху. «Господин, ваш брат не оставался в неведении относительно проявленного вероломства. Он сам был автором этого плана, и его руки обогрены кровью людей его личного региона, так же, как и моего, и пожирателей миров, и детей Императора». Движение Дорна было настолько быстрым, что Круз вздрогнул, но целью командира имперских кулаков был не он. Раздался громкий удар, и Гаро кувырком полетел на ярко-голубой мраморный пол кабинета. Лунный Волк видел, что боевой капитан едва не потерял сознание, а на его лице мгновенно расцвел новый кровоподтек. Гвардеец смерти осторожно моргнул, превозмогая слабость, и вправил выбитую челюсть. «За то, что ты осмелился хотя бы подумать о таких вещах в моем присутствии, тебя следовало бы отхлестать, а потом выбросить в бездну!» зарычал примарх, и каждое его слово резало острым лезвием. «Я больше не желаю выслушивать твои фантазии!» «Вы должны!» выпалил Круз, скачнувшись вперед. Он проигнорировал щелчки взводимых курков на болтерах бойцов Сигизмунда. «Вы должны его выслушать!» «Ты осмеливаешься мне приказывать?» Дорн повернулся к старому воину. «Ты, старик, которому давно пора на покой, осмеливаешься говорить, что я должен делать?» Яктон увидел незначительную возможность и уцепился за нее. «Осмелюсь! Более того, я знаю, что вы это сделаете. Если бы вы действительно верили в лживость рассказа Горо, вы бы убили его на месте!» Он шагнул назад и помог капитану подняться. «Даже в момент гнева вы сдержались и не сломали ему шею, потому что хотели услышать все. Вы ведь этого и хотели, не так ли? Всей правды?» На мгновение взгляд примарха полыхнул такой яростью, что у круза застыла кровь в жилах. «Вот и все, старый дурак», подумал он, «ты зашел слишком далеко и погубишь нас обоих». Но вот Дорн жестом приказал Сигизмунду и остальным космодесантникам опустить оружие. «Говори!» приказал он Горо. «Выкладывай все!» Горо преодолел слабость и бой. Как быстро двигался Дорн! Даже в массивных боевых доспехах он действовал со скоростью молнии. Если бы Примарх намеревался действительно причинить ему вред, Горо бы не успел ничего заметить. Натанаэль осторожно сглотнул и, превозмогая боль, сделал глубокий вдох. «После бомбардировки я понял, что у меня нет другого выхода и остается поступить так, как мы решили в разговоре с Саулом Тарвицем, то есть предупредить Терру. После гибели Грульгара я приказал своим людям обезопасить Эйзенштейн. В это время на борт поднялся и капитан Круз с несколькими гражданскими лицами». «С летописцами и итератором», добавил Примарх. «А до того они находились на борту Духомщения, флагмана Хоруса». «Да, господин», вступил в разговор Лунный Волк. «Мой боевой брат Гарвель Локен попросил меня позаботиться об их безопасности. Эта девушка киллер». Он помедлил, стараясь четко выразить свои мысли. «Она предположила, что спасти нас может капитан Гарро». «Локен», повторил Сигизмунд, «Мой господин, я знаю его, мы встречались на борту Духомщения». Дорн посмотрел в его сторону. «И какие у тебя о нем впечатления, капитан?» «Урожение схтонии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сильный духом, немного наивный. Он показался мне заслуживающим доверия человеком принципов». Примарх принял информацию и кивнул. «Продолжай, Гарро». Натануэль, стараясь не обращать внимания на вывихнутую челюсть, изложил обстоятельства послания Тифону Сигнала и погоне термину Сест, а потом рассказал о катастрофическом путешествии через Варп. В какой-то момент, когда Гарро описывал ужасные воплощения людей Грульгера, один из людей Сигизмунда тихонько усмехнулся, но суровый взгляд Дорна быстро заставил его умолкнуть. «На просторах имматериума рыщут странные существа, о которых мы и не догадываемся», мрачно произнес командир имперских кулаков. «Но твои описания не подходят даже под эту классификацию. Те чудовища, которых ты изобразил, слишком напоминают примитивное воплощение магии и колдовства». Гвардец смерти кивнул. «Я и не отрицаю этого, лорд Дорн, но вы приказали правдиво рассказать обо всем, что я видел, а видел я именно это. Какие-то силы Варпа вернули людей Грульгера к жизни, реанимировав их при помощи тех самых болезней, от которых они умерли. Не просите меня объяснять подобные явления, сэр, потому что я не смогу этого сделать». «И с этим ты пришел ко мне?» медлительный гнев примарха тяжелым темным дымом заполнил зал. «С замысловатой историей о предательстве и тайнах среди сынов императора, с коллекцией плохо проверенных слухов после торопливых действий, основанных на чувствах, а не на холодном расчете». Он медленно приближался к гору, и на туннелю стоило больших усилий не попятиться назад. «Если бы сейчас в этой комнате с нами были мои братья мортирион, фулгрим, ангон, хорус, что бы они ответили на твои сказки? Да ты бы и вздохнуть не успел после такой беспардонной выдумки». «Я знаю, в это трудно поверить». «Трудно!» Дорн впервые повысил голос, и стены отозвались дрожью. «Трудным может быть запутанный лабиринт или сложная последовательность навигационных формулировок, а это противоречит самим основам и характеру братства избранных воинов императора». Взгляд горящих яростью глаз не отрывался от лица капитана. «Я даже не знаю, что с тобой сделать, Гарро! Ты ведешь себя как честный человек, но если ты не изменник и не предатель, значит ты одержим какой-то странной формой безумия!» Он ткнул пальцем в сторону Круза. «Может мне сделать вывод о заразности этого недуга? Или варп настолько исказил твой разум и оставил в нем навязчивое видение?» Гарро услышал, как кровь застучала в ушах. Все пропало, все пошло не так, как он надеялся. В стремлении найти спасителей Эйзенштейна и способ передать на Терру предупреждение, капитан даже не предполагал, что ему могут не поверить. Он опустил голову. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю, гвардей от смерти!» прикрикнул примарх. «Эти вымыслы, принесенные тобой в мои личные покои, вызывают у меня омерзение и отвращение. То, что ты осмелился говорить подобные вещи о беспримерном герое, моем брате Хорусе, привело меня в неописуемую ярость!» Он приставил палец к нагруднику доспеха в гору. «Как невысоко ты ценишь свою честь, что так легко от нее отказался! Если такой бесчестный человек смог подняться до командира роты четырнадцатого легиона, я сочувствую брату Мартариону!» Пальцы дурно сжались в массивный бронзовый кулак. «Знай, я не стану лично разрывать тебя на куски только потому, что не хочу лишать этого удовольствия своих братьев!» Гороб оказалось, что палуба под ногами превратилась в трясину, а на груди защелкнулся невидимый капкан. К нему вернулись та слабость и тошнота, которую он испытывал в коридоре перед входом в святилище навигаторов, в хватке со зданий варпа. Так же, как и тогда, он заглянул в себя и отыскал силу духа, благодаря которой добрался сюда. «Моя вера!» «Разве вы ослепли?» прошептал он. Дорн превратился в бушующий шторм. «Что ты сказал?» Я спросил, не ослепли ли вы, господин, поскольку мне кажется, что это так. Слова вырвались у него совершенно неожиданно, и какая-то часть горой изумилась, как он мог высказать столь безумное предположение. «Только тот, кто поражен таким недугом может вести себя так, как вы?» «Вами овладела братская слепота, чувство справедливости померкло перед восхищением и уважением, оно затуманено вашей любовью к родному брату, воителю». Невозмутимость редко покидала Дорна, но сейчас случилось именно так. Ярость возобладала над сдержанностью, и примарх с оглушительным ревом выхватил могучий цепной меч, сверкнувший в воздухе золотой дугой. «Я беру назад свое предыдущее заявление», крикнул он. «На колени и прими смерть, пока у тебя еще есть возможность закончить жизнь как космодесантник». «Лорд Дорн, нет!» Женский голос прозвенел в зале, но он был настолько переполнен чувством, что все собравшиеся, даже сам примарх, замерли. Круз обернувшись, увидел, что по голубым мраморным плиткам бежит Киилер, а ее каблуки звонко цокают при каждом шаге. Следом появились Зиндерман, Мерсади Олитон и пара имперских кулаков с оружием наперевес. Яктон ощутил, как отзвук голоса Эуфратии резонирует внутри его тела, и вспомнил странное тепло, разлившееся от прикосновения ее рук к его груди на борту духомщения, когда казалось, что все кончено. Что это за вторжение? Вскричал Дорн, не отводя жужжащего кончика меча от горла горо. Они попросились войти, доложил один из стражей. Она, это женщина. Временами она бывает очень убедительной, пробормотал Круз. Эуфратия бесстрашно предстала перед лицом примарха. Рогал Дорн, золотой герой, человек-камень, ты стоишь на повороте истории Империума и всей галактики. Если ты убьешь на тоннеле Горо за то, что он одарил тебя своей искренностью, значит, ты и в самом деле слеп, как он говорит. «Кто ты?» Обратился к ней золотой колосс. «Я Эуфратия Киллер, бывший фотограф и летописец 63-й экспедиции, а теперь сосуд, сосуд воли императора». «Твое имя мне ни о чем не говорит», бросил Дорн. «Отойди в сторону или умри вместе с ним». Круз услышал, как Олитон всхлипнула и спрятала лицо на груди Зиндермана. Он ожидал, что на лице Киллер появится тень страха, но оно выражало лишь печаль и сострадание. «Рогалдорн», сказала женщина, протягивая к примарху руку, «не бойся, ты состоишь не только из камня и стали, каким тебя видят звезды, ты можешь быть открытым, не надо бояться правды». «Я имперский кулак», словно гигантские молоты загрохотали его слова. «Я и есть воплощенный страх». «Тогда ты увидишь правдивость слов Натанаэля, посмотри на свидетельство его честности». Она поманила рукой Олитон, и документалист с помощью итератора подошла ближе. Круз не мог удержаться от улыбки, когда заметил, что темнокожая женщина достаточно оправилась, чтобы оставаться элегантной, как всегда. «Я Мерсади Олитон, документалист», слегка присев в реверансе, представилась она. «Если господин примарх позволит, я продемонстрирую ему свои записи о тех событиях». С этими словами Олитон показала навмонтированный в пол голопроектор. Дорн, еще кипя от злобы, прижал меч к груди. «Это будет моей последней уступкой». Сигизмунд вышел вперед и проводил Мерсади к голопроектору. Документалист осторожно вытащила из ворота платья тонкий кабель и приложила его к гладкой безволосой коже своего удлиненного черепа. Когда штекер попал в скрытый под кожей разъем, Яктон услышал негромкий щелчок. Другой конец Олитон вставила в гнездо на панели управления. Покончив соединениями, она, скрестив ноги, уселась на пол и склонила голову. Я одарена многими возможностями хранить в памяти факты и события. Я могу записывать и воспроизводить потоки изображений и все это хранится в имплантированных мнемонических катушках. Мерсали подняла руку и потерла голову пальцем. Сейчас я открываю их. Мой господин, все, что будет вам показано, я видела своими глазами. Эти изображения невозможно сфабриковать или изменить. Это ее голос дрогнул из-за подступивших рыданий. Это то, что было. Все хорошо, моя дорогая, прошептал Зиндерман, беря ее за руку. Будь храбрый. Это будет для нее нелегко, пояснила Кейлер. Документалист каждый раз переживает эхо эмоций сопровождающих события. Экран голопроектора ожил и на нем показались темные размытые фигуры. В общей массе Круз различил несколько лиц, как знакомых, так и неизвестных ему. Локен, этот никчемный поэт Каркази, остропат Инг-Май-Синг, ну Петранелла Вивар и ее немой убийца Маггард. Затем туман рассеялся и несколько мгновений Улитон скользила взглядом по залу, а экран отражал все, что она видела. Ее взгляд остановился на Дорне и примарх кивнул. Туман в изображении голлопроектора рассеялся и внимание Гаро полностью поглотило происходящее действо. До этого он только от Круза слышал о том, что происходило в главном зале аудиенции духомщения, а сейчас он видел все это сам, через глаза очевидца. В воздухе разворачивались жестокие картины боев за город Харал, транслируемые с поверхности Истваана, и у Улитон вырвались приглушенные всхлипывания. Гаро, Круз и бойцы легиона имперских кулаков давно привыкли к воинам, но даже их заставила замолчать откровенная и необузданная жестокость передаваемых сцен. Гаро заметил, как Сигизмунд неодобрительно поморщился. Затем запись оборвалась, поскольку Мерсади в тот момент посмотрела поверх высокой трибуны на воителя. Его лицо освещала холодная и жесткая целеустремленность. Вы говорили, что хотели увидеть войну, летописцы. Что ж, вот вам война. Хорус не скрывал испытываемого наслаждения. В этот момент он не был похож на воина по необходимости ведущего битву. Этот человек с удовольствием окунал руки в потоки крови. Хорус едва уловимый шепот слетел с губ Дорна, но Гаро различил в нем вопрос и сомнение. Примарх увидел неестественность в поведении своего брата. Затем глазами Мерсади Олитон они наблюдали за бомбардировкой Истваана-3 и города Харала. Серебряные блестки вылетали из закрепившихся на орбите кораблей и подобно хищным птицам преследующим жертву уносились вниз. В ушах еще звучали крики и стоны летописцев, расстрелянных болтерами космодесантников, а смертоносные стрелы уже выбрасывали над поверхностью черные облака неминуемой смерти. «Кровь императора!» прошептался Гизмунд. «Горо говорил правду. Он расстрелял своих же людей». «Что? Что это?» воскликнула Олитон в унисон с ее голосом в записи. Ей ответили сохраненные в памяти слова Кииллер. «Ты все видела. Император через меня все тебе показал. Это смерть!» Запись оборвалась и на экране стали разворачиваться другие фрагменты. Несколько отрывочных кадров показали схватку Круза с наемным убийцей Макгардом на пусковой палубе, бегство с корабля Хоруса, атаку термину Сест и многое другое. Наконец Дорн отвернулся. «Хватит! Прекрати это, Зиндерман осторожно отсоединил кабель от пульта голопроектора и Мерсаде дернулась словно неисправная марионетка, а изображение рассеялось. Холодный чистый воздух личного кабинета примарха звенел от напряжения. Дорн медленно убрал меч в ножны. Потом провел пальцами по лицу, по глазам. «Возможно ли? Но разве я сам этого не видел?» Дорн отыскал взглядом Горо и тому показалось, будто могущество примарха едва заметно потускнело. «Как глупо! Но разве удивительно, что я настолько противился принятию безумной правды, что чуть не убил принесшего ее гонца?» «Нет, господин», признал Горо. «И я не хотел в это верить, но истинно мало заботиться о том, чего мы хотим». Сигизмунд шагнул к своему командиру. «Господин, что мы будем делать?» Горо ощутил некоторое сочувствие к первому капитану. Ему были понятны боль и стыд, испытываемые в этот момент воинами имперских кулаков. «Собери капитанов и проинформируй их, но проследи, чтобы сведения не разошлись дальше». «Горо, Круз, этот приказ касается и вас. Заставьте спасенных Сейзенштейна людей помалкивать. Я не хочу, чтобы эти известия неконтролируемо распространялись по флотилии. Я сам выберу момент, когда все рассказать Легиону». Космодесантник кивнул. «Да, господин». Дорн отвернулся. «А сейчас вы все меня оставите. Я должен хорошенько подумать». Он взглянул в сторону Сигизмунда. «Никто не должен входить в мои покои, пока я сам не выйду». Первый капитан отдал честь. «Господин, если вам нужны советы, не нужны». Примарх отпустил их, и после того, как все вышли, Горо не мог не заметить глубокую озабоченность на лице Сигизмунда, закрывавшего за собой двери. Капитан увидел стоявшую неподалеку Киилер и заметил на ее щеке одинокую слезинку. «О ком ты плачешь?» спросил он. «О нас?» Эуфретия покачала головой и показала рукой на тяжелую дверь. «О нем, Натанээль, потому что сам он плакать не фаланга» начал подготовку к возвращению в Варп, а мужчины и женщины Сейзенштейна, изолированные во временных убежищах в каменных недрах фаланги, остались в стороне от общей деятельности и забот. Медитировать у Горо не получалось, так что он отправился бродить по коридорам и переходам огромной каменной крепости. Когда-то фаланга возможно была планетоидом или даже малым спутником какого-то отдаленного мира, а сейчас превратилась в собор, посвященный воинской славе и подвигам космодесантников двенадцатого региона. Горо увидел галереи боевой славы, протянувшиеся на несколько километров, заглядывал в отсеки, где для тренировочных занятий были воспроизведены условия разных полей сражений. Он осмотрел обширное помещение, отданное под замерзшие дюны, совсем как на Инвите, где Дорн по слухам провел свою юность. Повсюду вокруг него, ни на секунду не останавливаясь, серьезным видом сновали воины в золотистых доспехах, а Горо бродил не спеша, все еще превозмогая оставшуюся после ранения хромоту. Он чувствовал себя не на своем месте, и его мраморно-зеленые доспехи никак не сочетались с золотисто-черными латами имперских кулаков. Наконец, почти убедив себя, что это обычная случайность, Горо оказался у дверей каюты, отведенной эуфратией Киилер. Он даже не успел постучать, как дверь открылась. «Привет, Натанаэль, я приготовила немного травяного отвара, ты зайдешь?» Киилер оставила дверь открытой и исчезла в глубине комнаты. Горо, вздохнув, последовал за ней. «Есть какие-нибудь известия от лорда Дорна?» «Нет», ответил Горо, окидывая взглядом скромное помещение. «Он не покидал своих покоев весь день и всю ночь, пока все командование осуществляет капитан Сигизмунд». «Примарху есть о чем подумать, мы можем только отдаленно догадываться, насколько сильно встревожили его эти новости». «Да», признал он, принимая из хрупких рук киллер чашку ароматного отвара. Горо перенес весь тело на аугметическую конечность. Все последние дни механическая нога доставляла ему наименьшие неприятности по сравнению со всем остальным. «А как ты?» спросила Эуфратия. «Куда тебя завели все эти события?» «Я надеялся, что смогу немного отдохнуть, поспать, но это оказалось довольно трудно». «Я думала, что космодесантники никогда не спят». «Это предубеждение. Наши имплантаты позволяют погружаться в сон только наполовину, чтобы всегда сознавать, что творится вокруг». Горо отхлебнул из чашки и обнаружил, что жидкость пришлась ему по вкусу. «Я попытался заснуть несколько раз, но тревожные картины каждый раз меня пробуждали». «А что ты видел в своих снах?» Гвардеец смерти нахмурился. Ландшафт казался знакомым, но определиться было трудно. Со мной были мои братья, Дёцеус и Воен, и Воины Дорна тоже. Мы сражались с каким-то существом омерзительного вида, которое сеяло вокруг себя эпидемии болезней, как те чудовища на Эйзенштейне. В воздухе было темно от роившихся мух, и я все время испытывал тошноту». Он отвел взгляд, прогоняя видение. «Но это просто мираж». На столе у Эуфратии лежала пачка трактатов божественного откровения, а в подсвечнике горела толстая свеча. «Я прочел бумаги Калиба. Теперь мне кажется, я лучше понимаю веру твоих людей». Эуфратия проследила за его взглядом. «После нашего спасения верующие предоставлены самим себе», сказала она. «Больше нет никаких собраний». Киилер улыбнулась. «Натанэль, ты сказал твоих людей. Разве ты не считаешь себя одним из нас?» «Я космодесантник, слуга имперских истин». Киилер жестом попросила его не продолжать. «Мы уже говорили на эту тему. Эти два понятия не исключают друг друга». Она посмотрела ему в глаза. «Ты взвалил на свои плечи слишком тяжелую ношу, но никак не хочешь разделить ее с другими». «Это послание, предупреждение, это не только твоя цель. Все мы, все, кто избежал убийства на Истваане, тоже несем этот груз». «Может, и так», признал Гаро, «но это никак не делает легче мою ношу. Я командир». Он ненадолго замолчал, потом продолжил. «Я был командиром на Эйзенштейне, и передать послание остается моим долгом. Ты сама говорила, что это моя миссия». Киллер покачала головой. «Нет, Натанаэль, предупреждение Терры это только одна сторона. Твой долг, как ты только сейчас сказал, это правда. За нее ты рисковал жизнью, за нее пошел против своих убеждений, за нее, не дрогнув, выстоял перед разрушения, какая тьма последует за ней. Я ощущаю себя совершенно сокрушенным. Сама сущность и масштаб предательства Хоруса. После этого разразится гражданская война, в которой сгорит вся галактика. И ты чувствуешь себя ответственным за это, за то, что несешь предупреждение? Город вел взгляд. Я всего лишь солдат. Я так думал, но теперь... Женщина придвинулась ближе. Что Натанэль? Скажи мне, во что ты веришь сейчас? Он отставил чашку и вытащил бумаги и бронзовую икону Калиба. До того, как он умер, мой Денщик говорил, что передо мной стоит цель. В то время я не понимал, что это означает, а сейчас... Сейчас я в этом не сомневаюсь. Что если Калиб был прав? Что если и ты права? В ваших молитвах говорится, что император защищает? Не для того ли он меня защитил, чтобы я смог выполнить свой долг? Гаро говорил все быстрее и быстрее, слова лились потоком, едва успевая за его мыслями. Все что я видел и слышал, все что явилось мне в видениях, не для того лишь чтобы укрепить мои мысли. Часть меня кричит, что это величайшая высокомерие, но тогда я оглядываюсь вокруг и вижу, что я был им избран. Если это действительно так, то кем еще может быть император как не божеством? Киллер протянула руку и дотронулась до его пальцев. После торопливой речи Гарро с трудом восстанавливал дыхание. Наконец-то ты открыл глаза на туннель! Женщина смотрела на него и плакала, но это были слезы счастья. В спальной келье отведенной Гарро его ждал вызов. Следуя кратким указаниям Сигизмунда, он сел в пневмопоезд и покатил вверх по сложной системе туннелей, даже более обширной, чем в среднем городе Улья. Наконец он добрался до командного центра крепости, и сержант имперских кулаков с суровым выражением лица проводил его в палату аудиенции, по величине и пышности способную поспорить с советом Луперкаля. В голове гороши вильнулись неприятные воспоминания. В последний раз, когда его приглашали на подобное собрание, и начались события, связанные с ересью Хоруса. Здесь его уже ждал Ягтан Круз вместе с капитанами множества рот имперских кулаков. Воины в желтом едва заметили появление гвардейца смерти, и только Сигизмунд поприветствовал его коротким кивком. «Эй, парень!» заговорил лунный волк. «Похоже, мы скоро узнаем, какая судьба нас ожидает». Несмотря ни на что, Гарро ощущал прилив новых жизненных сил, и слова Киилер все еще звучали в его памяти. «Я готов ее встретить», ответил он ветерану. «Какой бы она ни была». Круз, заметив перемену в своем друге, слегка улыбнулся. «Отлично, мы увидим все до конца». «Конечно», Гарро осмотрел в зал. «Это и есть высшие офицеры Дорна. Они кажутся довольно угрюмыми». «Ты прав, даже в лучшие дни имперские кулаки вели себя очень сдержанно. Я помню, как мы с парнями из Третьей Роты воевали вместе с воинами Эфрида, моего коллеги». Он указал на бородатого космодесантника в соседней группе. «За всю кампанию, длившуюся целый год, я не видел на его лице даже намека на улыбку. А вон там Алексис Полукс, Йонат, Тирес Шестой. Не зря их прозвали каменными людьми». Он покачал головой. «А теперь они стали еще мрачнее». «Сигизмунд рассказал им о Хорусе?» Крус ответил кивком. «Но это еще не все. Я слышал разговоры о взрыве буйной ярости внутри личных покоев Дорна. Невозможно представить, на что способен пробудившийся гнев примарха». «А Рогал Дорн не из тех, кто открыто демонстрирует свои чувства». Горус снова окинул взглядом офицеров. Характер примарха наложил отпечаток на весь легион. «У них так принято», заметил Крус. «Они скрывают свою ярость за стеной из стали и камня». Высокие двери в конце зала распахнулись и из полумрака коридора появился командир имперских кулаков. На этот раз на нем не было боевых доспехов, в которых Горо увидел примарха, впервые появившись на корабле. Вместо них Дорн надел простую одежду, но перемена облика ничуть не повлияла на его величие. Более того, без ярко блестящего керамита и ограничивающей его пластели примарх казался еще больше. Сигизмунд и остальные капитаны поклонились и Горо с Крузом последовали их примеру. Учитывая все, что он знал об имперских кулаках, Горо ожидал какой-то церемонии или формальных процедур, но Дорн твердыми шагами прошел в центр помещения и осмотрелся, по очереди глядя в глаза каждому из офицеров. В его глазах он заметил гнев, запертый в гранит воли, эхо той ярости, которая недавно была направлена против Горо. Во рту внезапно пересохло. Натанаэль не хотел бы снова столкнуться с разгневанным примархом. «Братья!» пророкотал Дорн. «В системе Эствана происходит нечто такое, что абсолютно противоречит каждому слову нашей клятвы владыки Терры. Хотя все обстоятельства происходящего мне еще не совсем понятны, надо решить, что нам делать дальше». Он сделал несколько шагов по направлению гвардейцу смерти и лунному волку. «К счастью или несчастью, предостережение, переданное нам боевым братом Горо, необходимо доставить по назначению. Вести должны достигнуть ушей императора, поскольку только он может решать, как с этим поступить. В этом отношении, как бы я не жалел, выбор остается не за мной». «Позвольте высказаться, мой господин», заговорил капитан Тир. «Если достоверность этих ужасающих фактов не вызывает сомнений, как же мы можем оставить их без ответа? Если в системе истовоанно взошли ростки предательства, нельзя позволить им укорениться». Сидящие рядом с ним офицеры закивали. «Мы ответим, в этом ты можешь не сомневаться», ответил Дорн со спокойной уверенностью в голосе. «Капитан Эфрид, капитан Халбрихт и их отделение ветеранов составят отделение моей личной охраны и останутся на борту фаланги. По окончании этого собрания я прикажу навигаторам проложить курс на сегмент ум Солар. Капитан Гарро выполнил свой долг предупредив нас, и теперь я сам прослежу, чтобы дело было доведено до конца. Я отправляюсь на Терру, как и намеревался до сих пор». Он взглянул на первого капитана. «Сигизмунд, моя сильная правая рука, ты возьмешь на себя командование остальной частью региона и всей военной флотилии. Ты осуществишь обратный переход в систему Иствана в полной боевой готовности и не забывай, что окажешься там на вражеской территории. Вернуться туда будет непросто. В том секторе варпа еще вовсю бушует шторма и полет потребует максимального напряжения. Отправляйся туда, первый капитан, поддержи верных императору людей и посмотри, что творится в тех мирах». Если водитель повернулся спиной к Терре, «Каковы будут ваши приказы?» спросился Гезмунд, побледнев как полотно. Лицо Дорна ожесточилось. «Передай, что его брат Дорн заставит его за это ответить». Глава пятнадцатая Судьба семидесяти Море кризисов Возрождение Капитан Гвардии Смерти вышел на уровень обширного лазарета и отыскал путь, ведущий к палате, где лежал Диоциус. Он подошел к изолятору. Вместе с бронзовой табличкой, сохраненной капитаном Гаррия, это было все, что осталось от фрегата Эйзенштейн после полного уничтожения. Гигантские грузовые сервиторы просто демонтировали модуль с медицинской палубы обреченного корабля и установили его в лазарете фаланги, где апотекарь и Дорна могли испытать свои способности на болезни раненого воина. Медики имперских кулаков добились не большего успеха, чем их коллеги из Гвардии Смерти. Через стены стеклянной капсулы казалось, что Диоциус как никогда близок к гибели. Синевато-багровая ножевая рана казалось, вбирает в себя все цвета и силы больного. От нее во все стороны протянулись белесые полосы омертвевшей ткани. В уголках губ и ноздрей Диоциуса появились мокрые язвы, веки склеились от высохших гнойных выделений. С каждой мучительной минутой загадочная болезнь, пропитавшая проклятый нож Грульгера, все увереннее преодолевала защитные барьеры организма молодого космодесантника. Неожиданно Гаро понял, что рядом с ним кто-то есть. В стеклянной стене отразилось лицо военно. Раз или два он пытался со мной говорить, но слова было невозможно разобрать, прошептал апотекарий и словно боялся говорить с капитаном. В горячке он выкрикивал военные кличи и боевые приказы. Гаро кивнул. Он сражается с болезнью, как с любым другим врагом на поле боя. Мы мало чем можем ему помочь, признался воен. Несколько дней назад вирус мутировал и теперь передается по воздуху, так что мы не можем войти в изолятор даже в полностью закрытых доспехах, чтобы помочь бедняге. Я делаю все, что могу, чтобы облегчить его боль, но в остальном он предоставлен самому себе. Император его защитит, пробормотал Гаро. Будем надеяться. Капитан Сигизмунд приказал, чтобы все особенности болезни Детсуса были подробно исследованы и описаны медицинским персоналом фаланги на случай возвращения захватчиков, рассказал ему все, что видел сам. Хорошо. Гаро повернулся, чтобы уйти. Господин, военно, пустив голову, загородил ему проход. Мы должны поговорить. Он протянул боевому капитану свой нож. Тогда на капитанском мостике перед тем, как ты взорвал варп двигатели, я оказал тебе сопротивление, но теперь понимаю, насколько я был неправ. Ты обещал нам спасителей, и они пришли. Мое поведение не должно остаться безнаказанным. Он поднял голову. Я дважды обманул твое доверие и приму любое наказание, которое ты выберешь. Моя жизнь принадлежит тебе. Гаро принял нож и некоторое время держал его в руке. Мерик, то, что ты вступил в ложу и то, что произошло на Эйзенштейне, объясняется не твоей злобой. Все это обусловлено страхом, страхом неизвестности. Он протянул оружие обратно. Я не стану тебя за это наказывать. Ты мой боевой брат, и твои сомнения и возражения мне очень помогают. Он положил руку на плечо воена. Но никогда не бойся, Мерик. Надейся на императора, как надеюсь я. Познай его, и ты не будешь испытывать страха. Повинуясь внезапному импульсу, он вытащил трактат Калиба и вложил его в руку воена. Здесь ты можешь найти много важного, как нашел я. Строго закодированные сигналы, в которых высокопоставленным лицам предписывалось привести все силы безопасности сегменту Массолар в полную боевую готовность, опередили фалангу. Авторитета Дорна было достаточно, чтобы двигать космическими кораблями и стоящими на страже войсками, а также и другими силами, агенты которых пристально следили за приближением космической крепости и драгоценного груза, скрытого в ее недрах. Фаланга яростным рывком вырвалась из врат Варпа в нескольких световых минутах от орбиты Эриса, и по обе стороны от барьера разлетелись пучки неизбежного при переходе излучения. Чувствительные сенсорные устройства, которыми была усеяна поверхность десятой планеты, тотчас зарегистрировали появление нового объекта и послали донесения на станции Плутона и Урана, откуда, в свою очередь, сообщения транслировались Астропатом Терра и ее доменов. Возвращение имперских кулаков в колыбель человечества ждали уже давно. В обычной ситуации во всех внешних колониях Солнечной системы в честь благополучного прибытия крепости устроили бы пышные торжества и церемонии, но вместо этого фаланга на большой скорости, нигде не останавливаясь, пересекла внешнюю часть Солнечной системы. На колоссальном корабле не стали вывешивать знамена и транспаранты, возвещающие о триумфальном прибытии героического экипажа. Зато на всех мачтах и башнях были зажжены лазерные сигналы, свидетельствующие о срочности миссии фаланги. Патрули отошли в сторону, и ни один капитан не осмелился спросить командира имперских кулаков о причине такой спешки. Крепость, сверкая огнями двигателей словно пойманными звездами, поддерживая скорость в три четверти от скорости света, прошел по неровному краю Оортова облака и на мгновение затмив сияние планеты пересек орбиту Нептуна. Горо снова вызвали в личное покое Дорна. Массивные металлические панели в задней части огромного зала разошлись и скрылись в резных стенах, открыв застекленный выступ, нависавший над командным пунктом, расположенным прямо под ним. Помещение было похоже на капитанскую рубку обычного корабля, только в сотни раз просторнее и лучше оснащено приборами. Горо это напомнило стадион, только вместо трибуны вокруг центральной арены концентрическими кольцами располагались ряды операторских панелей. В центральной части командирской палубы находились гололитические дисплеи, некоторые поднимались на высоту третьего или четвертого уровня и на всех мерцали и мелькали различные изображения. Вдоль стен через равные промежутки стояли статуи космодесантников в полном боевом облачении с поднятыми руками, словно они держали стеклянный колпак обсерватории Дорна на кончиках пальцев. Кроме того, дублирующие контрольные панели были выстроены таким образом, что примарх со своими офицерами по первому же слову могли получить из общей сети любую информацию. Гаро понял, что с этого наблюдательного пункта один военачальник может управлять миллионами воюющих людей и тысячами звездных кораблей. Гвардеец смерти успел заметить Круза, занятого разговором с капитаном Эфридом, и склонился в поклоне перед Дорном. «Вы посылали за мной, господин?» «Я хочу, чтобы ты кое-что увидел». Примарх кивнул Халбрехту, высокому офицеру с худощавым лицом и гладковыбритым черепом. Халбрехт что-то переключил на контрольной панели, и из нее поднялся пик экран. Гаро увидел сектор пространства позади кормы фаланги и большой темный силуэт корабля, идущего следом за ними. Очертания корабля можно было различить только в тех местах, где они заслоняли скопление звезд. Черный корабль. «Аэрия Глорис». Ошибиться было невозможно, и в тот момент, когда Гаро рассмотрел его очертания, в его памяти заполнились некоторые пустоты. Он не сомневался, что позади крепости находится то самое судно, которое так внезапно появилось в окрестностях Йотэ Харологии. «Верно», подтвердил Дорн. «Этот призрак присоединился к нам сразу после того, как фаланга вышла из тени Нептуна, и теперь придерживается точно того же курса и скорости, что и мы. С корабля нам передали приказы Совета Терры и указания относительно стоянок. Особое внимание было уделено тебе, капитан, и той женщине, киллер. А теперь рассказывай, что все это значит». Гару колебался, не зная, как поступить. «У нас было общее задание с Амандарой Кэндалл, рыцарем забвения и сестринства безмолвия», начал он. Дорн качнул головой, и даже этот жест выглядел у него командой. «Меня не интересуют твои прошлые отношения с неприкасаемыми, Гару. Мне интересно узнать, как они узнали, что у меня на борту это киллер, и почему я должен держать ее в заперти». Гару ощутил сильное беспокойство. «Эуфратия киллер не представляет опасности для фаланги. Она одаренная личность». «Одаренная», слово прозвучало раскатом отдаленного грома. «Мне известно, какого рода одаренных личностей разыскивают сестры безмолвия. Ты что, привел в мою крепость психоведьму, гвардеец смерти? Эта женщина обладает признаками псайкера?» Он поморщился. «Я сам присутствовал на Никее, когда император запретил использование отмеченных варпом существ на благо империума. Я не потерплю неконтролируемого присутствия такого человека среди моих воинов». «Она не ведьма, господин», ответил Гаро. «Строго говоря, ее дар заключается в том, что она сильнее, чем мы, ощущает на себе волю императора». Дрожь тревоги в его голосе привлекла внимание Круза, и лунный волк подошел ближе. «Посмотрим. Сестра Миндера настаивает, чтобы Киллер находилась под замком, и Халбрехт уже выставил ее каюту стражу. Как только мы остановимся на орбите Луны, эта женщина и все, кто ее сопровождают, будут переданы сестрам безмолвия». «Сэр, я не могу этого позволить!» Слова вырвались у горо, прежде чем он мог подумать. «Они находятся под моей защитой». «И моей!» вмешался Круз. «Локен лично доверил мне их безопасность». «Ваши желания и разрешения не интересуют имперских кулаков», воскликнул Халбрихт, подходя вплотную к горо. «Вы находитесь в гостях у седьмого легиона и должны вести себя соответствующим образом». «Вы оба заблуждаетесь в своих рассуждениях», прервал их дурн, отходя к иллюминатору. «Ты что, забыл, о чем мне рассказывал? О том, что гвардия смерти и сыну Хоруса всеми их воинами, подзащитными и экипажами, находящимися у них на службе». «Мы рисковали всем, чтобы доставить это предупреждение». От слов Гаропа веяло ледяным холодом. «И теперь вы почти назвали нас изменниками?» «Я сказал только то, что скоро скажут и другие. Как ты думаешь, почему мы направляемся на стоянку в порту Луны, а не мчимся прямо на Терру. Я не могу понапрасну рисковать жизнью членов Совета и самого Императора». Обычные манеры и сдержанность изменили Крузу, и он сердито сплюнул на палубу. «Простите меня, лорд Дорн, но разве вы не видели мнемонических записей Мерса Диолитон? Или вам недостаточно честного слова семидесяти космодесантников?» «Семидесяти космодесантников, чьи регионы повернулись спиной к Терре», мрачно добавил Эфрид. Примарх кивнул. «Поймите мое положение. Несмотря на все предоставленные вами свидетельства, я, глядя с точки зрения имперских кулаков, не могу ни в чем быть уверенным. Я не называю вас лжецами, братья, но я должен рассмотреть дело со всех сторон и учесть все возможности». «А вдруг это вы, предатели?» сердито воскликнул Халбрихт. «Можно предположить, что Хорус стал жертвой заговора собственных людей, а вас прислали, чтобы убить императора». Рука Горо легла на Эфес вольнолюбца. «Мне случалось убивать людей из-за меньшего оскорбления, имперский кулак. Интересно, как бы мы сумели выполнить это невозможное задание?» «Возможно, при помощи тайно доставленной на Терру колдуньи Псайкера», сказал Эфрит. «Или человека, подверженного болезни, с которой не могут справиться наши апотекарии». В груди Горо все заледенело, и гнев остыл. «Нет». Он повернулся к Дорну. «Господин, если всего сказанного мной и продемонстрированного летописцем вам недостаточно, скажите, как еще я могу вас убедить? Неужели надо заколоться собственным мечом, чтобы вы мне поверили?» Час назад я повог к связи разговаривал с регентом Империума, Малкадором Сигилайтом, сказал Примарх. «И я заверил его, что, несмотря на продемонстрированную тобой преданность Императору и отвагу, проявленную при доставке предупреждения на Терру, я не могу полностью подтвердить твою лояльность». В голосе Дорна зазвенели стальные нотки, но Горо впервые уловил еще и напряжение, овладевшее Примархом. Ему было нелегко говорить такие вещи братьям-космодесантникам. «Мне был дан приказ возвращаться на Терру, чтобы укрепить оборону и противостоять собственным братьям». Он взглянул на Горо. «Я пойду в Императорский дворец и извещу Императора об этих печальных событиях. А вы, беглецы с духом щения и все космодесантники, кто был на Эйзенштейне, останетесь на Луне, в секретной цитадели Сомнус, пока наш повелитель не решит вашу судьбу». Медленно и осторожно Горо вынул свой меч из ножен и, повернув рукоятью вперед, протянул его Дорну, как совсем недавно ему предлагал свое оружие воен. «Господин, если я изменник, возьмите мой меч и убейте! Я не могу выносить подозрений тех, кого считаю своими братьями!» Свободной рукой Горо коснулся изображения Орлана на груднике доспехов, потом кивком указал на латы примарха и аналогичные символы, похожие на те, что носил сам повелитель человечества. «Мы оба носим знак Аквиллы! Неужели это так мало значит?» «В эти смутные времена ни в чем нельзя быть уверенным». Лицо Дорна снова превратилось в каменную маску. «Убери свой меч и помолчи, боевой капитан Горо! Только запомни, если ты хоть в чем-то воспротивишься Эдикту Сигелайта, на тебя и твоих спутников обрушится вся ярость имперских кулаков». «Мы не станем сопротивляться», ответил побежденный Горо. «Если так решено, пусть так и будет». Вольнолюбец тихо вернулся в свои ножны. Примарх отвернулся. «Мы прибудем на место через несколько часов. Собери своих людей, будьте готовы к высадке». Казалось, что путь к двери по мраморному полу растянулся до бесконечности и при каждом шаге Горо испытывал боль в уже не существующей ноге. Фаланга приближалась к Луне, мимо висящих заграждений системы орбитальной обороны и коммерческих платформ, по открытому коридору, ведущему к темной стороне природного спутника Терры. После того, как крепость имперских кулаков встала на стоянку в лишенной гравитации орбитальной гавани Лагранж, фаланга вместе с Луной стала вращаться вокруг своего родного мира. Когда-то давно спутник был пятнистым каменным шаром, где люди отваживались делать первые шаги за пределами родной планеты. Они построили здесь колонии и в беспощадном холоде испытывали свою отвагу в подготовке будущих путешествий к другим мирам. Но с развитием прогресса на Терре спутник стал не просто дорожной станцией, от которой отправлялись межпланетные, а позже и межзвездные экспедиции. На некоторый промежуток времени в эпоху раздора, когда Терра была охвачена кровопролитными воинами, спутник снова превратился в заброшенную и безлюдную пустыню. Но с воцарением императора Луна обрела второе рождение. То пребывающее, то убывающее, она завершила цикл и эпоха Империума возродила ее к новой жизни. Вдоль экватора каменную сферу прорезала рукотворная долина шириной в несколько километров. Этот искусственный каньон, обнаживший скалы под пыльной поверхностью Луны, назвали трактом. По всей его длине были вырублены проходы во внутреннее пространство спутника, многочисленные двери в ячейки, созданные людьми в сердце Луны. Древний каменный массив спутника превратился в самый большой военный комплекс из сооруженных человечеством. Кроме того, была построена гавань для армады Империума, где строились и оснащались тысячи кораблей, от самых мелких челноков до грандиозных боевых барж. С внешней стороны спутника имелся целый комплекс станций наблюдения за открытым космосом. Порт Луна стал холодным каменным пристанищем для бесчисленных флотилий человечества. Луна стала не только оружием, но и гарантом безопасности. Большая часть металлов, извлеченных при постройке тракта и внутренних помещений, лучшими инженерами Империума была превращена в искусственное кольцо, окружавшее планетоид. Широкий серый обруч держал на себе батареи дальнобойных орудий и еще несколько стоянок для военных кораблей. Куда бы ни падал свет Луны, люди могли спать спокойно, зная, что их охраняет бессонный часовой. А внизу виднелась терра. Колыбель человечества была погружена в темноту. Свет солнца едва мерцал за изгибом круглой поверхности и создавал яркую золотистую корону. Ко луне была обращена ночная сторона терры и очертания ее континентов, силуэты высоких городских сооружений были по большей части скрыты штормовыми фронтами и дымкой. В тех местах, где облачность была достаточно тонкой, мерцающие искры огней огромных метрополий образовывали бело-голубые ожерелья, собранные в клубки или растянутые вдоль побережий на сотни километров. Ярко-желтый штурмкатер уносил на поверхность первую партию из семидесяти выживших на Эйзенштейне космодесантников. Натана Эль-Гаро, игнорируя безучестные взгляды капитана Халбрихта и его людей, выбрался из гравитационного кресла и прошел к иллюминатору. Он прижался лбом к выпуклому стеклу и незащищенными глазами взглянул на планету, на которой родился. Как давно это было! Теперь казалось, что время сильнее, чем прежде давит на его плечи. По подсчетам Гаро, прошло несколько десятилетий с тех пор, как он в последний раз видел величие имперской терры. Сердце щемило печаль. В ночной темноте он не мог рассмотреть тиранские конструкции и ориентиры, которые с такой готовностью запоминал в юности. Может быть, в этот момент какой-нибудь человек смотрит на них снизу? Возможно, какой-то мальчик не старше пятнадцати лет впервые в жизни взглянул в звездное небо с нетронутых просторов агропарка Альбин и восхищается неземным величием светил. Там, далеко внизу, находится место, где он родился и где остались пейзажи его детства. Внизу бьется сердце империума. Стоят величественные комплексы и сооружения вроде Красной горы, Либрария Ультима, города петиционеров и самого императорского дворца, где и сейчас проживает император. Все это казалось таким близким, что гору стоило только протянуть руку, чтобы обхватить терру закованными в броню пальцами. Он прижал к стеклу ладонь и перчатка полностью закрыла планету. «Если бы так просто было ее сохранить», сказал подошедший к иллюминатору сержант Хакур. Несмотря ни на что, вид родного мира вызывал у горо радость, хотя и приправленную печалью. «Пока дышит хоть один космодесантник Сталина, терра не может пасть». «Не хотел бы я стать тем самым космодесантником», ответил Хакур. «С каждым днем мы подвергаемся все более жесткой изоляции». «Да», согласился гвардеец смерти. Время бежало быстрее, чем он ожидал. Со времени их бегства, дрейфа и спасения оказалось на борту прошло не больше двух недель, но Гаро быстро понял, что их субъективное восприятие не соответствует реальному течению времени. Согласно показаниям центрального хронометра, синхронизированного с часами имперской столицы, после атаки на Истван-3 прошел вдвое больший отрезок времени. И снова мысли Гаро вернулись к приверженцам императора, оставшимся под пушками Хоруса. Штурмкатер повернул и наклонился к поверхности Луны, так что иллюминатор заполнился твердым белым камнем такого же оттенка, что и мраморно-светлые доспехи Гаро. Они пролетели над ущельем Риторики и спускались в Маре Кризиум, море кризисов, где стояла секретная лунная крепость сестер Безмолвия под названием Сомнус. Гаро уловил краем глаза движения, это из кормового отсека вышел один из имперских кулаков в желтых доспехах. Хакур увидел его реакцию. Терпеть не могу, когда со мной обращаются как с новичком, впервые покинувшим родной мир, тихо сказал он. Нам не нужен никакой эскорт, тем более затихолухов, лишенных чувства юмора. Таков приказ Дорна, ответил Гаро, хотя и без всякой убежденности. Капитан, разве мы теперь пленники? Неужели мы зашли так далеко, что нас закуют в железо и упрячут в подземную лунную темницу? Гаро повернул к нему голову. Мы не пленники, сержант Хакур. Наши доспехи и оружие остались при нас. Ветеран хмыкнул. Только потому, что люди Дорна не считают нас опасными. Посмотри туда, господин. Он кивнул на воина в дальнем конце отсека. Они притворяются беспечными, но не могут скрыть напряжение. Я вижу, как они передвигаются по кораблю, ходят так, словно стоят на страже, а мы их противники. Может быть, согласился Гаро, но мне кажется, что виной тому опасения капитана Халбрихта, а не то, что мы собой представляем. Все может быть, господин, но их настороженные взгляды режут меня словно кинжалами. Это оскорбление для нас. Они нас разделили, поместили лунного волка, военной капсулу с дёциусом на другой штурмкатер, и я даже не видел, что произошло с итератором и женщинами. Гаро показал в иллюминатор. Мы все летим в одно место, Андус. Посмотри туда. Снаружи, навстречу снижающемуся штурмкатеру уже поднимались бронзовые башни крепости. С близкого расстояния Гаро заметил, что здание построено из поставленных друг на друга сотен щитов, по форме напоминавших лицевые пластины шлемов сестер безмолвия. Штурмкатер заложил вираж и стал по спирали огибать башню. На дне обширного кратера показался купол. Он медленно раскрылся, и треугольные сегменты расступились, освободив скрытую площадку для приземления. «Мы на подлете крепости!» произнес Халбрихт. «Займите свои места!» «А что, если я хочу стоять?» вызывающе воскликнул Хакур. «Сержант!» окликнул его Гаро и жестом приказал вернуться в кресло. «Твои подчиненные все такие непокорные!» пробурчал капитан имперских кулаков. «Конечно!» ответил «Мы же гвардия смерти!» «У нас так принято!» Борт штурмкатера едва успел открыться, как Гаро, опередив Халбрихта, выскочил наружу. Согласно протоколу, из корабля имперских кулаков должны были первыми выйти воины этого легиона, но Гаро все меньше и меньше считал нужным придерживаться бесполезного этикета. На посадочной площадке их ожидал аккуратно построенный отряд сестер безмолвие. Поверх складчатых крыльев штурмкатера Гаро посмотрел вокруг, потом на открытый купол над головой. Там мерцал едва заметный пузырь частично проницаемого поля, которое удерживало атмосферу, но позволяло беспрепятственно проходить внутрь телам с большой массой. Второй штурмкатер уже опускался на огненных столбах обратного выброса, а далеко в темноте космоса виднелся и третий только сигнальными огнями. Космодесантник, сделав несколько шагов, остановился и поклонился сестрам. Натанаэль Гаро, боевой капитан гвардии смерти, я прибыл по приказу примарха Рога Ладорна. Вслед за ним с трапа тяжело спустился Халбрехт вместе со своими воинами, и Гаро ощутил распространившееся от них раздражение. Натанаэль продолжал смотреть на сестер. Отрядные значки нескольких групп отличались друг от друга, и он пытался определить отделение штурмовой кинжал. Перед Гаро стояли те же самые воины, с которыми он шел в бой на Йоргольском мире корабле, но незначительные детали доспехов разных групп различались между собой, как различались и латы разных легионов космодесантников. Одна из групп была в латах, отделанных морозным серебром, а нижняя половина их лиц в левые заграждения. Еще одна женщина, стоявшая с краю, вообще не носила доспехов. Вместо лат на ней был надет облегающий костюм из плотной кроваво-красной кожи с множеством пряжек, такими же перчатками и высоким воротом, закрывавшим всю шею. У этой женщины не было глаз. Вместо них, тонкой, как волосок проволокой, кожи, щек и лба, были прикреплены две тяжелые рубиновые линзы аугметической системы зрения. Она осматривала Горо с вниманием хирурга, исследующего раковую опухоль через окуляры микроскопа. Внезапно Горо до костей пробрал холод. Это было то же самое странное ощущение, как и при встрече с сестрой Аминдерой в зале собрания стойкости. Какое-то необычное чувство абсолютной прозрачности, только теперь оно окутывало его полностью, со всех сторон неяснимым воздействием. «Добро пожаловать, боевой капитан!» раздался знакомый голос. Стройная женщина в обычной одежде вышла из рядов воинов, откинула капюшон накидки, и Горо узнал послушницу, с которой разговаривал раньше. «Мы рады и вам, капитан Халбрехт из имперских кулаков. Сестры безмолвия приветствуют вас в цитадели Сомнус. Жаль, что наша встреча проходит при столь печальных обстоятельствах?» Горо испытывал сомнение. Он не знал, что именно известно сестрам о ситуации в системе Иствана и что могли рассказать им Дорн и Сингилайт. После секундного замешательства он отдал честь. «Сестра, я благодарен за предоставленную гавань на то время, пока ситуация не прояснится». Конечно, это была ложь. Ни Горо, ни его люди не хотели оставаться здесь, но сестры безмолвия доказали, что достойны уважения, и он не видел необходимости начинать встречу с пререканий. С него было достаточно споров и с имперскими кулаками. «А где ваша госпожа?» Спокойствие на мгновение покинуло лицо послушницы, и она быстро оглянулась на женщину в красном. «Она присоединится к нам с минуты на минуту». Остальные воины Горо из первого штурмкатера тоже покинули корабль и под руководством сержанта Хакура образовали парадный строй. Халбрехт подошел вплотную к Натанеэлю. «Капитан!» – сдержанно окликнул он Горо. «На пару слов». Имперский кулак прищурил глаза, но в его лице Горо не обнаружил ожидаемого раздражения, напротив, оно выражало почти сочувствие. «Я мы только начинаем осознавать, что вам пришлось пережить. Если все это правда». Горо почти услышал невысказанное предположение. «Не думай плохо о моем примархе. Все отданные им приказы направлены на обеспечение безопасности Империума, если цена этой безопасности твоя раненая честь, не считай ее слишком высокой». Горо ответил ему прямым взглядом. «Мои братья меня предали. Мой командир оказался мятежником. Мой побратим погиб, а легион на пути к распаду. Моя честь, капитан Халбрихт, это все, что у меня осталось». Он отвернулся и стал наблюдать за вторым штурмкатером, уже опустившимся на площадку в клубах выхлопных газов. Транспортный корабль откинул боковые борта, и из него выскочили грузовые сервиторы, несущие капсулу изолятора. От них ни на шаг не отставал воен. На глазах Угоро часть сестер Безмолвия, вооруженных ружьями Инферно, образовали кордон вокруг проносимого мимо них модуля. «Куда вы его несете?» спросил он. «В цитадели Сомнус много специалистов самого разного профиля, и наши госпитальеры весьма искусны», ответила послушница. «Возможно, они преуспеют там, где не добились успеха медики-космодесантники». «Диоциус, это вам не труп Ксеноса», резко возразил Гаро, вспоминая младенца Псайкера. «Вы должны обращаться с ним со всем уважением достойным гвардии смерти». Сэндек и Круз подошли к Гаро и присоединились к отряду Хакура. «Успокойся, парень», произнес лунный волк. «Твой юноша еще не умер. Он и сейчас сцепляется за эту проклятую жизнь. Никогда еще не видел такого упорного жизнелюбия». Гаро кивнул, но настроение его резко ухудшилось. Наконец, под своды купола спустилось последнее судно, коснулось земли, выпущенными из-под крыльев и фюзеляжа шасси, и развернулось. Он узнал черно-золотые цвета челнока, похожего на тот, что прилетал с Аэриа Глорис на пусковую палубу стойкости. Стройный корабль замер на посадочной площадке, и его моторы затихли. Еще до открытия выходной задвижки Гаро почувствовал, кого он увидит на борту. Откидная дверь, повернувшись, превратилась в трап, и появились несколько человек. Впереди всех вышла Амендера Кэндалл, но ее благородная внешность казалась несколько померкшей. Сестра была явно чем-то встревожена и расстроена. Следом за ней двое ищаек из отделения штурмовой кинжал сопровождали остальных пассажиров Кирилла Зиндермана, Мерсади Олитон и возглавлявшую их Эуфратию Киилер. Взгляд Киилер через всю площадку отыскал Гаро. Она приветственно кивнула ему, сохраняя почти царственный вид. Он ожидал увидеть ее испуганной и встревоженной, как выглядели старый итератор и Олитон, но Эуфратия спускалась с трапа с таким видом, словно находилась здесь по праву и была хозяйкой крепости. Сестра Аминдера сказала что-то на языке жестов, и женщина в красном с неожиданной ловкостью играться и шагнула вперед. Обвинитель кивнул в ее сторону Халбрихт. Говорят, чтобы получить это звание, каждая из них должна лично сжечь не меньше сотни веган. Киилер невозмутимо остановилась, ожидая, пока к ней подойдет отряд охранников. Сестра обвинитель с особой тщательностью, но быстро осмотрела Эуфратию с ног до головы. Затем она что-то передала жестами сестре Кэндл и резко махнула своим воинам, которые тотчас окружили беглецов. Горо и Круз одновременно шагнули вперед, готовые даже завязать бой, если того потребуют обстоятельства. Эти люди находятся под моим покровительством, крикнул гвардеец смерти. Любой, кто причинит им зло, будет иметь дело со мной. Сестра Аминдера и ее ищейки двинулись на перерез космодесантником, но Киилер их остановила. Натанэль, Яктан, не вмешивайтесь, пожалуйста, я пойду с ними, это необходимо. Женщина в красном сделала несколько жестов и послушница их перевела. Она обладает способностями, которые находятся в ведении сестер безмолвия. По приказу императора и согласно никейскому эдикту мы имеем право поступить с ней по своему усмотрению. Вы не можете заявлять здесь о своих правах, космодесантники. А гражданские итераторы летописец, огрызнулся Круз, вы их тоже можете забрать? Мы последуем за Эуфратией, куда бы она ни пошла, отчаянно заявила Мерсади, Игоро увидел, что итератор подтвердил ее слова кивком. Киллер шагнула вперед. Не бойтесь за нас, крикнула она. Верьте, император защитит! Горо смотрел, как процессия спускается с трапа и скрывается за толстыми стальными створками дверей, которые тут же слязгом закрылись за ними. Он никак не мог отделаться от мысли, что больше никогда не увидит этих людей. Аминдера Кэндал все еще стояла перед ним и не отрывала жесткого взгляда от его лица. Она снова заговорила на языке жестов. Капитан Горо и все, кто находится под его командованием, чистым и звонким голосом перевела послушница. «Знайте, что мы предоставляем вам убежище до тех пор, пока повелитель человечества не определит вашу дальнейшую судьбу. Помещения для вас уже готовы». Сестра ни разу не встретилась взглядом с Горо. «Вы наши гости и относиться к вам будут соответственно. В обмен мы просим регионов космодесанта с честью и уважением». Послушница немного помедлила. «Капитан, сестра просит вас дать слово». Казалось, прошла целая вечность, пока капитан не ответил. «Я даю слово». Это была тюрьма. В буквальном смысле. В спартанских помещениях отдельного уровня крепости, отведенных сестрами для ожидания, не было оконных решеток и запертых дверей, но снаружи простирались голые скалы и безвоздушное пространство, а на многие километры вокруг повсюду стояли автономные сенсоры и огневые точки. Если бы они даже выбрались из крепости, куда им идти? Захватить в гавани корабль? А что дальше? Гаро молча сидел в небольшой келье и прислушивался, как разговаривают между собой остальные семьдесят космодесантников. Все они откровенно высказывали свои мысли, делились надеждами на будущее, опасениями, порожденными отчаянием, и строили ничего не значащие планы. Сестра Аминдера поступила умно. Он видел выражение ее глаз. Гаро знал не хуже, чем она, что если космодесантники Сейзенштейна решат нарушить свое заключение, сестры безмолвия вряд ли смогут им помешать. Гаро был уверен, что воины Кэндал приложат все усилия, но по его подсчетам космодесантники могли потерять не больше десяти своих людей, да и то только тех, кто еще не оправился от ран, полученных при бегстве из системы Ист-Ваана. Знал он и то, что Фаланга и вместе с ней Дорн находятся где-то неподалеку. Возможно, в случае их побега примарх пошлет убедить их вернуться Эфрида и Халбрехта. Гаро нахмурился. Да, тактика была выбрана удачно и Дорну нельзя отказать в мастерстве хладнокровной стратегии. Оглядываясь назад, чтобы оценить ситуацию, боевой капитан не мог не отдать должное примарху, решившему поступить с беженцами Эйзенштейна именно таким образом. Если бы Гаро со всеми остальными остался в Звездной крепости, рано или поздно возникли бы трения и могла пролиться кровь. А Дорн, поместив их под опеку сестер, тех самых женщин, с которыми они вместе сражались лишь несколько месяцев назад, лишил Гаро возможности завязать братоубийственную схватку. Даже если бы они пробились сквозь заслоны сестер безмолвия и имперских кулаков, если бы сумели завладеть кораблем, чего бы им это стоило? Было бы безумием полагать, что им удастся подойти к Терре и потребовать аудиенции у императора, чтобы оправдаться. Любой обладающий атмосферой корабль будет сбит на дальних подступах к императорскому дворцу. А если попытаться уйти в глубокий космос, то между луной и ближайшими точками для варпрыжка их будут поджидать сотни боевых кораблей. У Натанаэля Гаро было множество опасений по поводу судьбы семидесяти его братьев, но только не это. Зайти так далеко в моральном и физическом смысле и быть запертыми в тихой гавани в непосредственной близости от конечной цели. Это была своего рода пытка. Время шло, а они не получали никаких известий. Сэндек вслух рассуждал, что их оставили здесь в покое и безопасности, пока дело Хоруса не будет решено на другом конце галактики. И во время битвы о семидесяти неуемных космодесантниках просто забыли. Андуз Хакур высмеял его заявление, но Гаро видел, что за насмешками скрывается искреннее беспокойство. Космодесантники могли погибнуть на поле боя или от несчастного случая. За исключением этого, они были практически бессмертными, и он слышал об одном воине, прожившем тысячу или даже более лет. Гаро не мог себе представить, каково было бы оставаться запертым в крепости, пока снаружи разворачиваются грандиозные события. В первые несколько дней гвардеец смерти пытался отдохнуть, но, как и на борту фрегата, сон не часто приходил к нему, а когда это случалось, приходили и видения тьмы и ужаса, порожденные безумным полетом. Зараженные распадом и болезнями существа, которые маскировались под Грульгера и его людей, мелькали в его мыслях и истощали силу воли. Неужели эти создания реальны? В конце концов, в ВАРП есть отражение человеческих эмоций и психической деятельности. Тогда мутант Грульгер, возможно, был искаженным отражением нечистого и зараженного сердца, бьющегося в груди реального Грульгера, и такая же судьба может подстерегать других опрометчивых людей. На противоположном краю спектра он ощущал золотое сияние чего-то или кого-то, неизмеримо древнего и мудрого. Это не могла быть Киилер, хотя ее присутствие он тоже чувствовал. Тот свет превосходил ее и проникал во все уголки души. Наконец Гаро окончательно проснулся и решил отказаться от дальнейших попыток отдохнуть. Он понимал, что им предстоит война, но не такая, как в системе Истваана, где сторонники Хоруса будут сражаться против приверженцев его отца. Это будет иная война, молчаливая и коварная, видимая лишь немногим людям вроде Киилер, Калиба и теперь еще Натануэля. Война не за территории и материальные ценности, а борьба за души, сердца и мысли. Перед ним и его братьями лежали две дороги. Космодесантник сознавал, что они всегда были перед ним, но раньше зрение было затуманено, и он не видел пути так отчетливо. Одна дорога, которую выбрал Хорус, вела к чудовищным ужасам. Другая вела сюда, к Терре, к правде и этой новой войне. Значит, Гаро уже стоял на поле битвы и сражения неумолимо приближались, как темные грозовые тучи из-за горизонта. «Грядет шторм», произнес капитан вслух, держа перед собой бронзовую икону императора. Всегда было две дороги. Первая скользкая от крови, и он прошел по ней уже значительную часть пути. Конец ее всегда был виден, но всегда оставался за гранью достижимого, и там ждало избавления от боли и сладкий нектар возрождения. Другой путь был усеян лезвиями, на нем ждали агония и мучения, бесконечные несчастья, еще более тягостные страдания, чем те, от которых уже раскалывались его тело и мозг. На этой дороге не было ни результатов, ни забвения, только бесконечная петля Лентамиобиуса, вращающаяся в преисподней. Солунь-Дёциус был одним из космодесантников, которые, по сравнению с миллиардами непосвященных людей Империума, считались сынами богов войны, но силы даже этих существ имели свои пределы. Ужасная рана превратилась в ненасытную зубастую пасть, которая пожирала плоть и разрушала дух гвардейца смерти. Там, где нож Грульгора проник сквозь доспехи и погрузился в плоть, в тело Дёциуса проник вирус всех вирусов, болезнь, которая вобрала в себя все недуги человечества, как известные, так и те, с которыми людям еще только предстояло столкнуться. От нее не существовало лекарства, да и как могло быть иначе? Бактерии были выделены из живого дистиллята распада самой сильной степени. Сверхподвижный образец тройных восьмиконечных микробов разлагал любое вещество, с которым входил в контакт. Эти невидимые орудия являлись солдатами пехоты Великого Разрушителя, и каждый из них был отмечен знаком владыки распада. Помогите мне! Он бы выкрикнул эти слова, если бы мог совладать со сведенными судорогой челюстями, если бы смог разлепить сухие, склеенные губы, если бы его горло могло пропустить что-то, кроме густой, кроваво-желочной массы. Дюдсоус извивался на медицинском ложе, а на его теле появлялись все новые синюшные пятна, омертвевшие от действия инфекции плоти. Он тянулся к стеклянным стенам руками, состоявшими теперь из тонких ломких костей, обернутых обвисшей кожей и бессильными волокнами мышц. Существа, похожие на личинок с тремя черными глазами, сверлили плоть его туловища и кололи крошечными ядовитыми усиками. Боль была непереносимой, но каждый раз, когда Дюциус воображал, что достиг апогея мучений, агония накатывала новыми волнами. Он так жаждал смерти, для него ничто не имело значения, Дюциус так хотел умереть, что начал молиться, прокляв и похоронив имперские истины. У него больше не осталось сил. Если нельзя обрести мир не одним из способов этой реальности, что ему еще остается, как не обратиться к силам потусторонним? Из агонии родился смех. Сначала издевательский, потом постепенно смягченный и приглушенный. Разум приглядывался к нему, прикидывал, наконец что-то увидел в юноше, что позволило бы усовершенствовать лишь недавно обретенное искусство, переделывать людей. Над ним парило сожаление. Как невыразимо жаль, что люди, которых Дёциус называл своими братьями, не обращают внимания на его боль. Как жестоко с их стороны оставлять его страдать и страдать, пока болезнь все глубже вгрызается в сердце. Он ведь так много им отдал разве неправда, сражался на их стороне, спасал их жизни, не думая о своей собственной, стал самым лучшим гвардейцем смерти. И ради чего, чтобы они заперли его в стеклянной клетке и наблюдали, как он медленно задыхается в испарениях своего гноя? Разве он этого заслуживает? Что он сделал плохого? Ничего, ничего, они бросили его, он их за это ненавидит, ненавидит их! Они сделали его слабым. Да, в этом-то все и дело. Во всей этой суматохе вокруг Хоруса и его махинаций Дёциус позволил себе стать слабым и нерешительным. Он ни за что не пропустил бы удар Грульгера, если бы сохранил ясную голову и сосредоточился. Да, с обжигающей болью пришло понимание, и его ошибка и слабость имели один и тот же источник. Он подчинился приказам Гарро. Несмотря на все свое недовольство, Солун позволил убедить себя в том, что он все еще слишком молод и неопытен, позволил себе считать, что путь Гарро лучше. Но так ли это? Нет, не так. Гарро слишком нерешителен. Его учитель утратил инстинкт убийцы. Хорус, Хорус, вот воин, который знает, что такое сила. Он обладает истинным могуществом. Он привлек под свои знамена примархов, даже мартериона. Идет Сеус решил, что может ему противостоять. Какое безумие им овладело. Ты хочешь смерти? Вопрос прозвучал в голове, а боль неожиданно отступила. Или предпочтешь новую жизнь, новую силу, полную неуязвимость? Голос или не голос, омерзительно влажный, шептал в его мыслях. Да! Дюцус выплюнул гной и почерневшую кровь. Да, будь они прокляты, я больше никогда не буду слабым. Я выбираю жизнь, дай мне жизнь! Мрачный смех повторился. Я так и сделаю. Существо, вставшее из медицинского ложа, больше не было солонным Дюцусом. Обнаженное, на грани ярости создание было еще похоже на космодесантника, но только как грубая пародия на их благородные формы. Поверх подгнивших костей, мокрой, покрытой язвами кожи, выросли зеленовато-черные пластины хитиновой брони, сверкнувшие в свете ламп маслянистым блеском. Глаза, превратившиеся в шарики отмершего белка, прорезались леденящими сапфирами, разделились на множество граней и размножились по всему лицу, впились в кости. К потемневшим и крошащимся зубам во рту добавились мандибулы. Конечность вытянулась, смела все стеклянные бутылочки и пузырьки, превращаясь в когтистую лапу с множеством суставов. Зазубренные ногти резко увеличились, затвердели и стали острыми костяными ножами цвета жука меченоса. То, что раньше было солуным диоциусом, открыло рот и заревело, а из-под кровоточащих гноящихся губ вылетел рой насекомых, окутал дрожащее тело живым саваном, закрыл пелериной бьющихся и жужжащих крыльев. Повелитель мух поднялся на новых когтистых лапах, разнес бронированное стекло своей тюрьмы и отправился на поиски жертв. Глава шестнадцатая Повелитель мух тишина его именем Гравидиск спустился на уровень лазарета и Толин Сэндек сошел с парящей платформы. Овальная тарелка немного повисела после того, как он сошел, а потом беззвучно взлетела по одному из вертикальных каналов, пронизывающих внутреннее пространство цитадели Сомнус. Сэндек недовольно скривил губы. В крепости повсюду царили диковинные запахи, раздражавшие гвардейцы смерти. Разным уровнем соответствовали разные ароматы, испускаемые курильницами и странными механическими устройствами, похожими на стальные цветы. Таков был принятый у женщин обычай обозначения разных частей здания. Похожие методы использовались на орбитальных платформах и некоторых звездных кораблях для слепых астропатов. Возможно, именно это неприятное сходство и вызывало недовольство Сэндека. Он недолюбливал все характерные признаки псайкерского мастерства и все, что было с ними связано. Эти области не укладывались в его рациональное и логическое представление о вселенной. Сэндек верил в холодные отчетливый свет науки и имперские истины. Загадочные способности, слишком похожие на колдовство, были ему не по нраву. Такими вещами мог заниматься император, но никак не низшие сословия. Но запах, сегодня он казался другим. Раньше аромат едва затрагивал его обоняние и напоминал о розах. Сегодня он был сильнее, более сладким и с каким-то металлическим оттенком. Сэндек продолжил путь. Без всякого приказа, не получив ничего, хоть отдаленно похожего на официальную санкцию, 70 космодесантников установили караул. Им нечем было заняться в крепости, кроме как отрабатывать строевые и боевые приемы в тесных помещениях отведенного им уровня здания. И ожидание в полном бездействии их раздражало. Участие Яктона Круза никто не требовал. Дёциус был гвардейцем смерти, а Круз лунным волком. Но все остальные воины, оставшиеся под командованием Горо, сразу поняли они быстро установили порядок, при котором в любой момент у изолятора, где лежал больной Солун Дёциус, находился один из космодесантников 14-го легиона. То, что молодой воин был обречен на смерть, ни у кого не вызывало сомнений, но для них стало делом чести не допустить, чтобы он умер в одиночестве. Не в первый раз Сэндека беспокоил вопрос о том, что будет после смерти парня. Дёциус в каком-то смысле стал для них символом, воплощением несгибаемой стойкости легиона. Толлин не раз вспоминал об их перепалках за игровой доской на борту стойкости и каждый раз испытывал болезненное сожаление. При всей дерзости и надменности Солуна заносчивый воин не заслуживал столь бесславной гибели. Дёциусу следовало умереть в славной битве, а не опускаться до войны собственным телом. Запах становился всё сильнее. Сэндек ещё больше помрачнел. Перед ним на часах должен был стоять Яго, один из ветеранов из отделения Хакура и большой мастер владения плазмоганом, но он запаздывал к месту встречи. Это было на него не похоже. Суровые тренировки и наставления сержанта Хакура давно исключили всякую забывчивость. Но вот в странной смеси ароматов безошибочно проявился запах крови, и Сэндек насторожился. В коридорах лазарета не было заметно никакого движения, только там, где проход поворачивал к палате с капсулоизолятора, на потолке и стенах померкли биолампы. Всего лишь слабый красноватый свет указывал ему на нечёткие контуры коридора. Сэндек бросился бежать, подмечая на ходу все детали. На мгновение ему показалось, что произошёл какой-то несчастный случай, вроде утечки большого количества масла, забрызгавшего стены и пол, но убийственный запах приковал всё его внимание, пропитав лазарет смрадом гниющего мяса и свежей крови. Внезапно Сэндек понял, что заглушало свет биоламп. Колоссальное количество крови покрыло их густыми вязкими слоями, и лучи не могли сквозь них пробиться. Керамитовые подошвы захрустели осколками костей и выбитых зубов. В неясном сумраке он определил очертания руки, вырванной из сустава и ещё частично покрытой осколками доспеха в гвардии смерти. По всей оторванной конечности уже ползали блестящие чёрные личинки. Сэндек потянулся за болт пистолетом, висевшим на поясе, и в этот момент тишину нарушили неожиданные звуки. Почерневшие стены вокруг него зашевелились и зажужжали миллиардами крыльев насекомых. Раи мух, кормившихся на потёках крови, почуяли приближение космодесантника. Сэндек бросил взгляд на изолятор, и у него перехватило дыхание. Капсула дёцца превратилась в осколки, словно пробитое изнутри яйцо. По выложенному плитками пулу валялись разбросанные части тел и внутренние органы разорванных в клочья сервиторов и других живых существ. Жужжание становилось громче, и рука Сэндека машинально нащупала выключатель боевой вокс-связи, которая должна была передать сообщение прямо командиру отделения. «Андус!» заговорил он. «Поднимай по тревоге!» Коготь зацепил его за ногу и резким рывком бросил на пол. Сэндек вскрикнул и выронил пистолет, а нападавший сильным ударом швырнул его на застеклённый шкаф, заполненный флаконами и бутылями. Гвардеец смерти загремел разбитым стеклом и заскользил по испачканному густой слизью полу на руках и коленях. Попытался остановиться, но крючковатая конечность снова взвилась в воздух и ударила его в лицо, опять опрокинув на спину. Сэндек задыхаясь покатился по полу, ударяясь о то, что ещё недавно было телом брата Яга. Жужжащий, ревущий рой мух циклоном пронёсся по комнате и от пронзительного звона их крыльев заложило уши. Он отчаянно оглянулся в поисках возможного оружия и среди разбросанных по полу хирургических инструментов увидел большую пилу для рассечения костей. Гвардеец смерти перевернулся на живот и схватил блестящую рукоять из хирургической стали. Он отомстит этому чудовищу за смерть боевого брата! Толлен едва успел мельком рассмотреть чёрную фигуру. Он увидел бахрому странных, похожих на проволоку волос, обрамляющую маслянисто поблёскивающие доспехи, и понял, что задыхается в чудовищном зловонии смерти, исходящем от налётчика. К нему приблизилась голова, на которой было слишком много глаз и вибрирующий паучий рот, но под пятнистой разлагающейся плотью угадывался смутно знакомый облик. Ужасное узнавание ударило Сэндика, как пуля. Солун! Его охватили сомнения, и блестящая дуга хирургической пилы замерла в руке. Уже нет. Рот монстра двигался, но звук шёл со стороны роя мух, которые били крыльями и царапались лапками, чтобы воспроизвести похожие на человеческую речь звуки. Из полумрака появился коготь и пробил кожу и кости черепа Сэндика. Розовато-серое содержимое выплеснулось на доспехи, и рой мух ринулся вниз на чудовищный пир. На тоннель! Крик ворвался в тело Гаро и задел каждый его нерв. Он резко вздохнул, стальная кружка выпала из дрогнувших пальцев, и на пол тренировочного зала выплеснулся ручеёк тёмного чая. Воен увидел его реакцию и подошёл узнать, в чём дело. Капитан, с тобой всё в порядке? Ты слышал это? спросил Гаро оглядываясь, не в силах справиться с беспокойством. Я услышал её призыв. Воен изумлённо моргнул. Сэр, не было ни единого звука. Ты дёрнулся словно от удара. Гаро оттолкнул его руку. Я слышал её! Слышал так же отчётливо, как слышу тебя! Это был... Внезапно он всё понял, и в сердце вонзился острый кинжал неподдельного страха. Киллер! Что-то случилось! Это было предупреждение! Входная створка скользнула в стену, и на пороге появился Хакур, весь вид которого свидетельствовал о глубочайшей тревоге. Гаро немедленно понял, что-то случилось. Говори, приказал он. Хакур постучал пальцем по вокс-устройству вмонтированному ворот силовых доспехов. Господин, боюсь, Сэндек попал в беду. Он начал передавать мне сообщение о тревоге, но потом связь неожиданно оборвалась. Где он находится? Он спустился на смену Яго, ответил воен. Капсуля больного. Гаро хлопнул его по плечу. Воен, оставайся здесь и будь наготове. Боевой капитан устремился к выходу. Сержант, позови лунного волка и еще пару воинов. Я жду вас у шахты спуска. Господин, что происходит? Спросил Хакур. Неужели эти женщины выступили против нас? Натануэль на мгновение прикрыл глаза и эхо недавнего крика пробудило в его разуме самые темные чувства. Пока не знаю, старина, ответил он, взял свой шлем и надел на голову. Скоро мы все выясним. Навстречу Гаро и остальным космодесантникам, спускавшимся на гравидиске, вверх по шахте летело эхо оружейной стрельбы. Круз покосился на капитана. Проклятая война и здесь нас преследует. Да, ответил Натануэль. Боюсь, что наше предупреждение запоздало. Хакур тихо выругался. Нет, Сэндека, нет, Яго, нет никаких сигналов, даже несущей волны. На таком расстоянии не слышали даже, как я зеваю. Здесь нет ни одного препятствия для передачи. Диск замедлил спуск на уровне лазарета. Запах недавней смерти окутал платформу и воины насторожились. К оружию! скомандовал Гарро, обнажая свой меч. Вслед за ним все спустились с платформы и зашагали по коридорам через залитый кровью переход. Вскоре они подошли к изолятору и Круз негромко присвистнул. А вот и Сэндек, сказал он, наклоняясь в сумраке к темной массе. Вернее, то, что от него осталось. Гарро подошел ближе и зловоние распада ударило в ноздри даже через дыхательные фильтры. Рыхлая слизистая масса напоминала труп в стадии глубокого разложения. Это бесспорно был Толин Сэндек, хотя его разбитая голова и превратилась в полужидкую массу. Гарро узнал его почетные значки и особые обеты, пришпиленные к доспехам. Даже они утратили цвет, как будто от старости и плесени, а по металлическим частям брони уже протянулись щупальца ржавчины. Один из людей Хакура закашлялся от омерзения. Он выглядит так, словно лежит здесь несколько недель, а я только сегодня утром с ним разговаривал. Лунный волк наклонился над трупом. Ягтон, держись от него подальше! Предостережение Гарро запоздало. Большие белые нарывы на теле Сэндеков вздрогнули, почуяв теплокровного круза, и взорвались потоками крошечных радужно переливающихся жучков. Ветеран отшатнулся и стал стряхивать их с себя, передавив ладонями в перчатках несчетное множество насекомых. А, мерзкие черви! Капитан пошевелил оторванную руку носком ботинка. Здесь было слишком много оторванных фрагментов плоти и костей, чтобы принадлежать одному растерзанному телу человека. И с мрачной определенностью он понял, что Яго, как и несчастный Толен, тоже погиб. Хакур через всю кончиком боевого ножа он подцепил что-то на полу стеклянной капсулы и поднял, чтобы все могли посмотреть. Вечная Дарра! А это что такое? Предмет напоминал оторванный лоскут муслина, скользкий от слези. Лоскут повернулся на лезвие и Гаро разглядел отверстия, соответствующие глазам, ноздрям и рту. Круз с мрачным видом изучил кулачок. Это человеческая кожа, сержант. Ее сбросили, как сбрасывают шкуру змеи и насекомые. Частые залпы болтерного огня донеслись по коридору из другого конца лазарета и Гаро резко махнул рукой. Оставьте это! Надо двигаться дальше! Лицо Круза словно окаменело от постоянного выражения холодной, еле сдерживаемой ярости. При каждом повороте, когда он думал, что преодолены уже все обрушивались все новые ужасы. Ему казалось, что зло схватило его разум в свои объятия и постепенно сжимает мысли и волю, постоянно увеличивая интенсивность воздействия. Он чувствовал, что находится уже на грани сознания и его внутренний свет и добродетель скоро истощатся. Каждая новая сцена вызывала все новые приступы отвращения и повергала в отчаяние. Космодесантники быстро миновали несколько герметичных дверей, выбитых или сорванных с петель каким-то невероятно сильным и злобным существом. Затем они оказались в палате с рядами коек и кушеток, предназначенных для пострадавших в боях сестер безмолвия. Но теперь отделение больше напоминало не медицинскую палату, а бойню. Это помещение, как и изолятор, было густо залито кровью и выделениями, повсюду стоял смрад разложения и экскрементов. Все пациенты на кроватях были мертвы или умирали от разных беспощадных болезней. Круз увидел бледную истощенную ящейку, у которой изо рта шла пена, а все тело тряслось в параличе. Рядом с ней лежало раздувшееся тело, окутанное нечистыми испарениями. Одна из женщин умирала от гниения костей, рыдающая послушница была покрыта чумными язвами, а из глаз и ушей обнаженной девочки сочилась смешанная с гноем кровь. Но распаду подвергалась не только живая плоть. Стальные рамы и медицинское оборудование покрывали разводы ржавчины, стекло и пластик потрескались и рассыпались на куски. Разложение коснулось абсолютно всего. Круз отвернулся. «Их оставили умирать», произнес Хакур. «Заразили и оставили мучиться, словно бездушные куски мяса». «Испытание», добавил Гарро. «Тот, кто это сделал, испытывал свои силы. Мы должны все это сжечь», сказал Круз. «Надо проявить милосердие к этим несчастным. Сейчас для этого нет времени», возразил Гарро. «Пока мы здесь болтаем, причина этих ужасов беспрепятственно сеет разложение». В дальнем конце отделения они прошли мимо еще нескольких мертвых тел. На этот раз перед ними предстали сестры безмолвия в бронированных доспехах охранников. Разбитые и сломанные болт пистолеты валялись на полу, из их дул вытекали струйки едкой желчи. Участки незащищенной кожи покрывали бесчисленные мелкие царапины. Сестры погибли от колотых ран груди, нанесенных странным орудием, словно бы связкой из пяти тонких кинжалов. «Две короткого меча слишком узкие лезвия», заметил Круз. Горок кивнул и поднял руку с растопыренными пальцами. «Когти», пояснил он. Хакур и его воины уже трудились над заржаевшим колесом герметичного замка двери, которая вела в следующее помещение этого уровня крепости. Склеившиеся створки, раздвигаясь, заскрежетали. «Что же за чудовища обладает такими когтями?» вслух удивился Круз. Дверь отворилась, раздался громкий хлопок ворвавшегося воздуха и перед космодесантниками предстал ответ на вопрос лунного волка. Прилегающее помещение представляло собой открытое пространство, многократно пересеченное мостками и переходами из стальных конструкций, нависших над обширной платформой ангара, расположенной несколькими уровнями ниже. Построенный примерно на половинной высоте цитадели Сомнус, ангар служил вспомогательной посадочной площадкой для челноков, обслуживающих черные корабли. Он относился к службам лазарета и обеспечивал в случае необходимости возможность незамедлительной доставки раненых сестер прямо на медицинский уровень. Обычно там было полно сервиторов, занятых ремонтом стоящих в доках кораблей или переходных шлюзов, но сейчас помещение представляло собой поле жестокой битвы. Гаро заметил серебряные и золотые доспехи, а присмотревшись понял, что дюжина сестер безмолвия в рукопашную сражается с вихрем неуловимо быстрых когтей и черно-зеленых доспехов. Трудно было даже понять, лбы плотного дыма окутывали всех сражающихся. Впрочем, это был не дым. Туча жужжала и вилась по собственной воле, и Гаро увидел, как одну ищейку, ослепленную кружащейся массой, зацепил и насмерть ударил о пол один из когтей. Едва различимая фигура в центре насекомых, высокая и неуловимо быстрая, продолжала наносить жестокие удары по рядам сестер. Хакур поднял болтер, но Гаро жестом остановил сержанта. Осторожно, но по стенам проходят топливные и кислородные трубопроводы. Неловкий выстрел может превратить ангар в преисподнюю. Только клинки, пока я не отдам другого приказа. По узким лестницам космодесантники могли пройти только по одному. Гаро заметил, как Крус и один из ветеранов Хакура отделились от группы и бросились к соседнему переходу. Кивнув им, Натанаэль устремился вперед. Металлические листы звенели и дрожали под тяжелыми сапогами космодесантников. Едва ли они были рассчитаны на такую массу керамита и пластали. Рой насекомых действовал как единое мыслящее существо. Едва космодесантники подошли ближе, от него начали отрываться куски, которые с пронзительным воем бросились с воздуха на воинов теплыми плотными комками и впивались ядовитыми мандибулами в глаза и участки незащищенной кожи. Этому врагу болтерный огонь был нипочем. Масса крошечных тел препятствовала атаке и люди были вынуждены замедлить продвижение, чтобы смахнуть с себя налетчиков, превращая разъяренных насекомых в хлопья хитиновой шелухи. Лезвие меча вспыхнуло голубым пламенем. Размахивая оружием, Гаро прорубил прогалину на краю густого роя и едва успел отреагировать на летящее в него тело в золотых доспехах, отброшенное свирепым ударом монстра. Он схватил сестру железной хваткой, чтобы не дать ей упасть на сломанный поручень перехода. Женщина зашипела от боли и Гаро слишком поздно заметил, что одна ее рука покрыта сплошными крошечными ранками от острых крыльев мух, пробивших кожу. Гаро развернул сестру и на него с разгоряченного битвой лица взглянули глаза Аминдеры Кэндалл. К его удивлению, женщина заговорила на языке боевых жестов космодесантников. Природа противника неизвестна. «Понял!» кивнул Гаро. «Сестра, ты знаешь крепость лучше, чем мы. Закрой все выходы и позволь моим людям разобраться с этим мутантом». Ему пришлось почти кричать, чтобы перекрыть оглушительный писк бесчисленных насекомых. Кэндалл, поднявшись на ноги, снова прибегла к жестам. «Будь осторожен!» «Поздно!» ответил он и бросился в гущу кипевшей битвы, сжигая энергетическим полем меча роившихся перед ним мух. Сестры отошли назад и выполнили команду Гаро. Был момент, когда Натанаэль Гаро, услышав крик Киллер, на какое-то мгновение испугался, что и сестры Безмолвия стали его противниками. Против него уже поднимали оружие его боевые братья, и он с горечью и злостью признал, что в первый миг ожидал повторения ситуации, на этот раз со стороны ищая Кэндалл. Поняв свою ошибку, он испытал подлинное облегчение. Столкнуться еще с одним предательством после Хоруса, Мартариона и Грульгора, неужели судьба к нему так жестока? Да, в самой глубине души, еще не имея возможности присмотреться, он уже инстинктивно знал, кого встретит в сердце Роя. Как только боевой капитан пробился в середину урагана насекомых, истекающее гноем когтистое существо в издевательском приветствии подняло вверх два длинных пальца деформированной руки. Стальная шестиугольная площадка скрипела и прогибалась под ним при каждом движении. Капитан! Словно злобной насмешкой проскрепела и зажужжала со всех сторон. Посмотри, я исцелился! При всех ужасающих изменениях плоти и костей облик человека под личиной нового тела не вызывал угоро сомнений. Долгие мгновения он балансировал на грани отчаяния, непереносимое отвращение к тому, что оказалось перед его глазами, угрожало сокрушить последние опоры логики в его разуме. Внезапно вспыхнули воспоминания. Натанаэль, как наяву, увидел первую встречу с Солоном Десеусом на топкой равнине темного плато Барбаруса. Соискатель был весь покрыт мелкими порезами, потеками крови и налетом грязи. Он побледнел от истощения и попавшего в кровь яда, но в диковатых глазах не было никаких признаков слабости. Мальчик был похож на прирученного зверька, неудержимо жестокого и хитрого. В тот же момент Гаро понял, что перед ним необработанный слиток стали, из которого можно выковать отличный клинок для службы императору. Теперь все его возможности были искажены и разрушены. Гаро охватило острое ощущение неудачи. «Почему, Солун?» крикнул он безрассудному юнцу, и голос загремел в застегнутом шлеме. «Что ты с собой сделал?» «Солун Дёциус умер на борту Эйзенштейна», проскрежетал скрипучий голос. «Его существование закончено, теперь живу я, я смертоносный избранник, я повелитель мух». «Предатель!» выплюнул Гаро. «Вслед за Грульгаром ты поддался этой смехотворной деформации! Посмотри, на кого ты стал похож! Урод! Чудовище!» «Демон! Ты это хотел сказать, старый недальновидный глупец!» Жестокий хохот раскатился по ангару. «Значит, меня обновило колдовство? Важно только то, что я, как истинный сын Мортариона, обманул смерть!» «Но почему?» закричал Гаро, страдая от несправедливости. «Ваина Терра, почему ты поддался этой гадости?» «Потому что это будущее!» Голос жужжал и скрипел в биении крыльев мух. «Взгляни на меня, капитан! Я тот, кем станут гвардейцы смерти, а грудь горы его люди уже стали бессмертные, вечно живущие воплощение распада, пожинающие плоды тьмы!» Гаро едва не задыхался от зловонного запаха. «Я должен был дать тебе умереть!» прокашлял он. «Но ты этого не сделал!» последовал новый вопль. «Бедный дёциус, запертый в рамках смертности, подверженный такой боли, что был готов сгрызть горы!» «Ты мог освободить его, гора!» «Но ты оставил его жить в мучениях!» «Каждое мгновение подвергал пытке!» «И ради чего?» «Ради твоей смехотворной веры в спасение по воле твоего господина!» Чудовище тяжело шагнуло навстречу, вытянув когтистые лапы. «Он просил тебя, умолял прикончить, но ты не слушал. Он молил твоего прекрасного и никчемного императора об освобождении, и снова на него не обратили внимания. забыт, покинут». Стремительный удар обрушился на Горо, и он отпрянул, угодив самую гущу роя. Дыхательные щели доспехов мгновенно закрылись, удерживая снаружи царапающихся и кусающихся мух. Горо обмотал вокруг пальцев латной перчатки цепочку, на которой висела бронзовая икона. «Нет!» решительно возразил он. «Ты должен был выжить, если бы ты выдержал, если бы посвятил свою душу служению богу-императору». «Богу?» вслед за ним прожужжал Рой. «Я знаю одного бога, сила, которая переделала Диоциуса, и есть бог, разум, который откликнулся на его мольбы, когда он лежал и просил облегчить мучения. Вот истинный бог, а не твой пустой, раззолоченный идол». «Святотатство!» гневно воскликнул Горо. «Ты святотатствуешь, и я не могу позволить тебе существовать. Твоя ересь, как и ересь Грульгара, Мартариона и самого Хоруса будет уничтожена». Боевой капитан провел серию быстрых и опасных ударов по обесцвеченной броне, и каждый был парирован. «Глупец! Гвардия смерти уже погибла, это предопределено!» Горо ответил яростным выпадом, и меч оставил на твердой хитиновой скорлупе широкий разрез. «Существо, когда-то бывшее солоном дециусом, пошатнулось, и из раны потекли желтые струйки желчи. Над порезом тотчас закружились мухи из роя и стали залетать внутрь. Через несколько секунд живая масса кишащих насекомых начала раздуваться и заполнять пространство. Насекомые пожирали друг друга, чтобы закрыть рану. «Ты не сможешь победить распад!» прошипел голос. «Разложению подвержены абсолютно все. Люди умирают, звезды остывают и гаснут». «Замолчи!» приказал Гарро. Одним из характерных недостатков Дёциуса всегда была его неспособность вовремя закрыть рот. Вольнолюбец снова сверкнул искристой дугой и на этот раз отсек часть покрытой шипами хитиновой оболочки чудовищного противника. Раздувшаяся лапа с огромным когтем со всего размаху тяжело ударила в грудь Гарро, так что увенчанный орлом керамитовый нагрудник прогнулся и затрещал. Острые, словно кинжалы, пальцы царапнули по руке, не достигнув цели. Гарро снова размахнулся мечом и атаковал, заставляя врага пятиться по мостику. Ни у одного из них не было достаточно места для маневра, но загнанному в угол бойцу сражаться будет еще сложнее. Клинок снова и снова сталкивался с когтями, и кристаллическая сталь высекала искры из хитиновых наростов. Удары следовали один за другим с ошеломляющей быстротой и мощью. Даже в свои лучшие дни Дёциус не был настолько опасен. Гарро потребовался весь его опыт, чтобы на равных сражаться со своим бывшим учеником, и если он порой ощущал боль и усталость в мышцах, его враг явно не казался измотанным. Я должен с этим покончить и быстро, пока не пострадали другие люди. Он вспомнил схватку с Грульгаром на прогулочной палубе Эйзенштейна, но там зараженных распадом врагов поддерживал Варп. Сейчас против него обернулась только ярость и боль Солуна Дёциуса, убежденного, что братья его покинули. Одно Натанаэль знал наверняка. Только он своим мастерством и силой соответствовал буйству повелителя мух. И раньше никто из его боевых братьев не мог сравниться с Дёциусом в бою, а сейчас этот мутант без труда расправится с любым из них. Горо подпрыгнул, чтобы увернуться от низового удара, и мостик, на котором они сражались, с жалобным скрипом накренился. Этот звук вызвал на губах боевого капитана холодную усмешку, и он тоже провел мощный удар сверху вниз, от которого его враг с легкостью уклонился. «Слишком медленно, учитель!» прокатился скрижащущий звук. «А ты торопишься, ученик!» отвечал он. Последний удар был ложным, и Горо не рассчитывал нанести им вред своему противнику. Вместо этого сверкающее лезвие рассекло ограждающий поручень и шестигранный канал, идущий вдоль мостика вместе с кабелем, оставив на металле тускло-красную полосу. Мустик застонал, изогнулся под весом двух бойцов и сломался, сбросив обоих вниз. Горо и Мутант полетели, ни на секунду не прекращая взаимных выпадов, пока не грохнулись на широкую площадку внутреннего ангара. Рой-мух злобно взвыл и тоже ринулся вниз, словно сердясь, что его оставили без хозяина. Горо, не обращая внимания на боль, вскочил на ноги и выставил вперед аугметическую конечность, как раз навстречу жестокому пинку дьоциуса мутанта. Механическая нога приняла на себя всю силу удара, стальные кости затрещали, а в животе вспыхнула ослепительная боль отдачи. Горо антропоидные глаза и черные мандибулы. Рой уже опустился, а Горо, не останавливая оружие, отсекло скуд бледной и спещренной пятнами кожи. Рана открыла трупную плоть и брызнула похожей на пыль кровью. Насекомые отреагировали и с воем облепили его с ног до головы густой, шевелящейся пеленой. Натанаэль прижал меч к груди и включил в режим самого сильного разряда. Под оспехом заискрились энергетические змейки миниатюрных молний. Крылатые вредители вспыхнули множеством огоньков и погибли, оставив на броне толстый слой черного пепла. Горо только успел махнуть перчаткой по линзам шлема, а мутант уже подошел вплотную. Монстр бросился на капитана и мощным ударом почти прижал его к борту грузового поддона. Горо не поддавался и отвечал тем же. Ему удалось блокировать свирепый коготь и провести серию ударов по уже поврежденным мышцам и костям лица. Мухи вились над ними, пытаясь залатать рану, не обращая внимания на то, что космодесантник продолжал раскалывать кости и хрящи. Он нанес последний отчаянный удар и отскочил. Мутант качнулся назад, отступая к краю незанятой посадочной ячейки. Горо проследил за ним взглядом за спиной повелителя мух и его жужжащего роя находилась широкая заслонка диафрагма, которая открывалась прямо в космос. Он перевел взгляд на служебные подмостки наверху и закричал в вокс-микрофон. Кэндалл, открой заслонку, быстро! Он махнул в сторону выхода. Диоциус-мутант не мог слышать его слов, но это существо быстро соображало. Думаешь, что можешь меня остановить? Я отмечен знаком владыки распада. Взвыли тревожные сирены. По стальным и бронзовым стенам неистово замелькали ослепительные оранжевые огоньки. Горо услышал, как лязгнул металл с одного края заглушки. Повелитель мух продолжал говорить, а его рой озвучивал слова резким скрипучим жужжанием, перекрывавшим в хор сирен. «Горо, я был прав, я видел будущее, через десять тысяч лет галактика будет гореть». Остальные слова потонули в пронзительном реве отодвигаемой заглушки. Раздался громкий хлопок, и воздух, а вместе с ним и все незакрепленные предметы из ангара стали вылетать в лунную ночь. Мелкие вещи, бумажные ленты распечаток и электронные планшеты, инструменты, извилистые шлейфы пыли и ужасный рой мух все вынесло наружу. Противник «Горо» молотил когтистой лапой, стараясь зацепить на тоннеля за ногу. Не удержавшись, мутант упал и покатился по полу, вакуум увлекал их обоих кривущей пасти шлюза. «Горо» чувствовал, как зазубренные когти впились в керамитовые наголенники. Он попытался сбросить их мечом, но декомпрессия оказалась сильнее их обоих. Дыхание Бога уносило двух бойцов наружу. Грузовой поддон, сорвавшись с места, ударил «Горо» в спину и космодесантник покачнулся, оступился и упал, подхваченный ураганом. Мимо мелькнулись стены посадочной ячейки и маслянистый блеск падавшего вместе с ним врага. За стеной цитадели Сомнус их встретила промерзшая темнота, и оба противника в облаках ледяных кристаллов понеслись к белому песку. Краем глаза Горо увидел, как захлопнулась за ними массивная бронзовая заслонка. Он медленно переворачивался сбоку-набок, а бесконечная пустыня неумолимо приближалась. Удара он не почувствовал. Время как будто остановилось, и он очнулся в коконе боли, терзавший каждый сустав его тела. Единственным звуком было его собственное прерывистое дыхание до шипения улетучивающегося из доспехов воздуха. На визоре замерцали предупреждающие руны. Где-то в броне образовалась трещина, и атмосфера медленно просачивалась в морозную тьму. Показатель уровня топлива в заплечном ранце тоже вызывал тревогу, но Горо проигнорировал все предупреждения и осторожно выбрался из неглубокой ямы в лунной пыли, где приземлился после падения. Горячая боль обожгла плечо, сустав явно был выбит. Нажатием кнопки на шейном кольце доспехов он заставил автоматический нортециум ввести в тело дозу укрепляющего средства, а потом ухватился за запястье и сильным рывком вправил плечевой сустав, едва не лишившись сознания от боли. Затем он осмотрел окрестности, маленький кратер с крутыми стенами, засыпанный пылью и усеянный рассыпью небольших булыжников. Над краем на фоне черного неба возвышалась бронзовая башня цитадели. Вмятина в виде человеческого силуэта отмечала место, где он упал. Рядом в пыли лежал его вольнолюбец. Горо заторопился к мечу, передвигаясь наполовину бегом, наполовину прыжками. На поверхности Луны гравитация была намного меньше, чем в крепости, где генераторы искусственного поля поддерживали притяжение, соответствующее силе тяжести на Терре, и ему приходилось быть осторожным, чтобы не оступиться. В полном комплекте боевых доспехов Горо оказался неожиданно неповоротливым, и чтобы приспособиться, потребовалось несколько долгих секунд. Нигде не было видно признаков его врага, и боевой капитан на какое-то время решил, что Дёциус-мутант приземлился где-то в другом месте, возможно, за пределами кратера. Под ногой на поверхности что-то сломалось, и странное ощущение нарушило его размышления. Повсюду вокруг него были рассыпаны мелкие блестящие предметы, сверкающие, словно крошечные драгоценные камни. Нагнувшись за мечом, Гаро понял, что это было. Замерзшие трупы тысяч насекомых из вынесенного с воздухом роя. На тоннель! Предостережение мимолетно затронуло дальние границы его разума, словно легкий ветерок пролетел над океаном мыслей. Но этого оказалось достаточно. Лунная пыль фонтаном взметнулась вверх, вольнолюбец отлетел в сторону, и поднимающееся чудовище протянуло когти к его шее. Гаро схватился с повелителем мух, но не удержался на ногах, и они медленно покатились по поверхности. Гаро, ворча от напряжения, двинул своего противника коленом в живот и ощутил, как прогнулся хитиновый слой. Гвардеец смерти видел тысячи сражений, и каждому из них аккомпанимировали музыка оружейного лязга, крики и стоны воюющих людей, стремящихся сохранить свои жизни. Здесь же в безвоздушной слепящей белизне лунной поверхности не было никаких звуков. Тишину нарушал только ритмичный ток крови в венах и быстрая череда вдохов и выдохов. И запахи исчезли тоже, пропала удушливая зловония, преследующая его в стенах крепости. Вместо него Гаро ощущал только запах собственной крови и слабый дымок оплавленного пластика в разбитых узлах доспехов. Они сражались без оружия, в рукопашную, используя весь опыт, накопленный в бесконечных боях. Гаро воспользовался преимуществами слабой силы притяжения. Отталкиваясь от скального обломка, он за счет его инерции облегчал себе прыжки и повороты. Натанеэль выставил ногу навстречу вражескому лицу и фасетчатая структура взорвалась облачком мутной крови. Капли мгновенно замерзли, превратившись в мелкие темные шарики и исчезли в лунной пыли. В анализирующей части мозга боевого капитана возник вопрос, как может это чудовище существовать в безвоздушном пространстве? У него не было как у Гаро герметичного костюма, в котором сохранялась воздушная прослойка. Его конечности покрылись темными пятнами в тех местах, где холод космоса уже превратил в лед рассеянную жидкость. Но монстр, отрицающий по сути саму жизнь, продолжал существовать. Гаро пропустил удар, от которого перехватило дыхание, но не стал задерживать внимание на новых тревожных сигналах датчиков. Тонкая белая струйка пара драгоценного воздуха вырвалась из трещины под украшенным орлом нагрудником. Рано или поздно даже космодесантнику грозит смерть от удушья. Ты должен умереть, нечестивое создание, вслух произнес Натанеэль. Даже если это будет моя последняя победа. Повелитель мух все сильнее его теснил, и вскоре спина Гаро уперлась в стену кратера, в скалу, скрытую чернильной тенью. Разбитое насекомообразное лицо нависало над ним, а страшные когти терзали доспехи, стараясь их сорвать. Гаро удвоил усилия, но Дёциус мутант оказался проворнее. Обжигающая боль хлестнула тело в том месте, где когти возрожденного варпом космодесантника пронзили слои керамита и пластали. Монстр пытался разодрать доспехи и открыть ненавистного человека смертельному холоду вакуума. Разве это мой долг? спросил себя Гаро. Я гвардеец смерти, и я уже мертв. Внезапная печаль окутала его душу, нахлынули все самые мрачные и самые тягостные воспоминания. Может так и надо, чтобы он погиб в этой безжизненной каменной пустыне. Его легион уже уничтожен, и кто он теперь? Не более, чем реликвия, неприятная помеха. Его предупреждение доставлено, цель достигнута. Холод постепенно завладевал его телом, понемногу высасывал из него жизнь. Может быть, не стоит сопротивляться смерти? Что еще ему осталось? Что он оставит после себя? Зрение мало-помалу затуманивалось, тяжесть пригибала к земле. Вера! Слово взрывом прогремело в его голове. Кто? Выдохнул он. Киллер? Верь, Натанэль, перед тобой стоит цель. Я, я... Гору уже не хватало воздуха, кровь хлынула в рот, не давая говорить. Я есть... Пальцы ощупали скалу за спиной и сомкнулись вокруг булыжника размером с кулак. Я есть! С бессильным воплем он размахнулся обломком лунной скалы и ударил в лицо повелителя мух. Удар отозвался болью в руке и мутант отпрянул. Большой лоскут омертвевшей кожи обнажил разбитую челюсть и лес зубов. Горо потянулся вперед к упавшему мечу. Цепочка от иконы калиба зацепилась за рукоять, так что Натанэль схватил пальцами бронзовые звенья и сумел подтянуть оружие. Когда вольнолюбец оказался в руке, один этот факт наполнил его новой силой. Боевой капитан ощутил уверенность и собственную правоту. Горо как-то рассказывал калибу о происхождении оружия и теперь в свете восходящей над лунным горизонтом Терры клинок развеял все его сомнения и бой. С мечом в руке и богом императором в сердце гвардеец смерти понял, что еще очень далек от выполнения своего долга. Ему не суждено умереть сегодня. На тоннелю Горо еще предстояло достичь цели. Существо, которое он когда-то считал своим братом, стояло на коленях, пытаясь найти обломки своего лица и составить их вместе. Горо ослепил его. Гвардеец смерти подошел сбоку, поднял меч и едва дыша опустил клинок. На его лице на мгновение вспыхнула жалость. Натанеэль испытывал стыд и сочувствие. Бедный, глупый Диоциус, он был прав, он был покинут, но только своим духом. Повелитель мух поднял голову навстречу лезвию. Горо обезглавил перерожденного космодесантника, одним ударом меча перерубив ему шею. Тело упало навзничь и беззвучно рассыпалось на части. Тонкие лоскуты почернели в темноте, рассыпались пеплом, развеялись струйками дыма и исчезли. Голова, упав в лунную пыль, разинула рот в беззвучном хохоте. Она растаяла на глазах у Горо. Лохмотье кожи и осколки костей почернели, словно сжигаемые изнутри невидимым пламенем. Наконец, мерцающий огонек высвобожденной энергии поднялся вверх и взлетел в черное небо, оставив отголосок изумленной насмешки. Ты не в силах победить распад. Эти слова всплыли в его мыслях, и Горо осторожно вложил меч в ножны. Посмотрим, произнес он и обернулся, чтобы увидеть восход земли. Шар терра сиял в темноте. Бог показал свое лицо и окинул взглядом окружающую вселенную. Горо поднес руки к груди, раскрыл ладони и поднял большие пальцы в знамении имперской аквилы. Затем поклонился. Я готов, господин, сказал он, глядя в небо. Нет больше сомнений, нет страхов, есть только вера. Сообщи мне свою волю, и воля будет исполнена. Глава 17 Говорит Сиги Лайт Грядущая битва Сестры безмолвия нашли его в одной из келий медитации стоящим на одном колене с обнаженным мечом и бронзовой иконой в руках. Слова божественного откровения, выученные наизусть после многократных повторений, слетали с его губ, и сестры озадаченно переглянулись, прислушиваясь, как он потихоньку бормочет молитвы. При помощи простых жестов они пригласили его следовать за ними, и он подчинился. Боевые доспехи были аккуратно сложены здесь же, но даже грубая ткань обычной одежды еще причиняла боль, цепляясь за свежие рубцы и вакуумные ожоги. Он оставил в келье силовые доспехи, но меч взял с собой. После дуэли в море кризисов вольнолюбец ни разу не покидал его пояс. Его проводили через всю цитадель Сомнус к стеклянной остроконечной башне на самом верху здания. Башня представляла собой конус, сооруженный из стеклянных треугольников и толстых колец черного металла, и отраженный от земной поверхности свет отбрасывал причудливым образом. Только войдя внутрь и закрыв за собой дверь, он заметил, что там находится еще один космодесантник. Казалось, он не видел братьев уже много недель. Воин подошел ближе. «Натанэль, ах, парень, мы уже боялись самого худшего!» Он кивнул. «Яктан, я еще жив, милостью Терры». Лунный волк приподнял бровь. «Верно». В отличие от него, Круз не снимал боевых доспехов, с гордостью демонстрируя всем цвета своего старого легиона. В тени скрывались еще какие-то фигуры, и Гаро переключил свое внимание на них. На свет вышло рыцарь забвения, позади нее показалась послушница. «Сестра Аминдера», приветствовал он ящейку с легким поклоном. «Зачем ты меня сюда вызвал?» Как ни старался Гаро, он не смог скрыть раздражение в голосе. «Какой допрос нам предстоит сегодня?» Боевой капитан посмотрел на послушницу, ожидая, что она переведет ответ, но девушка только вспыхнула от смущения и испуга. Рука гвардейца смерти тотчас сомкнулась на офисе оружия. «Здесь есть еще кое-кто», предупредил его Круз, кивая в темноту. «Космодесантник, ты пришел сюда по моему приказу». Доносился из полумрака. Он звучал твердо и спокойно, но не так, как голос боевого командира, а скорее наставника или советника. В углу вспыхнул небольшой огонек и горо рассмотрел очертания золотого орла с распростертыми крыльями, словно готового взлететь. Под хищной птицей мерцала небольшая курильница и ее огонек прессал в глазах орла. Послышались приближающиеся шаги, сопровождаемые постукиванием посоха по каменным бритам пола. У горо перехватило горло. Он вспомнил зал на борту стойкости и появление примарха, но на этот раз из темного угла вышел немартерио. Там находилось два человека, но и этого было более чем достаточно. Тот, что был более высоким, даже без брони был равен по росту с полностью экипированным яхтанным крузом. Строгое, сосредоточенное лицо выделялось на фоне золоченых доспехов, которые сочетали в себе особенности терминаторских и обычных лад космодесантников. Даже издали Горо смог заметить на блестящем металле бесконечно повторяющийся узор из силуэтов орлов и стрел молнии. На плечи воина была наброшена накидка из плотной алой ткани, а на сгибе руки лежал высокий золотой шлем с пурпурным плюмажом. В другой руке он с обманчивой небрежностью выдававший немалый опыт держал оружие бывшее наполовину копьем наполовину пушкой. Гвардейский жезл отличительный знак личной охраны императора легиона Кустодес. Горо не раз слышал, что кустодианцы для императора были тем же, что и космодесантники для примархов и, глядя на вышедшего воина, он в этом не сомневался. Гвардейец окинул горой Круза спокойным, испытующим взглядом. Само его присутствие говорило о высоком ранге человека, которого он сопровождал, и они поклонились вышедшему мужчине в накидке с опущенным капюшоном и в простой одежде администратора. Человек в широкой накидке мог бы бесследно затеряться среди населения любого имперского города Улья, если бы не сверкавший в руке посох, увенчанный золотым орлом в обрамлении языков пламени и увитый по всей длине стальными цепями с выгравированными на них символами. Это был скипетр, и держать его мог только один человек. Сам регент Терр, первый консул, надзиратель за сбором десятины и доверенный советник императора. «Лорд Малкадор», произнес Гаро, «Что от нас требуется?» Он осмелился поднять глаза. Взгляд Сигелайта из-под капюшона уставился прямо на него, и хотя Натанаэль не мог видеть его глаз, он сразу же понял, что его пристально изучают, однако о методах Малкадора мог только догадываться. Судя по рассказам, Сигелайт уступал императору только в физическом отношении. При такой ничем не выдающейся внешности, он излучал спокойную силу, которую не мог не ощущать всякий, кто находился в этом помещении. Эта энергия была совершенно отличной от жестокой мощи военачальников, но при всем при этом не менее значительной. Боковым зрением Гаро заметил, что ищейка отошла назад, словно боясь находиться к нему слишком близко. Взгляд регента удерживал боевого капитана словно лучом мощного прожектора и его воля рассыпалась сухим песком. Он ощутил, как воздух мгновенно насытился электричеством. Гвардеец смерти принял все это и не стал сопротивляться. Он зашел так далеко не для того, чтобы таить секреты. Император защитит. Медленно, словно читая по бумаге, произнес Сигелайт. Он так и сделает, космодесантник, но так, что ты даже не сможешь осознать его действия. Малкадор задумчиво помолчал. Я слышал доклад Рога Ладорна, проверявшего твои свидетельства, и просмотрел памятные записи Леди Олитон, а потому буду говорить откровенно. Гаро, ты прибыл в родной мир в надежде добиться аудиенции у повелителя человечества, чтобы лично передать ему предупреждение. Так вот, этого не будет. Гаро ощутил разочарование. Даже после всего, что произошло, он все еще хранил огонек надежды. Но он услышит слова предупреждения, лорд Регант. Ты не можешь прийти к Терре, и Терра пришла к тебе. Малкадор кивком указал на свой посоль. Я услышал предупреждение, и пока этого достаточно. Император не может оторваться от важных дел в своем дворце. Гаро удивленно моргнул. Не может, повторил он. Его сыновья выступили против него, а он слишком занят, чтобы об этом узнать. Я не понимаю. Да, прервал его Регант. Ты не понимаешь. Со временем эти дела откроются для всех нас, но до того момента мы должны доверять своему господину. Послание доставлено. Твое обязательство выполнено. Гаро заметил, как напрягся Круз. И поэтому мы здесь, лорд Регант. Лунный Волк кивнул на воина кустодианской гвардии. Или с нами уже покончено и можно выводить из игры. Малкадор сохранял невозмутимое спокойствие. В Совете Терра нашлось немало людей, кто настаивал на такой резолюции. Вопрос воинской верности, раньше не вызывавший сомнений, теперь рассматривается по-другому. Гаро шагнул вперед. Господин, я скажу вам то же самое, что говорил примарху Дорну. Неужели наши поступки недостаточно убедительны, чтобы не сомневаться в нашей преданности? Я знаю, что вы можете видеть, что творится в человеческом сердце. Загляните в мое и скажите, что вы там найдете. Из складок одежды показалась рука. В этом нет необходимости, капитан. Тебе не надо передо мной оправдываться. После всех твоих испытаний я понял, что ты предан истине. Я пришел, чтобы сказать об этом лично и устранить возможность любого недопонимания. И что теперь? Спросил Круз. Что с нами будет, лорд регент? Да, кивнул Гаро, крепче сжимая икону. Мы не можем оставаться здесь, смотреть на звезды и ждать того дня, когда Хорус придет с оружием в руках. Я прошу... Он твердо смотрел на регента. Нет, я требую, чтобы нам дали задание. Гаро заговорил громче. Я космодесантник, но сейчас я остался без своего легиона. Я выстоял в одиночестве, нарушив все клятвы, которые оказались ложными. Я подчиняюсь воле императора, но без его заданий я ничто. Слова гвардейца вызвали эхо в стеклянной башне, и сопровождавшая Кэндал послушница, услышав его заявление, испуганно поежилась. Малкадор показал наверхушку своего посоха. Только со смертью заканчиваются твои обязательства, космодесантник, сказал он. А ты пока еще не погиб. Пока мы здесь разговариваем, лорд Дорн разрабатывает план противостояния Хорусу и тем примархам, которых он призвал под свои знамена. Линия фронта протянется через всю галактику, предстоит подготовиться к величайшей битве, какой еще не знало человечества. И какое же место отведено в ней нам? Малкадор едва заметно наклонил голову. А вот об этом вы будете извещены. Не сегодня, возможно, через несколько месяцев, но вас непременно позовут. Действия воителя показали, что Империум нуждается в пытливых мужчинах и женщинах, охотниках, которые способны выслеживать ведьм, предателей, мутантов и ксеносов. В таких людях, как ты, Натанель Гаро, как Ягтен Круз и Аминдера Кэндал, этим людям предстоит вырвать корни любого предательства. Это долг бдительности. Мы готовы, кивнул Гаро. Я готов. Да, подтвердил Сигелайт. Ты готов. Разрыв. Военно он отыскал в одной из Келли для медитации, где тот возился со своими доспехами. Апотекарий слегка поклонился. Гаро заметил, что на воене простая, ничем не отмеченная одежда городского петиционера, а не дежурная накидка космодесантника. Исчез вышитый контур двуглавой аквилы и череп со звездой, символ гвардии смерти. Мерик, окликнул он, мы готовимся к отправке, а ты продолжаешь держаться в стороне. Что происходит? Воен выпрямился и взглянул на своего командира. В выражении его лица Гаро заметил нечто новое, признаки меланхолии и поражения. Натануэль, заговорил Апотекарий, я прочел тот трактат, что ты мне дал, и теперь чувствую, что мои глаза прозрели. Гаро улыбнулся. Отлично, брат, они нам пригодятся. Выслушай меня, тебе это может не понравиться. Боевой капитан насторожился. Продолжай. Я все скрывал от тебя и от своих братьев. То, что произошло на Ислаане, планы Хоруса и Мартариона, потом Грульгар и Деоциус. Он прерывисто вздохнул. Брат, все это потрясло меня до глубины души. Воен опустил взгляд на свои руки. Я ощутил себя как будто замороженным, а свое оружие бесполезным. Его глаза снова встретились со взглядом Гарро, и теперь в них читался страх. Настоящий ужас. Это сломило меня на туннель. Все эти события, боюсь, я частично несу за них ответственность. Мерик, нет. Да, брат, да, настаивал он. Затем воен вложил что-то ему в ладонь, и Гарро внимательно посмотрел на изповерканный и согнутый бронзовый диск с символическим изображением звезды и черепа. Я должен искупить свое участие в деятельности ложи на туннель. Я понял это, прочитав божественное откровение. Ты взял с меня обещание, что я порву с ложи, если ее члены восстанут против императора, и я так и сделал. Ложи были частью всех этих замыслов, и ты правильно делал, избегая их. Он отвел взгляд. А я так ошибся, связавшись с ними. Свинцовая убежденность в его голосе дала знать, что бесполезно спорить и уговаривать боевого брата отказаться от выбранного пути. Что же ты будешь делать? Воен показал на свои доспехи. Я откажусь от чести быть космодесантником и воином 14-го легиона. С меня достаточно смертей и предательства. С этого момента я буду служить в главном апотекариуме Терре. Я решил посвятить остаток своих дней поискам лекарства от той болезни, что погубило Дёциуса и остальных. Если Грульгар не солгал, этот ужас может распространиться среди наших братьев, и я должен попытаться исполнить свой долг апотекария, но не долг гвардейца смерти. Гаро долго смотрел на боевого брата, потом протянул ему руку. Хорошо, Мерик, я надеюсь, ты добьешься победы на этом новом сражении. А я надеюсь, что ты победишь на своем поле сражений. Натанель! Он отвернулся от окна галереи обсерватории и ахнул. Подошедшая в сопровождении двух сестер безмолвия женщина тронула его за руку. Киллер, я думал, они забрали тебя навсегда. Она слегка улыбнулась, а Гаро внимательно присмотрелся. Эуфратия казалась очень уставшей, но никаких повреждений не было видно. «Они не причинили тебе вреда?» «Бывают ли хоть один день, когда ты не испытываешь беспокойства за других?» — весело спросила она. «Мне разрешили немного отдохнуть. Как ты, Натанель?» Он оглянулся на округлую линию террор, видневшуюся за бронированным стеклом. «Я встревожен. Я чувствую себя так, словно стал другим человеком, словно все, что произошло с момента нашего бегства из системы Иствоана было только прологом. Я изменился в врате. Некоторое время они оба молчали, потом он заговорил снова. «Скажи, это была ты?» «Тогда, в крепости, когда Дьотсоус вырвался, и еще потом, на поверхности Луны, это ты меня предупреждала?» «А как ты думаешь?» Он нахмурился. «Я думаю, что хотел бы получить прямой ответ. Существует особая связь», тихо сказала Киилер. «Я и сама только начинаю ее ощущать между мной и тобой, между прошлым и будущим». Она кивнула в сторону планеты, между императором и его сыновьями. «Каждую вещь, и тем более каждую связь, необходимо проверять, чтобы убедиться в ее крепости. Этот момент для нас настал, Натанаэль. Грядет буря. Я готов». Рука Гаро отыскала ее ладонь и осторожно сжала. «Я был там, когда Хорус предал своих братьев. Милостью императора я буду там, когда его призовут к ответу за его ересь». В лучах Терры оба они, солдаты святая, вместе посмотрели на родной мир своих народов и одновременно начали молиться. Редактор субтитров